Драгонс Догма Драгонс Догма Представляете до чего я докатился Передо мной предстало нечто Я даже не знаю, если бы мне не сказали Что это игра от умелой уже студии С хорошей такой фанатской аудиторией Я бы предположил, что это такая малобюджетная поделка От новичков индустрии, которые в лучшем случае Сделали какую-нибудь там демонику С которой я сегодня не раз буду сравнивать Игру, готовьтесь В худшем вообще игры еще не видели Старше 2005 года И да, я бы никогда в этом гипотетическом случае Не предположил, что игра вышла в десятых годах Да вы че? Максимум 2006 Вы о чем вообще? В общем, с самого старта и до финала Практически знакомство с игрой как-то вот не заладилось Я упорно, сквозь боль, сквозь слезы Пытался найти в ней ту самую гениальность О которой мне рассказывали всю дорогу Представляете, нашел? Своему удивлению нашел И немало Догма это просто вот игра неописуемых контрастов В ней есть фишки, граничащие с гениальностью На них смотришь и думаешь Боже, как же это круто! По идее На другие смотришь и морщишься Чего вы тут впариваете? Почему по идее, кстати? Да потому что реализация этих фишек сделана через жопу Почти без исключения И это, на мой взгляд, бич игры Если бы все механики работали по-людски То игру действительно можно было бы считать Очень даже хорошей Ну а в том виде, в каком она есть Я увидел перед собой в итоге Не самую плохую Очень контрастную Вполне интересную Но до безобразия кривую поделку от людей Слабо знакомых с понятием игра Удивительно такое слышать о компании Capcom, да? Уже по меню вступительной песни И, собственно, названию издателя Я понял, что это будет лютая такая японщина Ох уж эти японцы, скажу я вам Те, кто смотрел предыдущий ролик Могут подумать, что у меня к ним какой-то особый пиетет Ну, в неком роде, да В плане творчества Это настолько непохожая гениальная нация Что я с нее просто тащусь Например, работа обоих Мияцаки Что мультики Хаяо, что Дарк Соус Хидетака Или вон, по бегушке Залинка Ну, шикарно же было Игры от японцев часто отдают чем-то странным Непривычным нам От догмы в итоге так пахнуло Что мне аж плохо стало До сих пор сижу отдупляюсь Итак, Драгонс Догма Вышла в 2012 году на богоизбранных консолях PlayStation 3 и X-коробка 360 градусов В 2013 году была переиздана И получила под заголовок Dark Arisen А также, как я понял Получила допиленную до идейного финала Концовку приключений, что бы это ни значило В 2016 году японцы Жалились над плебеями, которые молили Дайте нам этот ваш супер Скайрим Консольный эксклюзив, да И таки выпустили игру на презренных компудакторах В 2017 году игру переиздали на Малильную станцию 4 и коробку H1 А в 2019 году завезли даже на Nintendo Beach Таким образом завершив круг почета Честно говоря, лучше бы эта игра Ставалась эксклюзивом консолей Хотя многие фанаты за такие слова могут побить, да? Своевременность, видите ли, играет большую роль Догма и в 2012 году звезд с неба не хватало технологически Вписанная в эти маломощные даже по тем меркам консоли А в 2016, когда довышел Ведьмак со всеми дополнениями Да, третий, например Кого она должна была вдохновить на игру? Вот посмотрев на этот серый кусок кода Вы скажете, типа, ох, какая же красивая графическая игра Если бы делали ремейк как демона Ну тогда ладно Увидел в какой-то статье на плейграунде Мол, догма это японский ответ Скайриму Да, думаю, японцы бы такому сильно удивились Хотя, если они реально так считали Мне страшно за мир в таком случае Потому что догма это пустая, маленькая и скучная игра В отличие от Скайрима И извините, даже сырой Скайрим на момент выхода Выглядел лучше, чем догма, вышедшая годом позже Впрочем, на свече в это, скорее всего, играть будет интересно Выпустила игру небезызвестная компания Капком И сама же издала И это очень странно За Капкомами числится немало шикарных франшиз Один Президент Эбил, чего стоит Или Дебил Мэйкрай, например, да? Любители файтинга вспомнят стритфайтеры А кто-то даже вспомнит и Лост Планеты Аж три штуки, между прочим Очень такие неплохие игры в свое время Монстр Хантер Ворд, в конце концов Полный список игр их уместится только на свитке Таком, до пола Наверное, от такой умелой конторы Стоило ожидать чего-то внятного, верно же? Ну да, я тоже так решил Дурак был, да? И получил то, что получил И сейчас подробно вам обо всем расскажу О каждой важной механике О тех, конечно, что сумел пощупать Мало ли вдруг не всего видел Расскажу о сюжете Не переживайте, из-за спойлеров Он тут настолько невнятный Что даже критики это Обтекаемо так отмечали Вот после своих 10 и 10 А это уже о многом говорит, не правда ли? В общем, расскажу все обо всем А вы уже сделаете выводы Плохая эта игра или неплохая Стоит в нее играть, не стоит Ну а так как для немалого количества игроков Догма это объект культа То будет все как вы любите Я тщательно отпинаю это священное животное по яйцам Смачно и сильно Но и погладить по рогам тоже не забуду У некоторых случается диссонанс Когда они видят, что я одновременно игру хвалю и ругаю Они не могут понять, как же так У них можно либо ругать Тогда ты игру не любишь Либо наоборот хвалить И только тогда ты ее любишь Хвалить за хорошее, ругать за плохое Это для них слишком сложно Поколение Икс, блин Люди, переставайте мыслить В этих дурацких рамках Плохая игра, хорошая игра Учитесь думать своей головой И анализировать информацию А не просто впитывать мнение блогеров Принимая его за собственное И отстаивая его словно святую истину В интернет баттлах Ну если только этот блогер не я, разумеется Потому что всем же давно известно Что я истина в последней инстанции А у всех, кто со мной не согласен На самом деле просто Я уже говорил, что по меню в том числе Я понял, с чем буду иметь дело С консольной игрой, я имею ввиду Вы посмотрите на главную меню Ну то есть, серьезно Что это такое? Не то чтобы я спец по меню плойк Но по-моему это даже для них Вот как-то перебор В главном меню Главное меню что? И вообще здесь всю игру Странности с интерфейсом творятся Но до этого мы еще дойдем Игра предлагает начать новую, соответственно, игру Такая вот автология веселая, да? Либо сразу игру на сложном режиме Нет, спасибо, мне в обычном Нормально было Представляешь, что ж там было Если бы я сложный выбрал Но по-моему сложный выбрать сразу нельзя Это что-то вроде новой игры плюс О чем игра, разумеется, тебе просто никак не скажет Да Я уже решил, за какой класс буду играть Думаю, для вас это не станет сюрпризом Однако стартует игра совсем не с выбора класса Сперва заставка Ну как заставка, да? То, что здесь называется заставкой У заставок здесь вообще серьезная болезнь Которую мне не удалось классифицировать Могу назвать их странными Как и многие другие аспекты игры И часто неинформативными В общем, нам просто пишут Что, мол, в другом месте Другое дитя Чего-то там Сразу скажу, что поначалу Все сказанное кажется тем еще бредом Но, к счастью, этот бред обоснован И система в этом всем есть Правда, понимаешь, что это только в самом-самом-самом-самом Блин, конце На последних буквально минутах Ну, тем не менее Это очень хороший подход Вот, правда Извините, что? Текстом Помните я Ну, как сказать Не то чтобы ругал Так, пошучивал Немножечко потрунивал Зельду в прошлом ролике Когда там буквально вот тоже Текстом написали Игра такая-то Блин Ну, мелом на стене уж тогда напишите Или знаете что? Просто отправьте нас в замок А на замковой стене Будь накорябана Made in Capcom Ну, в таком духе, да? Ну, да ладно И, в общем, главное-то что? Тут же нам с порога говорят Ищите дракона Мне дают какого-то там Мужика под управлением Напарника И я в каком-то грязном ущелье Сером Темном Унылом Эммм Что? А может обучение? Может, не знаю, там Ведете в курс дела? Заставку, в конце концов? Но нет И игра тут же вываливает на меня Кучу информации В этом тоже ее беда У нее куда ни ткни Везде одни беды Чтобы зажечь фонарь Войдите в меню И включите его Тут же следом Нажмите стар Чтобы видеть общую информацию Персонажи Нажимаешь стар И видишь классическое такое Меню из нулевых Нифига не лаконично Я вам скажу Чтобы в этом всем разобраться Нужно время Но игра не унимается Ты воскресший Ты должен идти Упить дракона А пешка будет служить Тебе нажмите то-то Чтобы узнать характеристики А они мне вообще О чем должны сказать? Кто такой саван? Вот этот Кто такой сальдо? Кто есть кто вообще? Что это за персонажи? Поймите Даже игры нулевых Старались давать Какие-то вводные Заставки там Брифинги Описания Тут же тебе Буквально в лицо Кидает какие-то Уже технические мелочи Да еще и оказываешься Ты повторюсь В каком-то Мелком Сером Некрасивом Темном закутке Обычно Первую локацию Стараются Всегда делать красивой Чтобы создать Хорошее впечатление А здесь Нечто невразумительное Вот тут я решил Что скачал Что-то не то Старента А то Мик Харт Научил обращать На подобные внимания Ну мало ли Вдруг я скачал Отдельно дополнение Без оригинала И игра подразумевает Что я все это уже знаю А потом вспомнил Ёпта У меня же есть лицензия В стиме Окей Скачал Да нет Все то же самое В рот мне ногу Это что опять игра Из разряда Ты должен был Прочесть 3 миллиарда Комиксов Чтобы понять Что происходит в начале Виолая отмаза Кстати Но нет Вроде как Новый мир Все с нуля Если ошибся Извините Но опять же Я оцениваю игру А не предшествующее Произведение И должен сказать Что это просто Писец Вот просто Писец Вместо того Чтобы предоставить Реальные фишки игры Которые тут в наличии Заметьте Крутые фишки Показать красивые Локации Которые в игре Тоже есть И в целом Создать приятные Первые впечатления Очень важные Для игрока Игра показывает Нам натуральную Козью морду И обычно В таких случаях Я слышу Завывание С закосом Под элитарность Моэд ты Просто тупой Игра для избранных Для тех Кто в состоянии Понять Ммм Такие вот Тостолобики Не слышали Народную мудрость Что встречают По одежке И чтобы полюбить Произведение Нужно его Узнать сперва А чтобы создать Неприязнь Достаточно первых Минут игры Им не вдомек Что даже если В говне Будет погребен Алмаз Дорогущий Да Не каждый Решится Рыться в нем Но они Никогда не признают Того Что игра Реально не умеет Здороваться Я уверен Что у догмы Фанатов Могло бы быть Еще больше Фактически Вот что мы видим В обучении Заставка Из одной фразы Далее сразу Идем бить дракона Куча подсказок Вылезает По поводу управления Про меню Про снаряжение Про фонарь Подсказки тут Сделаны крупно Чтобы не пропустить Что само по себе Неплохо Но в сочетании С обстоятельствами Скорее нагромождает Все Далее я понял Что так как Дубляжа здесь нет Неплохо было бы Включить субтитры Которые по умолчанию Везде почему-то Отключены И субтитры Эти написаны Не посередине Снизу экрана Как у всех А посередине слева А пешки А это именно пешка Болтают Очень многое И в итоге У тебя интерфейс Просто захламлен И плюс далее Ведь еще и дракон болтает Это и в конце Раздражает Не говоря уж о начале Далее призыв Иди валить дракона И какие-то там враги На Дерись Чтоб вы понимали Меня не научили Даже пользоваться Особо ни мечом Ни щитом Да сказали Что вот Есть сильный удар Есть слабый удар И как бы все Если бы во всех играх Было унифицированное управление То ладно Но видимо игра считает Что я сам должен разобраться Ладно хорошо Разберусь Вот знаете Я иногда посмеиваюсь А иногда раздражаюсь Над дотошными обучалками В играх Особенно в современных Подойдите Подойдите к башне На которую указывает Стрелка Хорошо А теперь нажмите Свою клавишу Заданий Еще раз У вас появилось Новое задание Ты опять выходишь На связь Мудивы Здесь же Обратная крайность Догадайся сам После боя Тебе тут же начинают Говорить Что вот У этого камня Можно призвать пешек Да Правда Что это за пешки Такие сказать тебе Не удосужились Особо-то Типа они просто Будут сражаться За тебя И все А они и дальше Не удосужатся тебе Об этом сказать Все почерпывай Из диалогов Явились какие-то Баба и бабка Ну и тут же пишут Пешки мол Подсказывают важную информацию Ох Даже если бы я Мог выудить ее Из тонны Бесполезной Захламляющей чат То Об этой механике Было бы неплохо Сказать своевременно Когда она понадобится Например Минут через 10 А не вываливать Все сразу В итоге Первый бой Настолько сумбурный Что сумбурнее Я даже наверное Не вспомню Время от времени Персонажи берут На себя камеру И с криком Смотри как я умею Хватает врагов И это задолбало Уже в начале В бою Один персонаж По три раза Берет на себя камеру С замедлением Все что-то орут Субтитры заполонили Всю левую часть экрана Все это происходит В серой Невзрачной Главное Жутко темной локации Не уровень А не лепица какая-то А затем Приходит химера И заканчивает этот балаган Успев правда Показать Что камера Тут умеет Такие фартеля выкидывать Что зельди и кайца Уже после этого прохождения Я попробовал Запустить игру снова И понял Что химеру Здесь можно победить Но тем не менее На химере В любом случае Бой заканчивается Потому что Бой с драконом Нам не покажут Да и в первый раз Можно было бы Бой тоже разумеется Выиграть Если бы ты уже Был знаком игрой Как в случае Со вторым разом Например Да Или если бы было Ну не знаю Внятное обучение Но так или иначе Мой персонаж погиб И вместо чекпоинта Снова заставка Бесчисленное множество Лет спустя Люди Жили не тужили Нюхали цветочки Любили природу Убивали друг друга Ну как обычно И тут внезапно Разверзлись небеса И целая орда Гарпий Ломанулась в мир Над полагать И куча других Нелетающих тварей Надеюсь Они не больно Приземлились на копчик Ну и с ними прилетел Дракон Тот самый Который Вот только что Грозил нам В прологе Огромный Грозный Красивый Забегая сильно Вперед Дракон тут Один из лучших Драконов Что я видел В играх Вообще И как бы Это конец Пролога Дальше начинается Кастомизация Я искренне Надеюсь Что сумел Передать Хотя бы Толику Негодования Постигшего меня В эти 10 минут На деле Я просто Непрерывно Ругался И поймите Еще раз Сколь бы не была Гениальная игра Очень важна Не просто первое впечатление А вообще Начало само по себе Даже если бы Мне просто текстом Объяснили Что мол Явился в мир Дракон И воскреший Чем долгом Стало сразить его Пришел в крепость Чтобы дать последний бой Даже это Уже бы создало Совсем другое впечатление Это худшее Вступление В играх Которые я видел За свой долгий Опыт игры Господи Да в дальнобойщиках Все объясняли Внятнее В батл тотс И прочих играх На сега И то были заставки Тридцать лет назад Фиг с ним С объяснением Ладно Но Что это вокруг нас Шито за темно-серые коридоры Почему не начать битву В башне Синей Луны Она же очень красива Почему бы не начать ее В Гранд Сорене Или просто Хотя бы На свету Вот как вам такая идея Да Почему не рассказать О механиках Со старта Как бить Как защищаться Как применять навыки Как управлять напарниками Кто-то может подумать Что в столь любимой мне Дарк Соус Было все то же самое Нет Нет Даже не близко Дарк Соус Основные геймплейные механики Раскрывал Внятно В самом начале Да и событийность Там как ни странно Рваной и сумбурной Не была Да Глубинный лор Лишь для самых дотошных Но остальное Сюжет на поверхности Вот ты в темнице Тебя освобождают Мир проклят Вот ты в храме Мужик в кольчуге Говорит что нужно бы Сходить в колокола Бздынькнуть Тебе говорят что делать А в прибежище нежити Тебе прямо говорят Нажмите икс Чтобы уебать Врага по голове Вообще Нельзя так делать Нельзя У меня нет на руках Статистики Но я почему-то Уверен что После столь Невнятного Вступления Немало игроков Решили что этот шедевр Не для них Даже больше скажу Я уверен что Немаленькая такая Часть фанатов игры Стала таковой Банально Из-за эксклюзивности Догмы С одной стороны Там ведь под крики О том что Консоли знаете ли Для сучек Да Банальная зависть И облизывание На эксклюзивы И реально ведь Есть на что С другой же стороны Под точно такие же крики Что пеки соснули Та же зависть Потому что Играть в общем-то Не то что Прямо совсем не во что Но выбор был Сильно меньше Чем у компудакторов Во что дали В то и играй И хочешь не хочешь А нужно играть И рассказывать друзьям Какая крутая игра А то ж засмеют Отсюда Отчасти Не полностью Но отчасти И рождались Культы некоторых франшиз Включая Солсборн серию Это мое предположение Может быть Те кто любит догму Любят ее искренне И беззаветно Не знаю Любить ее Есть за что После дебильного Вступления Нам дают создать Персонажа В очень даже Неплохом конструкторе Меня он прям порадовал Хотя наверное Меня бы что угодно Порадовало После такого кошмара Даже конструктор Dark Souls 2 Хотя че я разворчался Давайте расскажу Что там и как Вообще Можно сказать Что все вот эти Конструкторы Персонажей Во многом похожи Друг на друга Независимо от игры Все да не все Догма здесь Умудрилась Выделиться Весьма дотошным подходом Для начала Мы видим фигуру Нашего персонажа Без одежды Разумеется В трусах Это вам не шевел Панештвем Тут все цивильный Культурно 2012 год же Конец света Скоро Кстати По поводу 2012 года Отследить налет Толерастии на играх И других объектах Искусства Можно Как возраст Деревьев По годовым кольцам И проще Начать Именно Создание персонажа Если у вас Есть выбор Между мужчиной И женщиной То значит Извращенцы Еще не успели запустить Свои клешни в творчество А то что не игра То тип тела А И тип тела Б Я даже больше скажу Здесь есть шмотки Исключительно женские Или мужские Как несовременно Да Уже так Проникаешься Уважением Классики Но Но забегая еще Дальше Здесь беда С определением пола Тебя все кличат Сэр Даже если ты Сэриха Или сэрка Но это не из-за извратов Это просто реализация кривая Вообще готовьтесь Тут все сделано Крепокосо Вы привыкните Ну и кстати В анимации ходьбы Есть ползунок женственности То есть Можно сделать Женский стан И мужской Либо просто настроить Его соответствующе По-моему это гениально Я не помню Где еще можно так сделать Именно ползунок А не просто переключение Но заметьте Как часто я говорю криво Так же часто я буду говорить И гениально Повторюсь Драгонс Догма Игра контрастов В ней подобное Вообще Нормальное положение вещей Короче Нам дают сперва Выбрать тип лица И прическу А так же конституцию Звучит то как Выбрать конституцию Да Последнее кстати Довольно редкое явление Во всяком случае Лично мне Оно попадается редко Например Возможность делать Толстячка Или старика И пусть это Не очень гибко Но вполне возможно Последнее так и вовсе Весьма круто сделано Одним ползунком Меняет возраст Притом Старик Действительно смотрится Как старик А не как Обогая пародия На старика Этому кстати Способствует И возможность Редактирования Осанки Вы вообще Где нибудь Видели такое Мы можем Помимо стандарта Сделать Этакого Отмуштрованного Рыцаря Который будто Черенок от лопаты Проглотил И теперь Всегда по стойке Смирно Днем и ночью Либо же Классического Сидельца За компьютером То есть Можно сделать Старенького Сгорбленного Такого человечка Да еще и маленького Притом Здесь Седина Действительно Работает Ну то есть Седой Не кажется Как в Дорксоулс 3 Грязно-сером К слову Можно попробовать Несколько Поз прямо На экране Демонстрации Персонажа Что Так сказать Посмотреть Воочию Как он Будет Двигаться Тут Не очень Большой Выбор Возможностей Но Сам факт Того Что он Есть Уже Создает Хорошее Впечатление Об игре Помимо Прочего Возвращаясь К конституции Можно Менять Длину Рук И ног Опять же Вроде бы И незачем Вроде Весьма Редкая Возможность Для Точечной Кастомизации Лепите Любого Урода На ваш Вкус Красавца Тоже Можно Тут Весьма Немало Причесок Притом Очень Даже Неплохих К слову Физически Активных То есть Хвостик Раскачивается На бегу Правда Это касается Именно Хвостиков Все же Игра 12 Года Есть Возможность Менять Цвет Кожи Волос Глаз Голоса Но Хоть Здесь Дела И Получше Чем Хогвартс Легаси Все же Видно Что Часть Голосов Просто Пропиченная Стандартная Но Забегая Вперед Выбор Голоса Здесь Также Важен Как В Шаблонов Этих Достаточно И В целом Могу Сказать Что Лица Здесь Более Чем Нормальные Смотрятся Прилично То есть Можно Не только Знатных Уродов Наклепать Но и Красивых Персонажей По Собственному Вкусу Ну и Конечно же Сдобрить Все это Родинками Шрамами Татухами Выбор Всего Перечисленного Здесь Так Себе В плане Разнообразия Однако Опций Много Но Достигается Это За счет Спаривания Одного С другим Например Вот вам Родинка Под глазом А вот Шрамы На правой Руке А вот Одновременно Родинка Под глазом И шрам На правой Руке А Следующая Опция Тоже Самая Но Шрамы На левой Руке Впрочем Даже Эту Вполне Достаточно Только Вот Странно Что Обо Всем Этому Ты Узнаешь Не Сразу Сперва Тебе Предлагает Выбрать Пол Прическу Либо Дополнительные Вот это Все ранее Перечисленные А почему Сразу Не дать Создать Персонажа В полноценном Редакторе Фиг знает Радеющих За красоту Своего Альтер-эго Могу Успокоить В столице Есть Барбершоп Я не шучу Мне так Сказали В слух Барбершоп И при том За разную Цену Здесь можно Просто Сменить Прическу Сменить Прическу И цвет Волос И сменить Названное Плюс Еще Цвет Глаз Татухи И прочее Что На мой Взгляд Также Изящное Гениальное Решение Увы Больше Ничего Сменить Нельзя Даже Имя Собственно Именование Это Единственная Слабая Сторона Конструктора Внешности Догмы Имя Здесь Можно Ввести Только Латиницей Иначе Будут Звездочки Притом При Портировании Игры Забыли Сделать Внятные Переключения Между Клавиатурой И геймпадом Потому Приходится Буквально Наугад По Энтру Несколько Раз Стучать Чтоб Тебе Дали Назвать Своего Персонажа Это Косяк Но Не Критичный Далее Нужно Выбрать Прозвище Вот Тут Уже Вообще Нихрена Непонятно Сказано Что Так Он Будет Отображаться В случае Работы Функции Родительского Контроля Я Так Понял Если Понял Неправильно Извините Ну Не Очень Ясно Зачем Вообще Вся Чехарда Лучше Просто Дали Возможность Назвать Своего Персонажа И Дать Ему Кличку Эта Механика В играх Как бы Ненова Тут Нужно Выбрать По Буквам Притом Латинским Уже Локализованные Русские Имена В общем Фигня Какая Но Это Повторюсь Единственный Минус Конструктора И Клянусь Бородой Конечно Не Хватает Более Детальной Проработки Внешности Тем Более Не Хватает Командора Графония Но Опять 12 Год Консоль Щито Поделать По Своей Излюбленной Традиции Я Создал Женщину Потому Что Вы Ж Меня Знаете Я Извращенец Мне Женщина Нравится Больше Чем Мужчины И Хотел Назвать Клара Захаровна Как Обычно Но Ими Не Влезла Как Обычно А Потом Я Решил Что Хватит Уже Дурака Валять И Назвал Ее Клара Освин Кто Понял Тот Понял Кто Не Понял Тот Не Понял Вы Заметили Как Я Обошел Тем Выбора Класса Потому Что Этот Выбор Дается Чуть Опасля Но Опять же Повинуясь Своим Наклонностям Я Создал Мага Если Бо У И Опять же Мне Понравилась Концепция Проходить Игру За Разные Классы Для Обзора И Я Искренне Вначале Думал Что Перепройду Догму За Война Судьба Распорядилась Иначе И Я Думаю Вы Знатно Посмеетесь Когда Узнаете К какому Выводу Я Пришел Но Так Или Иначе Конструкторе Персонажа Сказать Больше Нечего Итак Наш Протагонист Гуляет По Пляжу В Своей Рыбацкой Деревушке Мимо Ходят Стражники Кричат Что Дракон Скоро Нападет Так Что Вступайте К нам В Орден Будем Вместе Бояться Что Он Нападет Мы Тем Временем Находим Подругу Чтобы Культурно Провести День Как Вдруг Путин Нападает Я Что Сказал Путин Да Извините Дракон Ёпта Конечно Дракон Нападает И Начинается Хаос Половину Тех Самых Ордынцев Сметает Моментально Вторая Половина Убегает Роняя Оружие Кал И Только Суровая Клара Захаровна Освин Какой Ведегрет Получился Да Не Боится Мио Драги Подбирает Земли Коврелку И Кинется На Дракона Тот Наверное Офигел Никто Ничего Еще Сделать Я как Потомственный Лингвист Конечно Разобрал Его Слова Вот Вам Субтитры Ну а потом Он просто Берет И протыкает Нам когтем Грудь Там В общем-то Его Коготь Размером С нашу Грудь И Натурально Вынимает И Проглатывает Наше Сердце И Улетает Отличное Начало Сэр Однако Мы не Умираем Подумаешь Сердце Вырвали Тоже У меня Проблема У нас В России Не такое Лечит Подорожником И капустным Листом Да Потому Мы Очухиваемся В импровизированной В такой клинике Среди таких же Выживших Счастливчиков Но В голове Мы слышим Голос дракона Ааа Проснулся Шо Видал Как я тебя Да Отомстить Поди Хочешь Ну так Вон Меч Бери Тренируйся Свинья И Камера Указывает На какую-то Старую Тыкалку Спасибо Только Я попытался Выйти Из палаты Как дракон Снова Завел шарманку Э Куда Я че Тебе Тварь дрожащая Или Направо Налево Всех Имею Возьмись За оружие И опять Указывает На ржавую Кочергу Оказалось Эта игра Так намекает Выбрать класс И дальше Мы не пройдем Пока не получим Бумаги Ну что ж Я выбрал Мага Потому что Магия Подразумевает Могущество В конце концов Дракон Это создание Магическое Как говорил Великий дядя Джеки Чана Магию Способна Победить Только магия Цитата Сам придумал А всякие Железные тыкалки Они знаете ли Для педиков Так вот Выхожу я из палаты А санитары удивляются Мол Опа Мы думали Ты сдох И ты вообще Понимаешь Что произошло Притом От нас на улице Люди шарахаются И исключительно В начале Что как бы Оказывает на Проработку Такой мелочи Это приятно Люблю когда Игры о подобном Заботятся Ну Мы то как раз Понимаем Что произошло Теперь нам Становится понятно Почему в начале Нас называют Воскресшим Оказывается Иногда Драконам Делать нефиг И они прилетают И забирают сердце У человека Пожирая его Такой потерпевший Не погибает А наоборот Не просто даже Воскресает А он вынужден Теперь жить вечно Ну то есть Его можно убить Что походу И произошло Во вступлении Но своей смертью Мы теперь не умрем А значит Пенсии нам не видать Придется идти Во фриланс Че напряглись Интеграции ждете? Нет у меня интеграции Городок В котором мы очнулись Называется Кассардис Прям как Кай Ну почти К слову У нас тут есть Собственный дом Я уже и забыл Каково это В игре иметь Собственный дом Толку от него Правда здесь Абсолютно никакого Здесь даже спать Не прилечь Но все же В городе Можно найти Пару побочных квестов Ну я и нашел Лекарка запросила Травы А они лишь снаружи А один смельчак Спрятался от страха В колодце Когда дракон прилетел А там знаете ли Тоже засада Эту засаду Выкурить мне не удалось Быстро получил по шапке И еще мне сразу же сказали Мол добавлен новый остров И ты можешь отправиться На него прямо сейчас Ну сразу понятно Речь о DLC В которой мне Понятное дело Рано Ну ничего Время еще придет Ну а пока У меня одна дорога Подальше из этой глухомани Деревенька весьма маленькая И слабонаселенная Плюс игра Откровенно Плоха в имитации жизни А вось В других местах Поинтереснее Но ворот Вдруг открывается Портал И из него Вылезает мужик И показывает Питюню Это такое приветствие Пешек После чего Подбегает глава деревни И говорит мол Оба на Так ты действительно Из этих Которые воскресшие Да Герой легенд И теперь ты можешь Управлять пешками Да дедок Могу Но раз Говорит можешь Что вот бери их И валя отсюда нахрен Раз ты драконоборец Фактически Довакин То твоя работа На дракона охотиться А не портки В деревне протирать Правильно? Правильно Вот с этого момента Сюжет можно назвать Начавшимся А теперь Секундочку Внимание Если кто-то еще Не умер от старости На этом моменте Не захлебнулся Да Я уже больше Двух лет Делаю такие вот ролики Где я пересказываю Сюжет игр И даже там Где он слабо проявлен Видится некая структура Раскрытие персонажей Характеров И даже не вдаваясь В эпитеты И прочие Лингвистические ухищрения Главную квестовую линейку Можно пересказывать Достаточно долго И красиво Но не в Драгонс Догме Вынужден сказать Что сюжет этой игры Это ее слабая сторона Даже многие поклонники Это отмечают Он тут мало того Что короткий Так еще и Откровенно невнятный Очень многие ходы Либо местами непонятны Либо непонятно Как связаны Либо вообще Никак не связаны Персонажи не раскрываются События будто повисают в воздухе Никуда не двигаются Некоторые моменты возникают внезапно Откуда что только берется В игре нет практически Ни одного запоминающегося персонажа Кроме герцога Герцогини Дракона И одного капитана Остальные Настолько невзрачны И им уделено Настолько мало времени Что даже Их имена запоминать Нет никакого желания Мир Драконс Догма Это мир статистов Неинтересных Скучных И таких же серых Как и все Что мы видим вокруг Притом сказать Что сюжет Совсем уж неинтересный Тоже будет неверно Местами здесь Есть очень интересные Повороты В частности Сама тема С драконом И общим мироустройством Вот вы говорите Дарк Соус Дарк Соус Но Драконс Догма Произвела Концовкой на меня Впечатление не меньшее Если не большее Некоторые события Настолько атмосферны Что просто диву даешься Но их так мало Что даже как-то Обидно становится Назревает ощущение Что в игре Вообще ничего такого Уже не происходит Такое бывает Когда события Эпического размаха Подаются Недостаточно эпично А здесь Если кто не понял Именно такие события Это не просто Прилетел Дракон Он как Алдуин Должен здесь Посеять полный хаос Привнеся Если уж не конец света То максимальную разруху Игра же Ведет себя так Будто вот Через забор залез Вор испер гуся Эпичности не чувствуется Ну подумаешь Тролли Грифоны Иные миры Вовсе живут Среди всего этого И ничего Не крякают И подобный подход Производит на игрока Весьма гнетущие впечатления Я бы сказал Что сюжет Это самая слабая Сторона игры У меня есть Еще один хороший пример Дубовой игры Обожаемый мной Невер Винтер Найтс 2 Вот уж где Все деревянно-квадратное В плане графики Механик Постановки Но вспоминая сюжет Я нереально кайфую А здесь Кроме концовки Особо-то и вспомнить нечего И это я только что Играть закончил Через полгода Год Вообще ничего не останется В памяти И это плохо Потому что иногда В этой кромешной тьме Видны просветы Которые очень интересны И интригующие Которые достойны Называться Проработанным миром Плюс ко всему Информация Об этом самом мире Подается весьма скупо Тебе буквально Клещами приходится В ее выдирать Чувствуете Знаете Такой японский подход Казалось бы Да Я понимаю О чем вы Нет В Дарксос Было совсем не так Там базовая информация О мире Была если не на поверхности То довольно Неглубоко Зарыто В догме же Тебе Даже вещей Которые ты Обязан знать Пока не пнешь Не расскажут Зачастую И если сам по себе Такой подход Сомнителен Но допустим То в сочетании С тем О чем я только что Говорил Тот еще унылый Винегрет Впрочем Все это теория Я могу долго Так распинаться Но проще Показать все На реальных Примерах И да Если я где-то Ошибся Чего-то Недопонял Или понял Не так То поправьте Меня Честно говоря Я бы даже Рад ошибиться И выяснить Что это просто Я слепошарый И не заметил Очевидных В общем-то Вещей Однако Что-то мне Подсказывает Что понял я Все правильно Так что Воспользуйтесь Оглавлением И переходите На нужный Сегмент Который вас Интересует Не морочите Мне голосами Причитаниями Ну че вы как дети Ей богу Ну ладушки Давайте продолжим Пешку которую Мне всучили Зовут Рук И как я понял Эта пешка Статична То есть Она у всех Будет именно Рук Хотя обычно Пешки рандомны Неважно Стоило выйти за забор Как ДОВАКИН Услышал Зов седобородых В голове Заговорили Видимо иные пешки Мол найди нас Ладно Найду Вместе мы направились К какому то лагерю По дороге Заглянул в пару мест На берег И в придорожный лесок Там я впервые Познал что такое ночь Но на первых порах Особо не задерживался В походах В самом лагере Мне снова показали Камень Который мы уже видели Это Рунный камень Портал В этакий Нексус Измерение пешек Но прежде чем Нам дадут с ним Взаимодействовать Нужно пройти Испытание И доказать Что ты не хер собачий То что ты пидор Ёпта Может и пидор Для этого нужно Буквально выйти За чистокол И там уже Циклоп напал на людей Притом Уровень постановки Моё почтение Стоит мужик В лагере Перекрывает ворота И кряхтит Сделай что-нибудь Анимации он при этом Никаких не показывает Стоит просто К нам лицом Не знаю Стоял бы спиной Раскинув руки Я подумал Что он дверь подпирает Чтобы циклоп Не вломился А так со стороны Кажется будто у него запор И что я сделаю Гульфик тебе отодвину Чтоб срать было удобней Не знаю Ладно От запора его избавить Не тяжело Циклопа помогут Бить другие стражники А я как раз Купил тут тебе Заклинание молнии Тролль пиздит толпу Толпа пиздит тролля Картином маслом И таким образом Первая битва с боссом Показалась мне Лёгкой Да я Жёстко тогда Обманулся Почуяв могущество Ну Кто ж знал Да Рук как заорёт Цель всё в ноги И сам как полезет На эту тварь Было забавно Нашу победу Зачли как Прохождение Испытания Теперь нам Официально Присягают На верность Пешки Тут нас учат Пользоваться Рунным камнем А также дают Кастомизировать Личную пешку Вот как у того Мужика Иступление Был личный Сальдо Так и у нас Будет свой Сальдо Только свою Я назвал Элони В честь Как вы думаете Кого И сделал её Похожей на Эльфийку Интересно почему Да А поклаз лучницей Ну и помимо Личной Можно взять Ещё двух Случайных пешек В моём случае Одну Так как со мной Уже был рук Я нанял бойца По имени Пеппер Тут же Мне предложили Пройти квест На помощников Но я нечаянно Запустил триггер Проваливший Эту побочку А именно Сюжетное задание Некая Вполне красивая Такая девушка Рыцарь-капитан Или генерал-майор Я буду их путать Извините Говорит Мол Эй Я знаю Кто ты Слава Ситису У меня тут Кровать Понимаешь Или свободная Бесплатная Никаких грязных Намёков Если что Просто бесплатная Ночлежка Почему бы и нет А наутро На лагерь Нападает Здоровенная Не не так Здоровенная Гидра Она настолько Круто выглядит Что я был Под впечатлением Это натуральная Махина Со множеством голов И битва С ней происходит Поэтапно Как обычно Все орут Бросаются на неё В какой-то момент Капитан орёт На-ка Попробуй вот это И подкатывает К нам бочку С порохом Мы не будь дураком Берём и забрасываем Бочку гидре В глотку Далее Мои неуклюжие попытки Попасть в эту самую Бочку И таки Получилась Башка Оторвана Гидра линяет Но технически Это считается Победой Хотя по факту Пока же Блин Победа У гидры же Ещё столько голов Куда она вообще Пошла Ну стой Ну серьёзно Странно Как-то Этот случай Не последний В любом случае Капитан Счастлива Она говорит Что эту башку Вот знаете ли Было бы неплохо Отвести в столицу За такое Сам герцог Может наградить А так как Борол гидру Фактически Ты То пошли вместе Девушка Это честная Но честолюбивая Тоже ищет славы Это тот редкий случай Когда игра Раскрывает персонажа Хоть как-то И даёт нам понять Что перед нами За человек Я немного ещё Потаскался по окрестностям Пофармил травки Посражался с гоблинами Купил парочку заклинаний И почапал за повозкой Миссия С транспортировкой головы Ну я даже не знаю Миссия шла В течение игровых суток То есть Вышли мы засветло И пришли засветло А сутки в игре Сменяются не быстро Что происходило В это время Мы просто Охраняли повозку В составе Капитан Несколько стражников Плюс мы вчетвером То есть Целой толпой Везли мы её Через ущелье Где на нас нападали Гоблины Потом Гарпии Ну и в паре мест Волуны с горы катились Кстати Волуны тут Затея знаете ли Идиотская При обновлении локаций Обновляются И волуны И неважно С какой стороны Ты движешься Они всегда Покатятся Сами по себе Притом Никто их не толкает Там нет такого НПС Который бы это делал Просто скрип Странно Всё это Ну и вот Произошло ли Что-то необычное В этом приключении Нет Мы просто шли На нас просто Нападали враги Толпами До самой столицы Не пришёл Никакой мини-босс Тот же Циклоп Не приползла назад Гидра За словами Так я не поняла Не убили Картина стражников Одна лишь Неловкая катсцена Ба Ворота закрыты Дёрни за рычаг И ризан О нет За воротами Ещё гоблины К оружию И ризан И с одной стороны Получается миссия Динамичная Ты постоянно Отбиваешься От наседающих Вражеских отрядов Но с другой Интересная ли она Я бы сказал Что нет Хотя поначалу Всё же Боёвка в игре Интерес вызывает И за счёт этого Миссия как бы Выигрывает Но просто Новичок В догме Ещё не в курсе Что так выглядит Любой марш-бросок Из пункта А В пункт Йо Особенно ночью Когда ты просто Не успеваешь Передохнуть От вражеских орд И раньше или позже Ты от этого устаёшь Но Чего греха таить Миссия хоть В некотором смысле Была вялотекущей Мне понравилась И вот мы Прибыли в столицу Капитан присла Башко кому надо Куда надо А нам пока Предложили осмотреться Первым делом Первым делом Первым делом А потом уже Потом уже Потом Да Сказали мол Было бы неплохо тебе Сперва узнать О пешках Раз уж ты взялся Ими командовать Да Иди и разузнай Пойми там Что к чему И действительно Игра как-то Не особо охотно Делится информацией А гильдия пешек Кстати удивительно Что она существует Здесь во все времена Даже когда Командовать ими некому Так вот Она буквально За углом И я думаю Что будет уместно Таки уже рассказать О механике пешек Поподробнее Что вообще За существа Такие пешки Староста в деревне Скажет нам Что это Этакие Мирмидоны Слуги Такая идея Человека Оболочка Но не пустая Как в мире темных душ А заполненная Но не до конца Пешкам не хватает Побуждающей искры Свободы воли В них нет того Что заставляет Их действовать И принимать решения И потому И потому И потому Они существуют Довольно Уныло Топчать Своей гильдии В столице Гранд Сорен Но все Меняется Когда появляется Воскресший Своей внутренней силой Он призывает Легион Пешек на помощь И те с радостью Подчиняются Если объект Докажет свою силу Что и произошло С нашим персонажем Пешки имеют Метку на правой руке Которую демонстрирует Воскресшему При встрече Фактически Пешки Это безропотные Рабы По идее Ты можешь их бить Использовать Как рабов На плантации Или в постели И они не будут Жаловаться Но у нашего Протагониста Немножечко Другие цели Так что Никаких тебе Рабов Или постельных Утек Ну почти Только батл Только хардкор И это Натурально хардкор Несмотря на то Что на верность Нам присягнул Легион Пешек Выбирай любую Тем не менее Игрой нам разрешается Ввести с собой Не более трех Пешек Одну Личную Нам дадут Кастомизировать После битвы С циклопом Разницы В кастомизации Нашего персонажа И пешки Нет Просто мы Не будем Управлять Ей непосредственно Помимо личной Пешки Мы можем взять Еще двух Случайных В общем-то Я довольно быстро Понял Да и игровые Подсказки Об этом Говорят на каждом Углу Что правильный Состав группы Пешек Залог Успешного Похода на дело Наш персонаж Учитывая Количество и сил Врагов Не может быть И швец И жнец И хвосты Хотя Возможно Какие-нибудь Хардкорщики Проходят игру Соло Прыгая на копчике Но это Отдельные Извращенцы Нанять пешку Проще Простого Подходишь К ней Говоришь Пошли И она идет Вот это я понимаю Услужливость Также в диалоге Можно посмотреть Ее данные Класс Уровень Первичный Вторичный И прочие Навыки А также Снаряжение Уровень Осведомленности И прочее Ну а далее Думай Нужна тебе Такая пешка Или не нужна Если нужна Нанимаешь Все эти данные Чрезвычайно важны Принайме Ведь мякотка Как раз таки в том Что пешки Статичны И они не развиваются Ну кроме твоей личной Та получает опыт От тебя Снаряжение Новые навыки И даже может Менять классы Но вот другие пешки Какими пришли Такими и уйдут И очень скоро Твои первые пешки Быстро отстанут В уровне и снаряжении Так что Хочешь не хочешь А менять пешек Придется как перчатки Хотя встречаются Хорошо сбалансированные пешки Которые могут Довольно долго Приносить пользу Пока ты не решишь Их всех заменить Или пока Они не помрут Гибель пешки Вещь не очень приятная Не всегда под рукой Будет другая Для замены Особенно ночью В принципе Погибшая пешка Уходит в небытие И найти именно ее Будет уже проблематично Хотя их можно Добавлять в избранное Но как правило Берут новых Потому что Выбор всегда огромен Хуже если погибнет Основная пешка Пока она мертва Ты не можешь брать Новых второстепенных Ты сперва должен Вернуть основную А сделать это Можно только У рунного камня Последних Весьма мало По миру Они либо в городах Либо в редких Лагерях У входов В особо упоротые Локации Вроде катакомб Но по большому счету Тебе придется Чесать за ней Именно в город И все-таки У второстепенных Пешек Есть преимущество Над основной Я сперва Даже не был уверен Правильно ли я понял Но как выяснилось Да Правильно В то время Как основная Пешка растет С тобой Примерно Вровень По уровню Второстепенных Пешек Можно брать Любого уровня Ну До определенной Там границы Брать Отстающих Смысла нет Ровесники Даются тебе Бесплатно Но речь же В первую очередь Именно о старших На самом деле Тебе ничто Не мешает На пятнадцатом Уровне Взять Например Пешку Пятьдесят восьмого Я так понял Что разброс Уровней Здесь велик И сотня Не предел Правда За такую Крепкую Пешку Уже придется Отвалить Особой валюты Которая Время от времени Валится Помало Из врагов Либо дается За выполнение Квеста Но Плата там Не такая уж Большая А вот Пешка И правда Будет хороша С ростом Уровне Растут И хитпойнты И очки Выносливости Появляются Более крутые Навыки В теории Одна такая Пешка Может тащить Катку Курить Папирос Решать вопросы Сам Я правда Не пробовал Посчитал Что и так Справлюсь И знаете Справился Но в теории Если совсем Будет жопа Она будет Ну Временами Будет Как минимум Да Всегда Можно попросить Старшего товарища О помощи Немаловажным Фактором Силы такой Пешки Будет ее Снаряжение Дело в том Что старшие Пешки Это прерогатива Сетевого режима О да Он тут есть И он очень Даже неплох Хоть и не без Огрехов По умолчанию Он в настройках Почему-то Был выключен Стоит его Активировать Как тут и там Начнут появляться Пешки с Латинскими Именами Да Это Личные пешки Других игроков Я понял Эту систему Так Пока До Вакин Путешествует Кто-то из Параллельного Мира То бишь Ты друг мой Можешь призвать Например Мою пешку А во время отдыха Пешка Синхронизируется То есть Она например Получает опыт За задание Выполненное С другим Хозяином Кроме того Он может ей Подарить что-нибудь И оставить отзыв Как и мы Можем оценить Чужую пешку По разным критериям И впарить ей Подарок Который Получит ее хозяин После сна В таверне Как раз и Произойдет Эта самая Синхронизация И она Весьма долгая Секунд Где-то ну Двадцать Притом Она блокирует Все действия Что конечно же Совсем неудобно И раздражает Особенно если Ты решил пропустить Несколько дней подряд Знаю о чем Вы подумали Прям по глазам Вот вижу Эх Сейчас как я Призову пешку Да И раздену ее Все ее крутые шмотки Заберу Хрен Вам всем Разработчики Это предусмотрели Все что вы снимете С пешки Уходит назад Ее хозяину Так что Арбуз механик Здесь не прокатит Все вещи Попавшие в инвентарь Временной пешки Время похода В твоей компании Возвращаются тебе В случае ее смерти Переодеть Временную пешку Мы можем Но то что мы на нее Наденем Фактически пропадет Из нашего мира И уйдет Либо ее хозяину Либо просто Исчезнет Если пешка Нечейная Где же найти Таких славных пешек Спросите вы Ну на самом деле Чуть ли не половина Населения игрового мира Это пешки Вот так вот В города Извините просто В городе В одном единственном Городе в игре Пешки ходят В большом количестве По улице Рядом с городом По дорогам Они наравне с крестьянами И солдатами Шастуют Тудом-судом Ну и также Иногда их можно Встретить Идущих вдоль дороги Где-нибудь В жопе мира Правда Не в случайных местах А в строго Конкретных областях Что с одной стороны Упрощает поиск С другой Не оставляет Возможности Для случайных встреч При включенном Онлайн режиме Если видите Значок синхронизации Онлайна В правом верхнем углу Значит где-то рядом Заспаунились пешки Можете Расслабить булки Хотя не рекомендую Игра этого Очень не любит Она тщательно Следит за вашими булками Но конечно же Намного удобнее Нанимать их В Нексусе Я его так Условно называю На самом деле Это такое Измерение пешек Разлом между мирами В котором они существуют И путешествуют Между Собственно говоря Мирами К слову Подобное путешествие Намекает на мультивселенную Как бы то ни было Прикоснувшись к камню Мы Возродим личную пешку Если она погибла Либо попадем в этот самый Нексус Где можем выбрать Двух пешек О чем нам Не поленится Напомнить подсказка Притом Она будет напоминать нам Об этом Всегда Если у тебя нет С собой двух пешек Задолбало уже Подсказки здесь Очень достовучие В общем Здесь есть меню Поиска пешек С фильтрацией по классам Топ пешек Типа там Пешки месяца Знаете как вот Работник месяца С портретами Да Здесь без портретов Но примерно то же самое Пешки друзей Кстати можете призвать Мою Элони Если хотите Она хороша Здесь также есть Просмотр параметров Пешки Сделан он намного Удобнее чем в реальном Мире Можно просто подойти К ней поближе И нажимая на бампера Листать параметры Не выходя из диалога Бампера на геймпаде Гусары молчать Хотя если честно Могли бы инфолист Сделать поудобнее Впрочем и так неплохо Собственно Мы можем за раз Вызвать до пяти Чужих пешек Со словами А можно всех посмотреть И выбрать нужную Не понравились Пожалуйста Призвали новых Пешки они вообще Такие знаете ли Безропотные За спрос Денег не берут А за найм тоже Только если пешка Не старше по уровню Там уже идет Либо множитель Либо фиксированная плата Я не знаю Кстати Компьютерные пешки Уровня выше твоего Скажут что Они не готовы Заключить с тобой соглашение Расстаться с пешкой Тоже можно Легко и непринужденно Просто говоришь Слушай Дело не в тебе Дело во мне Нам пора расстаться Она говорит Окей И уходит Все Кроме того Напомню Пешку можно добавить В избранное Да и в целом Тебя никто не заставляет Избавляться от одной пешки Нанимать другую Даже в случае гибели Избранную пешку Можно вернуть Да Она не растет в уровне То есть навыки Здоровье И выносливость Останутся на том же уровне Но В зависимости От задачи пешки Это может быть Не критично Например Со мной долго ходила Тактическая пешка Она в основном Лечила и использовала Заклинания удержания Врага Которые на любом уровне Хорошо в команде Если конечно Его кастуешь не ты Потому что Иначе ты просто Не можешь двигаться Эхе-хей Да Звучит круто Согласитесь После Дарка Это вторая Известная мне игра Где придумали Крутую онлайн фишку Она реально работает Как по мне Идея На грани гениальности Увы Так ты считаешь Только в перерывах От игры Абстрагировавшись От других геймплейных Механик Все восхищение Системы пешек Улетучивается Как похмелье С прихоном рассола Когда ты сталкиваешься С ними на деле Не конечно Можно сказать Что это я Такой дурак И размечтался о том Что например Пока пешки Прикрывают тебя С щитами Отвлекают на себя врага Ты делаешь Свои грязные дела За экспинами Ишь чо удумал Да Я уверен Все так и планировалось Вообще изначально И ждать подобного Как бы логично Зачем еще нужны Напарники И командная работа Но к сожалению Искусственный интеллект А точнее Его поведение В социуме И ориентации В мире И вообще В принципе Все что с ним связано Сделаны тоже Через гузна Не только он Но с него начну Не буду интригу наводить Так вот Про все эти мечты О прикрытии И прочем Забудьте Ай ерунда Пешкам на тебя Плевать Ну то есть совсем Ну справедливость ради Уточню все таки Не пешкам конкретно А вообще всем Повторюсь Это проблема Общего поведения персонажей Но мы сейчас О пешках Они видите ли Не реагируют на врага Они вполне могут Не атаковать его Долгое время Даже когда Атакуют их Могут провоцировать На себя атаку Не защищаясь И они вообще Не спешат Тебя прикрывать Ты всегда должен Быть начеку Потому что в каком-нибудь Темном лесу Ночью на тебя Со спины Могут напасть Какие-нибудь волки И никто Тебя даже Не предупредит Об этом За тобой Как бы Три человека Таскаются Но всем пофиг Но волки Это ладно Хотя подождите Что значит ладно Одна из заявленных Фишек Командная работа Подчеркиваю Работа А тут я как погляжу Вообще никто не работает Союзники здесь Максимально тупые Тупейшие За всю историю Компьютерных игр Это боль Моя дырка задница Говоришь им Ко мне Убегают вперед От тебя Стой на месте Сука Нет Бегут к врагу Окей Раз уж добежали Бейте Нет Подбегут Постоят И убегают Обратно к тебе В это время Их бьют Да что там Их тебя Тоже бьют Как же это Невероятно бесит Ты никогда Не чувствуешь себя Защищенным Ты не чувствуешь себя Ты не чувствуешь Дружеского плеча Тебе грустно Тебя толпой Ебут Всем пофиг Грифон Тебя пиздит Плевать Они в это время Собирают Орехи Орехи Сука В общем-то Заметно Это не только На всяких Волках Бандитах И прочих Рядовых Врагах Которые Прут тут Толпами Вот есть Например Такая мелкая Шалупонь Крысы Паучки Летучие мыши Стайками Ходят по пещерам Слабенькие Но могут Например Отравить Что уже Чревато Реагируют Ли хоть Как-то Твои друзья На них О Размечтались Ты один Как умалишенный Машешь Клинками Отбивайся От наседающих Гадов А эти Остолопы Проснутся Только если Их лично За жопу Ужалят Какое уж тут Тактическое Блин Продвижение В рот Мне ногу Но особенно Это заметно На крупных Врагах Когда кто В лес Кто под рова Про Грифона Я уже сказал Как вам Например Ситуация Когда союзник Решил меня Вылечить Но при том Подумал Что отойти Из прямого Огня Баллиста Сука Это не путь Жедая В таком случае Они конечно же Быстро дохнут Благо Смерть пешки Не мгновенно Разве что Она улетит В какую нибудь Пропасть Где ее Просто не достать А так Она какое то время Валяется И ее нужно Поднять С половины здоровья Индикации умирания При этом Пешки нет Что конечно Не добавляет Удобства В этот балаган Вот этот Цирк уродов Напомню Присягнул тебе На верность Они по факту Твои хранители И мне всю дорогу Хотелось задать вопрос Вы хранители Или нацерана Какой от вас Вообще Прок здесь А Но умирает При этом пешки Не так уж часто Сильно режет тебя Потому что Да Основная атака Идет Именно на тебя И лишенные прикрытия Ты просто Ахтунг Агребахтунг Особенно Если ты маг Остальным Тоже достается Стрелки И прочие Рукопашники Набегаются До семи потов Ведь сражаются Они фактически Одни И вот вопрос А почему же Пешки При всем Притом редко умирают Только потому Что все внимание Врага идет на тебя Нет Это не так Не все внимание Основное да Но не все Они умирают Они часто потому Что враги здесь Тоже под управлением Того же искусственного Идиота Который контролирует Пешек Пешки Сами по себе Интересная задумка И все Описанные фортеля Это здесь В принципе Персонажи Себя так ведут Включая врагов Те тоже Тупят Просто вот Не знаю Не по детски Могут подолгу Не нападать Получая от тебя Пиздов Ну вот все В таком духе Ладушки Ну может быть Команды Спасут положение Ты же должен командовать Пешками Да На стрелке Мы можем Отдавать команды Ну во первых Они Их просто не слушаются Понимаете Да Точнее ладно Давайте так Слушаются Но как умеют Умеют плохо Есть команда Ко мне К собакам Да Которая по идее Должна призвать Всех пешек К себе Вперед Что равносильно В атаку Единственное Рабочее Хотя бы через раз И на помощь Здесь тебя Пешки пытаются Усердно лечить И освободить Из захвата Если ты в таковой Попал Стоя под баллистой Чувство Самосохранения Ноль Вы можете Сказать Ну погоди А какая четвертая Команда Стрелочки же Четыре А нет четвертой Команды Ко мне Дублируется Нет команды Обыскать местность Ведь это действие Пешки делают Очень вялой С огромным Опозданием Что сводит к нулю Не только их роль Бойцов Но и роль Помощников Нет команды Стоять Не атаковать И не выебываться Хотя она бы Очень пригодилась Нет команды Начать дальнюю Атаку Хотя сам ты На это способен Я надеюсь Нет таких Толстолобиков Которые возьмутся Сейчас оправдывать Дегенеративный Искусственный интеллект Пешек И хлоровой сущностью Нахер тогда Вообще Нужны такие защитники Если от них Вреда чуть ли не больше Чем пользы На марше Все то же самое Гербарий Повторюсь Тебе собирают Вяло И неохотно Как получится На отвали Легко падают С крыш С других верхотур Разбиваются Не способны Занять выгодную позицию Для атаки Не говоря уже о том Чтобы просто Например Залезть на камень Вне зоны доступа Тех же условных волков Легко лезут в ловушки Активируют растяжки Ныряют в ядовитые болота Прогулочной походкой Так знаете Идут себе спокойно Как будто Не знаю В булочную Решили прогуляться И тут хопа Ой я умираю Я отравлен Иризон Спаси меня Что же делать Ну может Не идти по яду Например Как вам такое Нет В помещениях Ведут себя нелепо Без конца Скачать через столы Словно горные козлы В то время как Их просто Вот можно обойти Спокойно Выглядит знаете Бредово Ну и конечно Они путаются под ногами Постоянно мельтешат Перед прицелом Ходят туда-сюда Прям перед тобой Это не только Мешает в бою Особенно лучнику Но и не дает Насладиться видами Они же ведь Не встанут поодаль Не Они будут туда-сюда Гулять Прям перед твоим носом Спасибо Хоть не сталкиваю Тебя с обрыва Время от времени Пешки способны Выдавать тактические Кульбиты Например Есть у них Такой вкачиваемый Навык Подкидывания Тебя на врага Работает Но чаще Это просто захват Притом Камера наезжает На пешку С замедлением И тоорет Начальник Я его повалил Лупи гада И это Очень неплохой прием Но никогда За бой Каждая пешка По пять раз Кого-то хватает К счастью В настройках Эту опцию Можно найти Под пафосным названием Кинематографическая камера И отключить Бой сразу станет Гораздо более динамичным А процесс Мене рваным Нихрена себе Удобно Когда в пати Есть баффер-хиллер Вообще Без лекаря Лучше не выходить Беда в том Что хил тебя Часто слепит Ну то ладно А вот то Что например В игре нет Сама бафа То есть Ты не можешь Усилить сам себя Тебя может усилить Только союзник Это уже Знаете ли Хреново Баф Вещь вообще Очень полезная В этой игре Почему бы не сделать Команду Баф Не меня Плис Как говорят в ММО Прист Хил Ёпта Действительно Почему бы не сделать Не знаю Её нет Дело в том Что бафы здесь Реально спасают Но их ведь не допросишься А массовых бафов Нет Пока пешка решит Бафнуть Именно главного По бане Тебе оно может Уже не нужно будет В игре есть Стул склонности С пиками Или с чем-то другим Не знаю Но сев на него Можно настроить Поведение пешки В теории На практике Это три настройки Из разряда Кого первым валить В целом Функция полностью Бесполезна Кстати Помимо кинематографической Камеры Иначе как лично Зак Снайдер Её программировал Спустя полтора десятка Часов игры Я отключил И субтитры пешек А дальше Ещё и озвучку Потому что Болтают эти создания Не умолкая У них же есть Ещё одна фишка Осведомлённость Притом видно Что фишку Эту пытались Проработать В статистике пешки Есть данные Про осведомлённость О каждом квесте В игре Что это значит По идее Ты берёшь квест И пешка Может сказать Например О, а не думаешь ли ты Что искать х Лучше в локации у На деле Такие советы Очень редко Будут по делу Да Вначале Они делают Интересные заметки Из разряда Вот это вот растение Эризона Собирается только ночью Но чаще Они будут говорить Что-то вроде Не знаю Не наводящие на информацию Типа Ох работёнка Нам предстоит Или вовсе Блин А что же нам Такое придумать Действительно Это вы меня Спрашиваете Иногда попадаются Заковыристые квесты По поиску Определённого места Или предмета В локации И осведомлённая пешка Скажет Хозяин Комцу мир Я провожу Правда Загвоздка В том Что она может Сказать Это в разгар боя Фактически Покинув сражение И никак Вообще Не реагируя На команды Пока ты Не перезайдёшь Или таки Не пойдёшь За ней Осведомлённость Так же касается И врагов Только вот в чём она проявляется Кроме бесконечных Зацикленных криков О том что Они боятся огня Эризен Я так и не понял В бою Тактические пешки Действуют Всегда одинаково А кто чего там боится В игре Почти не важно Тут одно правило Любой враг Боится пиздюлей Но так или иначе Выучить уязвимости Не тяжело самому А огонь Вообще часто универсален Его боятся Почти все Ну и помимо этого Пешки Не затыкаясь Болтают по поводу и без Эризен Это большое дерево Около него есть важное растение Эризен Тут можно быть засада А метров через 10 Эризен Тут хорошее место Засада не будет Зуб даю Эризен Темнеет Приготовь лампу Эризен Тут воняет врагом Эризен Смотри лестница Эризен Гляди Там замок Эризен 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 Да задолбали его Сука Это может быть полезно Первый раз Триста Но фразы эти Дублируются И пешки Вообще Не затыкаются Никогда Они Не затыкаются В бою Не затыкаются На марше Они молчат Только в городе Они постоянно Болтают Одновременно С другими персонажами Отчего их Вообще Трудно понять И в голове Начинает кипеть Бульон На дрожжах И скоро Бахнет Умоляю Если будете Играть Не мучайте себя Отключите их Болтовню Или хотя бы Субтитры Ведь иначе Вся левая часть Будет забита Их бесконечными Комментариями Которые еще и Дублируются в журнал Зачем-то А фразы НПС Которые могут По идее Навести на квест Или указать Например В какую сторону Идти за грифоном Да Зачем Нам же очень важно Знать что Эй Эризон На грибочек Не наступи Блять Кстати По поводу грибочков Казалось бы Ну может от них Хотя бы польза Будет на фарме В игре Реализована Система нагруженности Похожая на таковую В Димон Соус Но как ни странно Менее раздражающая Увы Но и здесь Пешки Не будут спешить На помощь Да Они будут повторять Действия за игроком Скажем Ломать бочки Или забирать что-то Но Сами они Инициативу Проявляют довольно редко Особенно на сбор К тому же В игре часто Встречаются Точки сбора Которые нужно Обыскивать По нескольку раз И даже если Повинуясь наитию Все пешки Пойдут копаться В куче То за один Такой условный тик Они вынут Одну вещь Не каждый А вообще Вот вся эта компашка Хотя казалось бы Вас трое Каждый вытащил По одной вещи И истощил жилу Но нет Собираешь все Только ты один В 98% случаев Где 1% Приходится На пешек И еще один На все что угодно Включая Армагеддон Тут бы очень пригодилась Команда на фарм Скомандовал И пешки Обыскали район Ну как бы Типа По лору Мы пешки Мы безвольные Ну-ка быстро собирать Да начальник И собрали Ну класс же нет Есть такой мод На скайрим Кстати Но тут такой команды Увы нет Вы уже заметили Здесь вообще беда С командами Найденное дерьмо Пешки могут использовать По усмотрению Зелиями будут Пользоваться Но отдавать им Все сразу глупо Выдуют И поминая Как звали Как видите Отличная В общем-то Задумка С пешками Гробится Кривейшей Ее реализацией Я представляю Что было бы В виде разработчики Френдли Фаер Что Настолько все плохо Спросите вы Ооо Вы еще спрашиваете Да Именно настолько Не Пешки неплохо Выполняют роль Пушечного мяса Поддержат тебя Когда ты выдохся Что мило И даже полезно Порой подскажут Что к чему И нет-нет Что ж там Вытащат твою жопу Из беды Но В основном Никакой тактики Или реальной помощи Не может идти и речи Что взять С этих шахматных фигур Обидно Обычно В играх С открытым миром А догма Именно подобным образом И позиционировалась Я стараюсь Не бежать По главному квесту А сперва Просто погулять По миру И полюбоваться Его красотами Повполнять побочные квесты Покачаться Пофармить Пощупать И грузовыми Сделал я это И в догме И честно говоря Проблемы возникли По каждому пункту Без исключения И с путешествиями И с красотами И с боевкой Даже вот взять Столицу Гранд Сорен Я уже привык Что в играх Особенно старых Города выглядят Не очень крупными Но это ладно И не густонаселенными Тоже ладно Честно говоря Но по ощущениям Пешек в городе Больше чем Обычных гражданских Беда местных городов В отсутствии Имитации жизни Со слезами на глазах Вспоминаю Райзен Где даже Болотная Блин деревня Будто бы жила Персонажи что-то делали Ходили Разговаривали Друг с другом И сами с собой Ночью спали Днем работали Райзен Потому что Готику я Почти не помню Но помню Что живее Готики Игры просто не существует В этом ключе Заметьте Готиком Сто лет в обед Даже третий Она старше Догмы На шесть лет Из того что я Именно хорошо помню В 2007 году Вышел первый Ведьмак И там Столица Тимерии В Изима Была мало того Что достаточно крупной Так еще и живой Игра Старше Догмы На пять лет Скайрим Ровесник Догмы Уж сколько Получил справедливых Упреков Своей куцей Симуляции жизни Но даже там Атмосфера живее Чем в Догме Знаете Жизнь в Догме Напоминает Жизнь в Баннерлорде Даже не так Просто В первом Молтенблейд Который Варбенд Перед тобой Красивый Средневековый Городишко Не шикарный Самый обычный Город-крепость Как и положено Чистый медивилл Без примесей Хоть мы и в фэнтези По городу ходят Молчаливые граждане Буквально в паре мест Стоят Говорящие НПС Глашатай И еще кто-то там Что-то их говорит Лавки работают Круглосуточно Торговцы Даже в апокалипсис Не покидает их Потому что нельзя Вдруг бегущий Мимо воскресшей Захочет отовариться А? И спасибо им за это Ведь больше В Догме торговцев нет Ну вру Есть Но их ассортимент Буквально мусорный Нормальный торговец Недорогущими Как ёб твою мать Артефактами Только в столице Их точнее два Один снаряга И другой расходниками Ну и еще есть там Третий один лысый Он камни продает Телепортацию Но это так Вообще Факультативно Да Я ведь ошибся Сказав что Вялые имитации жизни Точнее Имитация имитации жизни Это проблема Городов Игры Я поправлюсь Это проблема Города Одного Да Я не плавал На остров Дилуси Я вас сразу разочарую Может быть там тоже Есть город Я не знаю Но в оригинальной игре Есть город Гранд Сорен Могли бы Не говорить Что он столица Ведь других городов Здесь просто нет Есть деревня Касардис И все Есть пара крепостей Но там не живут гражданские И нет интендантов Почти нигде Я вас задолбал В прошлые разы Сравнением с Дарк Соулс Да с Абнафтикой Теперь я буду сравнивать Игру давайте Например с Демоникой Вот была одна такая Старая игрушка Так вот Там уж не в социум Цветная палитра А также дешевизна Происходящего Очень напоминает Происходящее в догме Точнее наоборот Ибо Демоника Вы не поверите Тоже за двадцатку перевалила Какой-то даже Условной имитации Бурной деятельности Не происходит Никто не машет вилами Лопатами Не метет улицы Только топчет их В пустых Всегда в пустых Церквях Никогда не проходит Богослужений И сквозь лавки Еще можно проходить Тойфельшверк Взаимодействия С гражданским населением У протагониста Так же никакого нет Ну почти Спрашивать их О чем-то бесполезно От них ты услышишь Одни и те же фразы Одной строкой И это обыденность Для игр в общем-то Но на фоне остального Выглядит уныло Но все же Наткнувшись на человека Ты заставишь его Уронить носимый им скарб Вот скажем Прет он в руках горшок Ты его толкнул Горошок копал Капут горшку Но не переживайте Всем все еще пофиг Кстати и эта условность Встречается в играх нередко В том же Ассасинскрит Кто-нибудь кстати Осмелится всерьез Сказать что имитация Жизни Рима Была фиговой Есть такие смельчаки? Есть! Я вот например Про Ассасинскрит Хочу сказать Что между прочим Там основа... Нету? Вот и ладушки Удивительная такая пассивность На фоне мнений игры О самой себе О как завернул Да? Это я называю Лингвистической садомией Короче Сама игра В подсказках Говорит тебе Что если вы будете Свершать то Что людям не нравится Их отношение К вам ухудшится А чтобы оно улучшилось Наоборот Вы можете дарить им подарки И действительно На некоторых предметах Написано Нравится такому-то И хоть убейте Нашлите на меня Семь казней Египетских Согласно инструкции Но я в душе Не ебу На что это влияет И главное Что это за действия Такие Которые могут Им не понравиться Кроме непосредственно Пиздюливания К примеру Ты можешь вломиться В чужой дом Шуровать там Как у себя Спереть все Что к столу Не приколочено Тебе никто и слова не скажет И не выскажет Никакого отношения к тебе Возможно У гостиницменов От улучшения отношений Будет меняться Цена ночевки Но извините 500 рублей за ночь Это вообще не деньги Учитывая как они добываются И еще одна Мусорная механика Которая игра тебе Тем не менее Настойчиво напоминает При случае Ищи то Вот вообще беда С Достоевским В игре спросите вы Что вы за моду взяли Перебивать Я как раз собирался Об этом сказать Нет Преступление и наказание Присутствует Нелепое разумеется К примеру Ты можешь кастовать Армагеддон Прямо на улице Всем насрать Но однажды Я попал Стрелой При тестировании Скилла В башку Какому-то чухану Он сделал сальто Мортале Но почему-то Не стал чуханом Демуэрте А встал И побежал Со стрелой в голове Тут же прибежал Стражник Ах ты твар Никто не смеет Нарушать закон В мою смену Или ты с другой игры Короче Отправили меня За решетку Забрали все Ну Кроме универсального Ключа Открывающего Такие вот решетки То есть Как бы Выходи наружу Всем пофиг Я сперва старался Ныкаться от стражника Но оказалось Это не нужно Стражник ухмыляясь Говорит Пять тыж Я тебя отпускаю А собственно Главное Эта дверь закрыта И все Плати Ну заплатил Второй раз Я на шконку присел Когда нечаянно Ночью В крыло замка зашел Я даже не понял Что произошло Потом я еще Два раза Трахнул герцогиню И один раз Обнес казну И каждый раз Входил в хату с ноги Ты знаешь что я Я вор Эти и другие Приключения На канале Либрариум Вообще По меркам игры Это не весть Какая соцмеханика Я вам скажу Кстати Разбавить этот Унылый компот Могла бы Красивая музыка И музыка В игре Действительно Красивая Боевые треки Помесь медивила И металла С налетом Японщины Мне большинство Из них Что называется Зашло Касаемо Мирных мелодий Центральная Вокал тема Мне не очень Понравилась Но в остальном Она Да и другие Спокойные мелодии Очень красивые А к концу игры Мелодии так и вовсе Нагоняют Страх Уныние В плане создания Атмосферы Тлен И в общем Вот это все Как я обожаю По гнетучности Местная музыка Легко превосходит Дарк Соус Хотя Казалось бы Беда тут в том Что если бы музыка Звучала нонстопом То было бы Интереснее Тут же оркестр Будто бы спит Где-то в кустах Изредка просыпаясь Вне боев Чтобы что-нибудь Такое сбацать И снова погрузиться В сон Чем вызвано Подобное решение Хрен знает Это как вы понимаете Тоже не добавляет Атмосфере живости Но то город Что там за Чистоколом Там все еще хуже Максимум Что ты увидишь Прям пик Соцмеханик Это гуляющие По дорогам Гражданские Или военные Так сказать Комбатанты Да В относительной Близости городов Но не в глухомане И пешки Также дают Иногда понять Что это не Морувинд В плохом смысле Этого слова Где все стоят И нихера не делают Никуда вообще не ходят Уныло себя ведут Однако Угадайте что Что Кто сказал всем насрать Два шнапса Этого господину Да Представьте ситуацию Враг ходит Чуть подаль Кругами Вокруг меня Не реагируя На мои атаки И вдруг Начинает на них Реагировать Атакует в ответ Союзники в это время Бегают кругами Вокруг меня Не нападают Не защищают Просто бегают Итак Треть боя В то же время Мимо идут прохожие И вообще никак Не реагируют На происходящее Вообще никак Подумаешь Смертоубийства Рядом творятся Не убегают В страхе Не произносят фраз Просто Идут по своим делам То же самое С не твоими Пешками А также стражниками Хотя казалось бы Ну блин Вы патрулировать дороги Должны Вы чем тут вообще занимаетесь Вам за что платят Скажите мне Реагировать Они начнут Только если Конкретно Их начнут Бить Да и то Не всегда Если честно Иногда Они и такое отношение Стерпят И бровью не поведут И подобные ситуации Они Мягко говоря Не то что Нередки Они являются Здесь Обыденностью Я глазам Поверить не мог Когда лицезрел Все это Тупее Искусственного интеллекта В современных играх Я еще не видел А извините Все что старше Десятого года Это современные игры Состоявшиеся уже геймплейной И движково-графической базой Ну Лично я легко бы такое простил Если бы это было Единственной критической Недоработкой И Если бы это была игра Вроде той же Демоники От малоизвестной Небогатой Не очень опытной студии Но нет капкейков же Ей богу Мир догмы Сер и уныл Не только в плане цветов До них еще дойдем Но и по наполнению К примеру В момент транспортировки Головы Гидры Можем наткнуться На хижину в горах Она просто стоит В ней ничего нет В ней нет квестов Нет интересных диалогов С НПС Вообще ничего нет Порой Целые бастионы Существуют ради Одного Единственного Унылого квеста Подай принести Пошел нахер Да и сам мир Честно говоря Под стать Демонике Мал и беден С Демоникой Вот ее нужно сравнивать А не со Скайримом Блин вы серьезно? Иллюзию большого мира Кое-как поддерживают Постоянные стычки с врагами И ты натурально Пробираешься Из точки А в точку Б Через фронтир До обретения портала Разумеется Потом уже становится Проще и унылее Что до побочных квестов То тут все уже Не так однозначно Отвестно заявляю Подавляющее большинство квестов Как главных Так и побочных Интересны Честно говоря Я бы даже сказал Что некоторым играм У Догмы Получиться Нужно делать Любопытные побочки С поправкой На квадратно-деревянные Все Квесты здесь хороши Они делятся на Ведьмачи И не ведьмачи Ведьмачи квесты Стандартно Убей скажем там Семь троллей Где Да где хочешь Или вот в таком-то месте Двадцать волков Сорок гарпий Нередко еще там Оленей Кроликов будут заказывать Кроме того Вражеская засада Тварей на дороге Кой тут постоянный Тоже сочтется за квест И не сильно Но вознаградится Увы Они не так круто Вставлены Как в ведьмаке То есть Выслеживать тварей И собирать информацию Не надо Просто Пришел Увидел Получил по харе Ну или победил Если повезло Вообще Это не бог ведь что Но наряду с хорошей боевкой Выглядят такие квесты Привлекательно Плюс За них Очень хорошо платят Как деньгами Так и опытом Другого рода квесты Социальное С ними все получше Вот к примеру Сопроводи маленькую Знатную девочку По городу На прогулку И терпи ее Блатные истерики Сэр Принесите мне Попить воды В глиняном кувшине На тебе бутылку Нет я хочу В глиняном кувшине Или вот Как нам преподносят Камни воскрешения Сын умер Отец цеплялся Хотя бы за легенды Помоги найти осколки Или квест С заговором Когда нужно Расследовать Крушение повозки Или принести Травы травнице Чтобы сварить Особые пиво И принести Квестодателю Или спасти Ту самую травницу От разъяренной толпы Знаете Я ведь сейчас Перечислил Чуть ли не все Побочные квесты Имеющие конкретных Квестодателей Ну Половина Скажем так Да Беда в том Что их мало Еще есть квесты Сопровождение Персонаж С нулевым чувством Самосохранения Просит проводить его Из точки А В точку Б Вполне реально Но уныло Квесты Кстати берутся Либо на досках Либо у НПС Досок несколько И самое интересное На каждой доске Свои квесты То есть они везде разные Доски не дублируют Друг друга Очень интересное решение С НПС все хуже У них зеленый Значок над головой Если готовы дать Синий если готовы сдать Красный если расскажет Что-то по выбранному Квесту И желтый если не по выбранному Беда в том Что прорисовка НПС здесь Отвратительно недалекая И тебе приходится Натурально на брюхи Город проползать Чтобы собрать все квесты Которых и так-то Раздва я обчелся Тем не менее Эти немногочисленные квесты Действительно то Чем игра может увлечь Помимо Обычных путешествий Но о них позже Правда У меня с квестами Этими возникли Неожиданные проблемы Касаемо моей загвоздки Я от широты души Не стал записывать Его в минус игре И записал Своей невнимательностью Но все же Я был бы рад Если бы главные квесты Обозначались Каким-нибудь значком Например Да Вот откуда я знал Что посетить Эверфол Подземелья Под гильдией пешек Это основное задание Ничто на это Не намекает вроде бы Ну да ладно Я пошел туда Там обычная нежить С которой команда Хода бедно Справлялась Но потом У меня встретил тролля И он стал серьезной преградой А игра в подсказке Прямо говорит Если чувствуете Что квест сложный Не стесняйтесь Вернуться позже Что ж Звучит логично Я пошел в город И понабрал побочек Познакомился с торговцами И управителем гостиницы Кстати Удивительно Но похоже Игра не умеет Определять пол персонажа Либо японцам вообще На это плевать Такие-то они толерантные Или не знаю Они там все бисексуалы Что ли Или третий вариант Игра за женщину Здесь чисто косметика Потому что я вообще Не помню Чтоб меня называли Мэм Хоть раз Но вот сэром Пару раз точно Это не говоря уж О любовном квесте О нем позже Ну так вот Пошел я исследовать мир И зашел в какую-то шахту Около нее Шивается чел И говорит Эх блин Жопа Помоги исследовать Че там да как Ну окей Пошел исследовать шахту Гусары молчать Порубил в капусту Не без сложности Нескольких врагов Притом всю дорогу А это не только шахты Но и окрестности Я чувствовал все более Назревающую скуку Да Меня усыпляла Эта унылая боевка Как это Может кому-то нравится Я правда не понимал Что я делаю не так И Или что Делают другие Вот не знаю Чтобы увидеть в этом Вот пуске кода Что-то интересное На тот момент Я не встретил Ни одной нормально Работающей механики Которая не бесила бы До белого коленя К счастью Это исправилось Со временем И я начал Ощущать интерес К игре На 25-м часу игры На 25-м Сука Часу А теперь Под ваши аплодисменты Приз За самый высокий Порог вхождения Упархивает Из лап Hollow Knight С ее Жалкими Шестью часами И попадает В кривые руки Драгонс Догмы И боюсь Что навсегда Ибо Сука 25 часов Это Каким же Нужно быть Упоротым И любить Свою работу Ну и деньги Конечно Но вообще Скажу честно Без кривляний А точнее повторюсь Ибо я эту мысль Уже сегодня Высказывал Очень жаль Что кривое Исполнение игры Отвадило Я уверен в этом Немало таких же Для кого Погружение В подобное Это не работа Ведь потенциал У игры Очень высок И малые Гениальные моменты Вытягивают Этот парад Маразма На своем горбу Но тогда Мне лишь Предстояло Это узнать Итак Я вошел в шахту Угадайте Кого я там встретил Что за тварь У вас Одна попытка Что Тролль Не совсем Три Тролля Благо Не вместе Я не люблю Оставлять врагов За спиной И попробовал Его убить Вот Что-то пошло Не так Я колдовал Меня сбивали С ног Шикарным Борцовским Ударом Сраный Тролль Этот Мой ночной Кошмар На ближайшие Недели Он Выносил Меня С двух Ударов А я Напомню Прикрывать Тебя Здесь Никто Не спешит И ты Надеешься На рандом Притом Мой урон По врагам В принципе Был так Себе Не говоря Уж О тролле Это Здесь Считается Крупной Дичью Отдельная Каста Врагов Возможно Я Не понял Какую И этак Изгалялся Как мог И по ногам Стрелял И по рукам И по голове И по груди Не хочет Намирать И все Тут Хоть ты Тресни А вот Меня Выносит На ура Притом Часто Когда ему Остается Не так Уж Много ХП Десять Минут Жизни Впустую Опять Раз За разом И еще Он утаскивает Куда-то Моих Пешек И жрет Их Там Втихаря Восполняя По-моему Даже Здоровья Не Поведение Тролля Шикарное Бесспорно Но Как же Он Заебал Вы Меня Тогда Не видели И не Слышали Это Хорошо Я Такие Матюки В его Адрес Пускал Аж Цветы В доме Завяли Даже Кактусы В итоге Попробовал Просто Пробежать Его Благо Пещера Сквозная Вышел Далеко От города Даже Лагерь Нашел Единственный Походу На карте И Встретил Циклопа Представляете Как я Испугался Я Тролля Победить Не могу А тут Циклоп Вдвое Больше Ну и Что Что Я Прокачался Неплохо С тех Пор И Удивительно Но С горем Пополам Циклопа Я Одолел Стоило Мне Повернуть Голову Как Недалеко Я Увидел Химеру А Ночью Чуть Не Столкнулся Нос К носу С Драконом Сука Я Понял Тут Вообще Нужно Передвигаться Осторожно И желательно Днем Ну и Всякие Бандиты Там Еще Волки Притом Мимо Иногда Ходили Стражники Демонстрируя Мне Своё Полнейшее Безразличие И Слушая Мои Крики Боли Матюки Потому Что Тех Самых Волков И Бандитов А Также Рептилоидов Гарпий Их Было Очень Много Даже Амазонки Стену Огня Но Ненамного Ибо Кастуется Она Полчаса И Не Очень Удобно Вспоминается Стена Огня Из Драгон Эдж 3 Например Ну Там Это Сделано Гораздо Лучше Особенно Много Врагов Ночью Плюс Вообще Нихрена Не Видно Ты Буквально Стреляешь В темноту Наугад А Пешки Даже Не Предупредят Тебя Что Сзади По твою Жопу Уже Подкрался Очередной Мутант Не Оно Атмосферно Очень Но Быстро Надоедает На фоне Ощущения Бессилия Я уже И пешек Сменил И навыки Максимально Вкачал И пассивки И активки И посох Укрепил Но боевка Все равно Казалась Мне ебанутой И скучной Одновременно Я зевал Меня роняли Что еще хуже Я оказался В такой Знаете ли Троллей Ловушке Вот куда Б я не пошел По квесту Всюду Меня ждал Тролль Либо Что похуже В оверфолле Тролль В шахте Тролль Прям капкан На Иван Честное слово Плюс Очень часто Все эти бои Меня заставали Ночью И мне это тоже Очень надоело Ведь переждать ее Нет возможности Кроме как в лагере А лагерь один Ну Еще конечно же Есть лагерь Рядом с кассарнисом Но он У черта на рогах Относительно Того лагеря И вообще В итоге Я уже подумал Что спрошу У людей совета Как играть Если часов через пять Все останется Как прежде Я вспомнил Что трактирщик Предложил мне Сменить класс Окей Пойду сменю Ну Подкачаюсь Там не знаю Куплю снаряги Покрепче Но вот беда Ты Пойди сначала Вернись Либо ты Чапай вслепую По окрестностям Уворачиваясь От химер И прочих гидр В надежде Что дорога Выведет куда надо Карта же Не открыта Еще там Туман войны Либо Самый прямой путь Через шахту С троллями Снова попробовал Их победить Снова та же история Вы можете подумать Что между первой Схваткой с ними И последней Прошло мало времени Да нет Это около Десятка часов Игры Ну хорошо Часов пять Уж точно И пара десятков Уровней на секундочку А меня все еще Пиздят за милую душу Чуть не лопнув От натуги Заборол Одного из трех Троллей в шахте Вышел со стороны города А мне шахтера говорит А ты разведал Молодец А теперь Убей там всех троллей То есть еще двух Сука Ну окей Ща вернусь И всех убью И тебя заодно Дай только подкачаться Пришел в город Взял новый класс Чародей Вот Не Вы поймите Мне-то откуда было знать В описании сказано Маг способный Применять широкий спектр чар Включая смертоносные Стихийные Пошел еще покачаться Выучил спелы Некромантии В итоге Хер тебе там А не некромантия Просто летающие черепушки Хоть и дамажат хорошо Но кастуется реально Секунд 30 Тролль мне так и сказал Говно твоя магия И Вот Честно Я уже был готов сдаться И сделать недельный перерыв Потому что Если в такой Серой Унылой игре Еще и боевку Унылой Как Ёб твою мать То ебись оно Все конем Сказал я И Решив уйти Красиво Взял класс Лучника И вот С этого момента Ебись оно В три прогиба Тролль Это единственный Кто доставлял мне Хоть какие-то Серьезные Проблемы Из крупной дичи Все же Орды мелочи Все еще Бросали вызов Все остальные Начали Отлетать В мир иной Не сразу Но постепенно С ростом уровня Навыка Вот А потом я вдруг подумал Ха А мои-то Мои-то Погляди На Сыклопа Полезли Вон они уже Вот добивают А может и я так могу А то Играш мне не сказала Вот И сука Оказывается могу И файт С крупной дичью Из заебистой Хуйни Извините меня За мой французский В стиле Ой да ну нахер Превратилось В очень интересное Знаете ли Время провождения Если раньше Я бегал От химер То щас Я догонял их С криком Цеп 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 Голи Голи Дракона Разве что Побаивался Да и то Как оказалось Зря Ну и обычные Враги Тоже Отлетали Сильно охотнее После смены Класса И пещерных Троллей Очень быстро Не стало Игра засияла Новыми красками Под моим Матой Ведь Вишенка На торте Я буквально Наткнулся носом На портальный Камень И хоть их у меня Было Немного Но Это Мало того Что сделало Игру Интереснее И удобнее В общем Я очень Сдерживался Чтобы не заказать Разработчиков Темному братству Вы хотели Услышать о чем-то Хорошем в игре Давайте я расскажу Вам о хорошем О крутой Боевой системе И системе Классов В этот раз Я совмещу Все три дисциплины Ближний бой Стрельба И магия В одну главу Потому что В целом Нет нужды Расписывать все Подробно В принципе Основа всей Боевой системы Догмы Это два показателя Здоровье И выносливость Да Никакой маны Нет Все скиллы Кастуются За счет Выносливости Ее между тем Расходуют еще Бег Прыжки Лазание Стамина Менеджмент Залог успеха Иначе Выдохшийся Персонаж Будет секунд пять Стоять в позе Ебить меня семеро Пока сзади Вальяжно Подходит Какой-нибудь Сыклоп Я не шучу Ситуация Когда ваш Протагонист Приустанет Прям перед лапой Дракона Глыбой голема Или еще Какой-нибудь Запчастью Или конечностью Это такая же Обыденность Как плюющие На все происходящее Мимо идущие зеваки Эта механика Вас задолбает Но е-мое Я считаю Ее очень крутой Жаль Лишь нет Анимации Препадения К стене Или держания За нее рукой Например С отдышкой К слову На марше Но к сожалению Не в бою Пешки Увидев что Ты выдохся Поддержат тебя Фактически Быстро Перезарядив Твой откат Вот делали бы Ну а выносливость Это то Сколько ударов По шапке Ты выдержишь Прежде чем Отъедешь Все это Растет с уровнем Само Никакие очки Никуда вкладывать Не нужно Разве что Некоторые доспехи Дают бонусы И все Так вот Есть еще Характеристики Сила и магия Отвечающая за урон Тем или иным видом Атаки И растущая постепенно Также с уровнем И бонусами От шмоток В основном Бижутерии Но воюем мы Не показателями А скиллами Дело обстоит так У каждого класса Есть первичное И вторичное оружие Кроме волшебников У них только палка На х Слабый удар На у сильный Знакомая картина Если есть второстепенное Оружие А именно лук То задействуется бампер Обычная стрельба Из него не расходует Выносливости Как и оба этих удара Но сами по себе Без бафов Они довольно слабые Служат скорее Такой Передышкой Перед скиллом Но опять же Если ты под бафом То конечно Это не прям Какая-то вот серьезная Но что-то дозначащая сила А вот Если зажать бампера Мы можем использовать Шесть скиллов По три на бампер Это то Что в начале Нам описали Как спецприемы Спасибо Все сразу Стало понятно И вот уже Эти скиллы Тратят твою стамину И по идее Чем сильнее скилл Тем больше тратят Есть такие Что сожрут Твою полоску Почти полностью Поставив тебя В неприличную позу На несколько секунд Правда Тут нужно уточнить Не чем сильнее скилл А чем более сильным Он заявлен Тут уже начинается Классовая борьба О ней чуть позже Не менее важную роль Во всем этом Играет скорость скилла Например У рукопашников И пошарухников Они зачастую Кастуются Почти мгновенно Например Ососин Может сделать Вжик-вжик Глазом мордить не успеешь А зольдаты Потыкать палкой в небо И сбить пару гарпий Что до мага Ну тут все очень плохо 90% скиллов Очень медленные Что собственно Напрямую влияет На уровень скуки Игры за него Об этом тоже позже Да Зная Я уже задолбал Терпите У вас нет выбора Ну и вот Есть некоторые виды скиллов Которые при прокачке Могут первый уровень заряда Зарядить быстро Ну а если хочешь Скажем Натянуть тетиву посильнее Можно подождать Ишо чуток В основном Как я выяснил Решающую роль Играет даже не сила скилла А именно Баланс его скорости И стоимости В плане выносливости И с этим Все идеально У лучника И странника Возможно Еще у ассасина Я его не пробовал Ну и так как Выносливость нужна Не только для боя Но и для бега А бегать придется И в бою немало Например Уносить ноги Какой-нибудь химеры Особо прыткой Который может скакать Туда-сюда Прям как кошка То собственно Очень хорошо Когда выносливости Этой много И плохо Когда ее мало Не важна Она исключительно В городах Ну то есть В Гранд Сарене И деревне Касардис А то и все Города-города Блин Натурально демоника Там тоже Только деревня Каворн Была И окрестное болото Ну да ладно Я отвлекся В городах Нам позволяет Носиться Сколько угодно За что могу Сказать спасибо Это действительно Толковая задумка Которую стоит взять На карандаш Многим играм Но вне городских стен Тратится выносливость Весьма стремительно В целом Она важнее здоровья Ведь сколько бы У тебя его не было Пока ты стоишь И пытаешься отдышаться Не схватив инсульт К тебе подойдут И все твое Богатырское здоровье Вмиг ополовинят О А сделать это Враги очень любят В игре реализована Неплохая физическая модель Не такая навороченная Как в Ледженд оф Зельда Но во всяком случае Удар в печень Ты прочувствуешь Для этого Даже не обязательно Сталкиваться с крупной тварью Чтобы отлететь Всякие гоблины Любят таранить тебя Головой в шлеме К примеру Разбойники Тоже порой махнут Двуручником И придадут тебе Хорошего такого Ускорения физического Да Ну и пока ты летишь А потом с кряхтением Поднимаешься Противник ждать не будет Лежачего здесь Все же не бьют Но позицию Для этого Обязательно займут Впрочем Ситуации Когда тебе не дают Подняться на ноги Здесь почти не будет Ну Честно говоря Наверное даже вообще Не будет Я по крайней мере Не встречал такой Даже в самой Казалось бы Патовой ситуации Когда перед тобой Машет руками Какая-нибудь тролина По тебе Нет-нет Да промажут Дав возможность Бежать Ну и опять же Не самый умный Искусственный интеллект С удивительно Тупым приоритетом цели Сыграет здесь На руку Тем не менее Тутышный Рэгдолл Играет главную Свою роль И играет хорошо Передача ощущений От сражения Так как Самый смак Здесь Это именно Крупная дичь Тебя могут Боднуть так Что улетишь Далеко и надолго Как же Приятно Когда циклоп У которого Осталось лишь Не знаю там Мизинец Вот уколоть ему И он сдохнет Хреначат по тебе Дубиной Скидывая С огромной Скалы Кстати Если упадешь В воду Секунд через 10 Появляешься Рядом с битвой Либо Если утонул В мирное время Где-то Неподалеку Плавать Герой не умеет Но Как правило Будет там Совсем не вода И персонаж Разбивается Насмерть Это жутко Бесит Но Как же Это круто Сделано Победу Буквально Вырывает Из рук Какое-то Нелепое Истечение Обстоятельств Правда Работает Это именно С крупнышами Мелочь Скорее Раздражает Кстати О ней Все противники В игре делятся На обычных И крупных Тварей Как вы уже поняли И дело Не только В размере К обычным Относится Всякая Шушера Которая Проникла В мир Через дырку Проделанную Драконом Гришей Я сейчас Кстати Не шучу Дракона Зовут Григорий Не Григориус Не Грегор Не Грегори Григорий В общем Дракон Ящеров Гоблинов Хоп Гоблинов Фантомов И к сожалению Это все Если не считать Мелких крыс Паучков И летучих Мышей Ну Кажется Там еще На острове Есть что-то Такое Я это все Не видел И в описании Сказано Про каких-то Суккубов А да В конце Я еще Видел Гаргули Ну Реально В самом-самом Конце Как правило Всякая мелочь Имеет еще Усиленную Разновидность Собственно Хоп Гоблин Это усиленный Гоблин Как я понял Есть Снежные Гарпии Которые еще Замедляют И замораживают И так далее Также В дело Идут волки Которые Не пришли Через дырку Они тут Уже были Но тоже Почуяли Запах праздника И часто Нападают Вместе С другими Завсегдатами Местных лесов Разбойниками Они делятся На мужицких Мужиков И амазонок В боевых стрингах Отличия Только визуальные К сожалению И женщины Как обычно Красивее мужчин Что ж поделать Судьба у нас такая Мужицкая Ну и еще Нежить повставала Из могил Куда уж без нее Все перечисленные Имеют какие-то Свои особенности И в целом Ведут себя Очень даже интересно С поправкой На вечно тупящий Искусственный интеллект Разумеется Волки Нападают Стаи Убегают Если в меньшинстве Выжидают Для новой атаки Бесят Гарпии Кружат над головами Поливая стихии И сбивая с ног Тоже бесят Но Это разумная С их стороны Тактика Правда же? Бандиты Имеют разнообразное Оружие А значит И стили Ящеры уходят В инвиз И чаще всего Кстати тупят Почему-то не нападают И так далее Даже гоблины И те в принципе Умеют удивить Но беда в том Что нападают Данные граждане Помногу Особенно ночью Видимо В это время суток Работает какой-то Модификатор И тварь Испавнится усиленно Подобное было В той же Зельде Или в Дейнлайте Да и много где еще Это в принципе Логично И даже интересно Но знаете Было бы интереснее И надоедало бы меньше Если бы от пешек Было больше толка При этом Если бы они Хотя бы предупреждали Тебе об атаке сзади Если бы они Хотя бы прикрывали Тебя Ну или просто При виде врагов Настораживались Если бы они Просто хотя бы Видели врага Господи Что много прошу И в итоге Выходит что Ты просто прорубаешься Через врагов Как Леонид Через перса Не тот Который Якубович Другой Леонид Но ладно бы и это Враги Возрождаются Стоит тебе вздремнуть Или перезагрузить Локацию Скажем Выйти из пещеры И войти назад При этом Возродиться могут не все Как это работает Хрен его знает В любом случае Фронтир тут Регулярно обновляется Нет такого Что вот ты Зачистил локацию И теперь тут чисто Ну оно и понятно Тогда было бы скучно И в без того скучной игре Но модель Зельды Мне понравилась больше Когда наступает Кроволуние Если ты убивал Совсем уж много Что бы жизнь Так сказать Медом не казалась И что бы ты себя Таким вот Гераклом не чувствовал Слишком уж часто Но слово мед Разработчикам Догмы походу Вообще неизвестно И они усыпают Тебя противниками Что не всегда плохо Но даже самые интересные Бои со временем Надоедают И тем более При такой-то интенсивности К тому же здесь Не могу ручаться Но походу В игре присутствует Автолевелинг В той или иной форме С одной стороны Уже на старте Ты можешь встретить Дракона или Химеру И огрести как следует Но позже Ты будешь готов К встрече с ними Однако Куда бы я ни шел Я почти не встречал Врагов Не по уровню Которых легко убить Исключения были Но они весьма редки Куда не пойдешь Тебя все бьют Бьют больно И много Ты качаешься Возвращаешься И мстишь Ну так игра и играется Но конечно Сражение со всякой шушерой Это лишь аперитив Перед алмазом игры Крупными тварями Крупными Во всех смыслах По большому счету Они мини боссы И имеют минимум По три полоски Три полоски Три по три полоски Иногда по пять Даже по шесть По моему есть И в начале Можно встретить С двумя Правда Обозначаются они Не полосками А кружочками Я до конца Я до конца Так и не разобрался В алгоритмах Снятия здоровья Такой дичи Мне иногда Казалось Что некоторых Как-то уж Больно быстро Добивали Будто бы Ваншотали Мои союзники Но оно Все точно Напрямую Связано с ее Уязвимыми частями Кто же эти Бравые создания Их не очень много Но они все Колоритные В самом начале Нам презентуют Крупного циклопа Размером с два Человеческих роста Кстати Встречается Разновидность В шлеме Закрывающем глаз И через пять минут В лагерь Врывается гидра Огромная Многоголовая Тролли засели В шахтах И пещерах И в целом Они наверное Самые сильные Твари А может быть Просто я так И не научился С ними сражаться Правильно Иногда В особых местах Встречаются Каменные големы Но не так часто Как химеры Коих великое множество Летающие твари Тоже есть По фронтиру Бродят драконы Поменьше чем Григорий Также временами Совершают налеты Грифоны А если уж прилетит Василиск Все Туши свет Биться с летающими Здесь на порядок Сложнее Потому что К сожалению Нет никакого Довакинского дракона Боя Заставляющего Тварь сесть на землю Она может Натурально Минуту Кружить в воздухе Или две Чтоб потом Приземлиться Секунд на десять И снова улететь В основном Это касается Грифонов Совсем уж редко Можно встретить Злобоглазов Которые могут быть Покруче любого дракона Дэндэшники Сейчас согласно Кивают Может Ковой забыл Но в целом Зоопарк Весьма внушительный Каждый из них Выглядит очень круто И внушает опасения На такого И лезть-то побоишься Это вам не Грифоны С Legendary The Box И даже не из Ведьмака Вот Как бы выглядели Герои Меча и Магии В натуральную величину Каждый из них Силен и способен Раскидать группу По углам Плюс Есть свои особенности Тролль Утаскивает твоих пешек И пожирает их Регенерируя Циклоп сжимает их Да и тебя в кулаке Откусывая голову Хотя Конкретно визуально Ты этого не увидишь Он подавится Но это больно Да и просто Свои дубины Откидывает тебя Метров на 10 20 А может вообще На полкарты В плане того Что ты можешь упасть с горы Например Химера Это вообще Три твари в одной Лев Больно кусает Козел Колдует Змея Опрыскивает все Вокруг ядовитыми облаками Одновременно Злобоглаз Постоянно телепортируется И выращивает щупальцы Василиск вообще окаменяет А окаменение в игре Это очень Знаете такой Неприятный эффект Он постепенный Медленный Мерзкий И смертельный И далее по списку Впрочем У каждой твари Есть свои уязвимости К примеру Гидре стоит отрубить Именно головы Забыв про туловище Но оно и понятно А глядя в глаз Циклопу Появляется желание Его выбить Но иногда Циклоп умный И циклоп в каске Эх Вот поймите Я считаю Это проблема Идиотской системы обучения Точнее Бессистемности обучения В игре Полно подсказок Они преследуют Тебя всю игру Одни и те же По поводу и без Их можно отключить Да Но не в начале же Когда ты только учишься Они привносят Какую-то прорву информации Притом Подача Просто Идиотская Ты сталкиваешься С каким-то Аспектом игры Тебе на весь экран Дают подсказку С текстом Строчки в три Она блокирует действие Ты должен нажать на кнопку Чтобы ее пропустить Но это не конец О подсказке Этой две страницы Три страницы Иногда четыре страницы И ты листаешь Листаешь Тебе уже не хочется Все это читать Тебе рассказали Про одну какую-то механику А ты уже как будто Научную статью прочел В иных играх Механики и посложнее Но там стараются Как-то доходчивее Преподносить информацию Это как знаете Мистер Бинс Из Гарри Поттера Призрак-преподаватель Гундящий свой предмет Монотонным голосом И просто вываливающий Кучу сухой информации Цифр, фактов Потому историю в Хогварте Никто не любит И не учит Кроме Гермионы Блин А еще и Снейп Ну ладно Я отвлекся Часто игры работают По схеме Не можешь рассказать Показывай Потому и появляется Демонстративные уровни Бои, где враг замрет Пока ты не повторишь Какое-то действие За обучалкой Хуже Обучающие системы В играх Я еще не встречал Честное слово И благодаря этой системе Я примерно 30 часов Ну Или 25 Не помню Понятия не имел Об одной из самых Крутых фишек игры Тебе еще в самом начале Говорят, что Ты можешь хватать персонажей Я принялся хватать баб Безропотные пешки Особо не возражают Еще можно хватать предметы И швырять их Например, огнебочку О чем это говорит? Что в бою можно метнуть Скажем, камень во врага Правда, толку от этого Вообще никакого нет Но все же можно Почему бы и нет? Можно схватить самого врага И выкинуть нафиг О, это круто Но далеко не всегда удобно Это все понятно А еще в игре есть Внятный паркур, кстати Прыжки здесь Анимационно красивые Персонаж перекатывается Классно цепляется Сам Подчеркиваю Сам Не нужно ничего Зажимать Нажимать Да, ну и понятно Кнопка называется Схватить А не схватиться Да, сейчас возможно Кто-то скажет Что запустив игру Мы попадаем не в главное меню Мы должны выбрать Главное меню А еще там есть Руководство Вот скажите мне Кто-нибудь Запуская игру Лез в руководство Вот зачем Этот костыль нужен? Почему бы все Не объяснить в игре? В руководстве Да, там подробно Расписано управление И здесь сказано Что схватить Тире Схватиться Но в игре-то Эта кнопка Схватить Не схватиться Не, возможно Где-то в начале Среди всего этого Потока бесполезной информации И было сказано Что можно забираться На тварей Но уж простите Что я вот В этом божественном гайде Этого не увидел И даже видя Как мои Резут по циклопу вверх Я не понимал Как они-то делают Подумал Ну, наверное Фишка пешек Чем шут не чертят Казалось нет Наш персонаж Может залезть На любую большую тварь Используя кнопку Схватить При лазании Используется выносливость Как и при удержании И ударах Тварь часто начинает Вырываться И нередко Сбрасывает нас Но если ее Стабилизировать И начать наносить удары По уязвимым местам Это все Это кирдык После этого Такие бои Становятся Исключительно Развлечением Ибо сложность Ну, не прямо Совсем уходит Но Сильно сбавляется Конечно Не каждой твари Удобно залезть На загривок Скажем У голема Уязвимых точек Много Они даже на пятках И на ладонях Есть А у дракона Лишь одна такая Точка на пузе А лазани здесь Ну, вы Ласт Гвардиан Помните? Помните, как там Персонаж Трепыхается на трику? Ну или, не знаю Шадов Колоссус Возможно играли Говорят, ими Вдохновлялись разработчики Выглядит весьма потешно Далеко не всегда удобно Но крайне эффектно Хотя в Зельде Все это сделано Конечно же Намного лучше Но там все-таки Нет тварей На которых нужно лезть Только стены Да машины И вот именно таким способом Наносится море урона Как здоровью Так и выносливости твари Потеряв последнюю Она временно рухнет Получая усиленный урон Даже лич И тот может устать Да, на личе Тоже можно повиснуть По ходу У меня не получалось Но это не показатель И даже если не учитывать Легкость расправа над тварью Подобная боевка Это действительно Крутая фишка игры Да и целом Бой с крупной тварью Это всегда круто Сердце колотится Азарт Ты напряжен Ситуация опасная Иллюзорная победа Может превратиться В поражение В одно мгновение И победив Ты буквально Выдыхаешь И чувствуешь Серьезное удовлетворение От игры Пока тело существа Растворяется Оставляя лишь кости И ценный лут К сожалению Хоть камера Сама по себе В игре неплохая Конкретно в бою Она при попытке Автонаведения Может такие фортеля Выкидывать Что мама не горюй Это даже при отсутствии Автозахвата Ну и в целом Целиться из лука По скачущему Через тебя Врагу Очень неудобно Но опять же Терпимо Вся эта братья Призвана усложнить Тебе жизнь Тебе и твоему отряду Что там с исцелением И все просто Есть лечебные заклинания Есть зелья Притом Когда ты получаешь урон Полоска визуально показывает Сколько здоровья Ты можешь восстановить Заклинанием Если оно есть у команды Но выше Уже не получится Разве что зельем Либо сном в таверне Вполне интересная Кстати система Пешек таким образом Держать здоровыми Заметно хлопотнее Но тем интереснее Конечно присутствуют И критические эффекты Вроде окаменения Замедления Отравления Ослепления Скопления Нет последнего нет Каждый из них Можно снять Но почти все Они очень критичны К примеру Замедление Замедлит так Что мама не горюй Кстати оно просто Замедляет анимацию Даже если ты Подпрыгиваешь Ты буквально Висишь в воздухе Антигравитация Блин Окаменение Как же оно У меня до канала Особенно в конце Ты начинаешь Камениться Постепенно Замедляясь Пока не превращаешься В статую И не распадаешься Это смерть Но до этого момента Окаменение Можно снять Яд Отнимает немало Здоровья Ослепление Слепит так Что вообще Ни хера не видно Притом эффекты Весьма продолжительны Минимум по минуте Судя по всему Задолбаешься ждать Когда сами спадут Это усложняет И без того Порой нелегкие бои Впрочем После смерти Можно загрузиться С чекпоинта Либо игра Даже предлагает Перепройти это место На легком уровне Сложности И вообще Всячески намекает Не получается Не рви жопу На худой конец Существует Камни воскрешения Правда Собрать даже один Такой Я вообще не представляю Как Под конец Игры они падают Часто Но нужны по квесту В общем Идею не дотянули Ну а так Она очень похожа На руну воскрешения С God of War Когда персонаж Встает и продолжает бой Дороговатое Удовольствие Как я считаю Касаемо стихийного урона И прочего Да Все это есть Притом Стихий здесь немало Огонь Лед Электричество Тьма И свет Все это хорошо работает На врагов Но почему-то только В виде обмазки Для оружия Стихийные заклинания Показались мне Невероятно слабыми Я даже сперва подумал Что уедимости Вообще не работают Нет Работают И работают хорошо Удобнее всех Огонь Он как правило Универсален По итогу Боевая система Однозначно сильная Сторона игры Вызывающая интерес И долгое время Удерживающая его Если уж Совсем честно Практически Единственная Такая сторона Впрочем Даже у нее Полно нюансов Явно недоработанных Мусорных Даже не вспоминая Об искусственном интеллекте С которым В связке она работает И о невнятном Обучении Все-таки Еще есть Над чем Поработать Но Есть еще одна Механика Неразрывно Связанная С боевой Системой И она Тоже Достойна Внимания Топча местные Земли И убивая Врагов Мы получаем Опыт Опыт Мы получаем Даже за убийство Кроликов Правда На этом Конечно Не наварится Но вы можете Попробовать Если угодно В итоге Мы получаем Уровни Становясь Здоровее И выносливее А также Открываем Себе Доступ К новым Скиллам Последние Полностью С этим Проблема Ибо Напомню В игре Всего Два Города И два Лагеря Где ты Можешь Поспать Правда Интересует Тебя Не сам Сон А Заведующий Ночлежкой В принципе Это Многофункциональный НПС Который И банк И крафтовая Станция И качатель Наших Уровней Именно У него Мы можем Изменить Или Купить Скиллы Для Себя И личной Пешки Покупаем Мы их За очки Навыков Которые Копятся Себе Постепенно В боях Очки Навыков У каждого Свои Чем выше По уровню Навык Тем он Дороже Стоит Но Не факт Что он При этом Полезнее Часто Навык Имеет Усиленную Версию И предварительно Нужно Конечно Купить Обычную Но Игрой Они Считаются За один В зависимости От класса У персонажа Разное Оружие Соответственно Мы можем Выбрать Скиллы Можно взять Ограниченное Количество И приходится Выбирать Среди них Очень много Полезных Увлечений Силы Выносливости Точности И прочие Плюшки Что помогут В приключениях К слову Что удобно После покупки Скиллов Тебе тут же Предложат Поменять Раскладка Простая У тебя есть Шесть ячеек По три На каждый Бампер Жаль Что не по четыре Ибо приходится Выбирать Если ты Скажем Колдун То все шесть Ячейк У тебя Идут под Заклинания Ведь у тебя Нет альтернативного Оружия А если ты Стрелок То у тебя Кинжалы И лук И тогда Ты имеешь Уже по три Только скилла На каждое Оружие А это вдвое Меньше Если конечно Арифметика Мне не врет В игре Реализована Одна обалденная Система Смена классов Прямо на ходу За одну Или полторы Тысячи очков Что немного Ты можешь Купить себе Другой класс И с тех пор Ты можешь Спокойно Переключаться Между уже Купленными То тебе Каждый раз Придется Переодеваться Все же Снаряжение Зависит здесь От класса Классов Тут немало Боец Щитомечник Войн Дуболом Странник Ассасино Стрелок Лучник В принципе То же самое Но с упором На крупный лук Ассасин Его не пробовал Ну и Маг Чародей Разница между ними Не особо понятна Каждый новый класс Придется прокачивать С нуля В игре Отдельно прокачивается Персонаж И отдельно ранг Классов То есть Если ты например Будешь сам Пятидесятого уровня То ты и вынослив И здоров Но вот скажем Ты только что Взял класс бойца И пока не особо Впечатляешь навыками Убивай И будет тебе Рост опыта Поважнее классов Здесь скиллы Ведь например Прокачал ты мага Как я И решил попробовать Чародея А тебе говорят А чародей То у тебя того Вялый Скиллы только Вот такие доступны Для покупки Но Ты же вроде как Там магом был И вот все скиллы Что ты купил за мага Они остаются у тебя И ты можешь Их выбрать Уже чародей Важно лишь оружие А не класс Купил суперзаклинание Для посоха Его может колдовать Любой Купленный тобой Класс С посохом Это очень толковая идея Очень удобная Пассивки так и вовсе Ничего не требует Вешай Но любой класс Раз купил Кстати Не обнаружил Никаких спецнавыков Так у меня Эта графа И осталась Всю дорогу пустой Предполагаю Что это как-то Связано с Дил и Си Ну да и бог с ним Класс Кстати Можно сменить И личной пешке И странником И лучником И даже бойцом Схема ровно та же Но с условием Что доступны Только обычные классы Нам же доступны Еще мультиклассы К примеру Магический стрелок Это вообще Интересный класс Его лук Особенный Но он вторым оружием Может взять Как клинки Так и посох Или рыцарь Или как его там Вместо щита Можно взять тот же посох Если скажем Не хочешь расставаться с ним Мало ли К сожалению За одно прохождение Придется очень упороться Чтобы попробовать их все Я попробовал только Война Странника Лучника Мага Чародея И волшебного стрелка Вообще На этом параде уныния Смена классов Без особых последствий Это очень долговая задумка Которая натурально спасает геймплей Ведь именно она Меня и вытащила За шкирку Из этой серости Ну и давайте вкратце Про каждый тип класса Мы разделим их На колдущие Стреляющие И дубащие Потому что Особой разницы там нет Лишь в мелочах Итак Магия Помните я сказал Что мне говорили Мол твоя рубрика По обзору магии В играх Заждалась Драгонс Дорн Хотите обзор Магии и магов Да? Сейчас услышите Сейчас вы услышите От меня то Что не слышали Еще ни об одной Игре И вряд ли Услышите Хоть раз Когда нибудь Еще Маги Здесь Худший Блять Класс Унылый Неиграбельный Беспомощный Это аппендикс Боевой системы Поросячий хвостик Недостойный Даже краткого Упоминания Маги В Драгонс Догме Дерьмо Собачье И вся эта Показная мощь Это профанация Факиров Неудачников Выпертых из Хогвартса За профнепригодность Довольны? Я вот нет И поймите меня Правильно Я не исключаю Что и тут Я не нашел Какой-то определенной Стратегии На которой Маг или Чародей Выносит всех Вперед ногами Может она есть Но я честно Старался Вы ж меня знаете Я за магов Всегда горой Но объективно Из того что я видел А видел я почти все Маги здесь Унылое дерьмище Я ожидал Что будет некий Дисбаланс Или перекос Который есть Почти всегда Но такого Я точно не ждал Основная Атакующая сила Мага Это заклинания Беда их в том Что они наносят Довольно мало урона Те что наносят Много кастуется полчаса А бои тут Весьма динамичные Как вы видите Все бегают Твари скачут Тебя лупят И соответственно Каст легко сбивают Вместе с тушкой Кастующего Не говоря уж о том Что хоть у заклинаний Есть автоприцел Что удобно Но нет автодоводки Что делает спеллы Почти бесполезными Против вечно движущихся Врагов Более того Часто имеет значение Прицел Именно в нужную часть Тела твари Скажем При встрече с химерой Лучше всегда мочить Козла Потому что Козел колдует Отсюда кстати Можно сделать вывод Что А Козлов всегда нужно мочить И Б Все кто колдует Козлы Запомним эту аксиуму Так вот Зачастую Нужно этот каст сбить Или сбить захват циклопа Выбив из руки пешку И почему-то Сколько я не пытался Эти медлительные заклинания Ничего подобного не делали В то время как Даже обычная стрельба Из лука Все это умела Ну Может я чего делал не так Не знаю Я на последний вопрос Ответить так и не смог Думал Ну окей Может крупных тварей Мочить Дело компанейское А я создан для мелочи Но нет Мелкие твари Получали смехотворно Мало урона Урона Практически нет Урона Не чувствую Я решил Ну ладно Возможно дело в уязвимости Мне он говорят Что те же ящеры Уязвимы к электричеству Ну окей Я купил молнию Зарядил ее по царски Жахнул Ноль реакции Ноль реакции Понимаете Вот херачит с небес Зевс Ники Пофига С тем же успехом Я мог просто бить их палкой По голове А разве что По итогу Нашлось Несколько заклинаний Которые реально Разрывали врагов В какое-то время Огненная стена Некромантия Ну и еще Тлен Гусары молчать Беда в том Что кроме последнего Кастуется все это Крайне долго А стену еще и наводить Нужно А враги часто В движении Я напомню Удача если заденешь Хотя бы одного Благо заклинание Не очень дорогое По стамине Некромантия Которая не поднимает Мертвецов К сожалению А просто посылает Во врага Мощные взрывающиеся черепа Тоже крутая вещь Я с ней чуть тролли не победил Но вот она Кастуется очень медленно Настолько медленно Что это просто невыносимо Динамика боя Превращается в какую-то Колыбельную Это скучно Понимаете Всякие вот эти вот Чары окаменения Яда и прочего Часто бесполезны Потому что враг Просто убегает Из радиуса действия А заклинания Которые нужно удерживать Это просто геморрой На вашу голову Если бы у него был Автоприцел Тогда другое дело Ладно Но его нет Было бы так же полегче Если бы существовали Заклинания Не завязанные На полуавтоприцеле Что это значит Вот например Ты лучник-дрючник Ты увидел врага На другом конце галактики Прицелился И пальнул Попал А возможно промазал Пристрелялся И потом попал А маг Есть заклинания С выбором точки каста Типа той же Огненной стены Но дальность так себе Да и наведение Долгое Никакого эффекта Неожиданности Хотя казалось бы Ты волшебник Или насрана Остальные спелы Нужно колдовать Только взяв Кого-то в прицел Иначе полетит Твое колдунство В никуда Надо ли говорить Что в игре Нет автоприцела Есть полуавтомат Похожий на тот Что был в Зельде И он неплох Но с магом Он сыграет злую шутку Магу нужно стоять Достаточно близко Чтобы атаковать врага Вот в чем дело Как вишенка На торте Уже в момент выстрела Автоприцел Может например Решить что Вот этот вот троллина Не Это недостойная Для мага цель И взять в захват Пролетающую рядом птицу У меня это случалось Довольно часто Разве что Есть заклинания Которые нужно удерживать На враге И тот ничего не почуяв Помрет Но во первых Вспоминаем про дистанцию Ты не подкрадешься с ним А во вторых Это долго Реально очень долго И затратно По стамине Лучник бы уже раз Десять за это время Выстрелил Проще замочить В рукопашную Проще и быстрее Итого Моя радость была Недолгая Как говорится Недолго музыка Играла Недолго Эризон танцевал Да Враги стали выносливее А я сильнее не стал Хорошо Что там с поддержкой Магов Ну как сказать Крайне медленное Но бесценное Лечение Круто Бафы Круто было бы Если бы можно было Бафать себя Нет Вы мне скажите Может быть как-то можно Но я пытался У меня не получилось В итоге Какой в них смысл И получается Играя магом Ты не ощущаешь Никакого могущества Обычно ты же Слаб в ближнем бою Но мощный в дальнем Тут же ты слаб На любой дистанции Понимаете Любой подбежавший волк Откусит себе жепу Взбивая все твои Получасовые касты И ты даже ничего сделать Не сможешь Ибо обычная слабая Атака натурально слабая И она для боя На средней дистанции На ближней Она Тусосат Глагол такой Сам придумал А сильный удар Посохом С нулевым уроном Без отбрасывания врага Но с получасовым замахом Нет? Спасибо Чуть-чуть получше дела У чародея У него вместо удара посохом Такой толчок Ну не знаю Возможно На ком-то это сработает Не в моем случае В добавление К общей низкой динамике Игры за мага Эта самая игра Превращается В невероятную муку Никому не рекомендую Играть за волшебные классы Я честно ждал Когда же появятся Те самые заклинания Способные разваливать кабины Они так и не появились Маг в игре Уныл Слаб Беззащитен Войны Че вы хмыляетесь-то? Я вас тоже оценил так себе Но Уже субъективно Мне просто Не показался Классический такой Щитомечный бой Интересным Но он стабилен Скажем так У бойца Основное оружие Это меч Вторичный щит У воина Только двуручник Но мощнее Но медленнее Щит дает Хорошую возможность Блокировать Удары Ну и в общем-то Все что я могу сказать Об этих классах В принципе Стрелковые классы Отчасти такие же рукопашники Только вместо меча У них двойные клинки Но чаще я конечно Стрелял из лука Обычные выстрелы слабы Но под бафом Очень даже неплохо дамажат Особенно если учесть Что они не тратят стамину Но больше мне понравились Именно скиллы лукарей Мощный выстрел Снайперский выстрел За сто пятьсот километров Выпуск сразу по пять Семь Десять стрел В одну точку Или конусом Это действительно удобно И позволяет контролировать Ситуацию на поле боя К тому же Странник умеет Легко перемещаться Даже во время Подготовленного Снайперского выстрела Он не такой мощный Как у класса лучник Там и лук крупнее Но ходить с натянутым Снайперским выстрелом Нельзя А вот сразу с пучком стрел Можно Притом урон по частям Тела врагов От таких скиллов Очень заметен В отличии от магических Без всяких там Стихийных уязвимостей А с ними так и тем более Плюс визуально Стрелы остаются Долгое время в тушке врага И валяющийся труп Какой-нибудь химеры С полусотни зубочисток Во всех частях тела Это зрелище крутое Пусть и не навсегда Автоприцел У лучника отсутствует Приходится самому Выцеливать цель Извините с атовтологию Но это именно что Возможно Помните Скайрим С его отстрелом врагов Что это было? Спрашивает мужик Со стрелой в глазу Наверное показалось Действительно В догме искусственный интеллект Еще тупей Как вы уже поняли Они даже не спрашивают Ничего им просто пофиг Потому что Если их атаковали Снайперскими скиллами Они на них вообще Не реагируют Отлетают Погибают Но даже не подумают Поискать обидчика Чуть иначе К слову Обстоят дела У лукаря волшебника Не вздумайте Брать в руки Эту гобюжью палку Лук Сам по себе волшебный Он стреляет Самонладящимися стрелами Притом Не теряя подвижности Да еще и с индикацией цели Что крайне удобно Ночью Или в иных условиях Низкой видимости Правда Снайперских скиллов К сожалению нет Да и в принципе Полезных скиллов Крайне мало Но стандартная атака Магическая Плюс есть Выстрел заморозка Что очень полезно Зачастую Стрелы сами по себе На обычные выстрелы Кстати у лукарей Не тратятся Как и на скиллы Но можно изготовить Скажем Ядовитые стрелы Или там Масляные стрелы Немало всяких есть И стрелять уже ими Их использование Неудобно из-за интерфейса И будь готов Нечаянно их все потратить Но как возможность Однозначно плюс Заметьте Такого нет У других классов Хотя конечно Встречается оружие Которое Например Смазывает врага Маслом при ударе Для уязвимости к огню Особенно весело Видеть такое У волшебных посохов Бегущий на врага Маг с поднятой палкой Это именно то Что я от мага жду Ага Ну а если кто-то Подберется слишком близко Лукарь ловким движением Уйдет из-под удара И сам окажет Неслабое сопротивление Ну и самое главное Залез на голема И давай ему Канюшки Так на тип колупать Особенно это удобно Делать скиллом Вихрь ударов Зараз Даже воин так не умеет Ну воин тоже Может лупить мечом По уязвимой точке Пытаясь не улететь А как в этой кориде Участвовать магу И чем он должен Бить врага Я вообще без понятия Отколупывать До спекции клопа Посохом Смешно Ну и что Увидел лично я Не идеальная Но весьма бодрая Интересная С крутой Идеей смены классов Система Отлично дополняющая Без того Шикарный бой С последним Их трудно воспринимать Не как единое целое Хотя и надо бы В любом случае Вместе Это жемчужина игры И если вам чихать На сюжеты И прочее Интересует только боевка То пожалуй Я даже могу сказать Что вам возможно Эта игра понравится Ну что ж Поговорили о хорошем Вернемся к нашим баранам А то еще разбалую вас Того и гляди В общем Сменил я класс На лучника Хотя сначала Попробовал чародея Мне просто было любопытно Будет ли в конце Что-то убойное В итоге Я не докачал Ни один магический класс Даже до половины В отличие от И жизнь Как ты знаете Сразу стала Сильно проще Дела за лучника Дрючника Пошли сильно бодрее Особенно меня Веселил скил Мощного выстрела В который И почему-то Запихнули звук Выстрела из винтовки Впрочем Это действительно Убойная вещь Че уж там Единственное что По летающим Попадать тяжело было В остальном Разительно Иной геймплей Пока светло Отстреливал врагов С расстояния Раз уж их Прорисовка Позволяла это Обычно С этим в игре Все намного хуже И вот теперь Ходить по миру Стало удобнее Хотя пассивность пешек И ночные бои Которых было уж Больно много Меня все же Утомляли И конечно Это очень атмосферно Когда в полной темноте Ты целишься Буквально наугад Пытаясь ориентироваться На вой из черноты Но Знаете Кстати волки То ладно А вот Если это стрелки Вражеские То ты скорее всего Уже мертв Ведь враги Обстреливают тебя С хорошего расстояния И очень так Неслабо Ну то есть Обратная ситуация Когда ты их не видишь А они тебя видят И убивают постепенно Ну а пешки А что пешки Особенно кстати В Чернолесии Ночью очень темно Ну на то оно И Чернолесии видимо И бандюков там Немана в трусах И я про амазонах Они как раз В том районе засели По дороге к ним Я к слову Наткнулся На очередных Циклопов и химер Ну и что сказать Победы над здоровенными Врагами Стали случаться Заметно Чаще и приносить Заметно больше удовольствия Циклоп Так и вовсе Звезданулся со скалы Оказывается Так тоже можно Да и время от времени Враги могут реально Упасть и разбиться Позже также Погиб тролль В оверфоле Но Хоть стало проще Все же я не могу сказать Что игра превратилась Прям совсем уж в легкую Это похоже на такое Олдскульное приключение С кучей нюансов И хорошим уровнем Вовлеченности И то и самой сложности Да Все таки Ее еще добавляло Отсутствие телепорта Не Камень у меня уже был Но их было штучки две А где брать еще Я пока что не знал И потому экономил Как мог Расстояния в игре Достаточно небольшие Но вот Рельеф Населенный врагами Менял представление О тех расстояниях Разительно Больно уж высока Концентрация врага Но это дело такое Знаете ли Ну и не хватает лагерей Я не избалован Валхеймом Не подумайте чего Ну просто Ночи здесь реально Скорее раздражает Особенно на ранних уровнях Ты пока дойдешь Пешком до нужного места Уже стемнеет А лагерь в итоге Я нашел Лишь один На всю карту Тут можно Однохнуть до утра Ну еще тот Квестовый лагерь Рядом с Касардисом Но он практически Не считается Потому что Зачем он нужен Если до города рукой подать Точнее до деревни Добрался я До какой-то крепости В итоге А там живут амазонки Ну думаю Сейчас они меня Накуканят А нет фиг там Начал воровать У них из подноса Из модных Суднуков вещи Думал Ну теперь то уж точно Должны Мне же игра Как бы говорит Не делай того Что людям не нравится Чтобы не попортить Отношения Ну да Никакой реакции Вообще Никакой Более того Амазонки Даже немножечко Поговорили со мной По поводу одного Из квестов Думают Потому что у меня В группе все были Женщины Играл бы я За мужского персонажа Меня бы скорее всего Послали Гусары молчать А тут нет Даже наоборот Одна лысая баба Говорит Слушай Хочешь наладить отношения С нашей атаманшей Покорми ее Ручного циклопа Ну нифига себе И главное в квесте Так написано Забавно Что после этого Отношения с атаманшей Скорее всего Вероятно Улучшатся Ах Замечательно Я должен кормить Циклопа Чтобы вероятно Улучшить отношения Ну Если ты мужчина То придется А мне уже Как-то улучшать с ними Я так понимаю Ничего не надо Хотя Давай покормлю Все равно Сделать нехер Кстати Так и не покормил Знаете почему Не нашел я этого циклопа Представляете Нет его И все тут Ну наверное Не туда смотрел Видимо у меня глаз Еще меньше Чем у циклопа Да Я пробовал найти Разные квесты Но если не считать Ведьмачи Типа там Убийство 500 сусликов И заодно Полторы сотни химер Это так Условно Да И сопровождающие квесты То их было довольно мало Поэтому брался вообще за все Заодно Обыскиваем местность На наличии пещер И прочего Как оказалось Пещеры здесь Полторы штуки На всю игру Да и те нужны По одному единственному квесту Ну не считая Ведьмачих Например Красивая пещера с гарпиями Которые тебя скидывают С большой высоты На смерть Сюда пришлось вернуться позже Кстати Я вот думаю Что зря в игру добавили Всяких мелких крыс Паучков Больно уж их много И они сильно раздражают Эти мелкие приставалы В целом Я выполнил задание Какого-то бандюка По ликвитации Вражеского отряда Сходил в лес К ведьме Которая напомнила Мне Обегаялась ведьмака Некоторые квесты Почему-то Зачлись как проваленные К примеру Исчезло задание Нарвать лечебных цветов Хотя В принципе Это логично Больные ждали Ждали И умерли Кстати Было бы неплохо Как-то Не знаю Делить задание По сложности В игре Тебе приходится Выяснять ее Самостоятельно Хотя Возможно Это фишка такая Так что Ладно Квестодателей По миру Разбросано Крайне мало Практически Ноль Все они Сконцентрированы Именно в Гранд Сорене Да и вообще По сравнению С открытым миром Город Намного приятнее Давно Меня в подобных Играх Так не тянуло В город Без желания Вылезать наружу Я вам скажу Но вылезать Конечно же Приходилось Квесты же Я все никак Не мог понять Я подумал сперва Что наверное Этот квест Должны дать Где-то еще Должны же быть Другие города На карте Или деревни И пошел искать И тут меня ждал Облом Никаких тебе Городов или деревень Максимум Пустые форты В лучшем случае В худшем Закрытый замок Какому не подойду Везде посылают в жопу Даже в замок В столице И туда не пускают Да и пустили бы Моноги бы изменилось Локации пустые Даже те Куда есть доступ Там Совершенно Нечего делать Мне и ачивку Вон на какой-то момент дали Посетите 50 локаций А что толку-то Они все пустые Казалось бы Вот целебный источник Ну можно же Хотя бы с ним Сделать какой-то Интересный квест Нифига Это просто Лечащий родник В углу карты Просто так Он ни за чем Не нужен Кроме как подлечиться В плане сюжета Он просто не нужен Да И все же В какой-то момент Наткнулся на Какого-то мужика Медитирующего на камне Ток подошел Как Опа Спецэффекты И даже Катсцена Оказывается Он тоже воскреший Притом Очень-очень старый Вышла его пешка Выглядящая Как он сам в молодости И начала нести Полную хинею В стиле Я не знаю Знаю я или не знаю А дед говорит Да забей он дурак А я короче Такой же как ты Ну и немного Рассказывает нам Про местный лор Спустя 30 часов игры Оказывается Когда дракон Пожирает сердце человека Его заменяет Душа дракона То есть Мы натурально Драконорожденные Хотя в игре Такого не говорится Мы Доуакин Но умереть Сами мы не можем Как и драконы В общем Сведения скудные Но интересные Однако в пещере Я нашел кое-что По-настоящему Стоящее Кристалл перемещения Фактически Это как пометка Локации для телепорта Последующего При помощи камешка Это что-то вроде Пометки возврата Из Морвинда Он тяжеловат Конечно же Но вещь крайне полезная И редкая Как я потом выяснил Ну что ж Значит не просто так Дерн здесь топтал Да? И все же Меня все это Начало сильно утомлять Я решил во что бы то Не стало двигать сюжет И вспомнил Про несчастного Тролля в Эверфолле Который при виде меня Совершил в итоге Самоубийство Бросившись вниз Вообще Эверфолл Это красивое Вертикальное Подземелье С нежитью Но уж больно Долго здесь топать Миссия кстати Чем-то похожа На предыдущую Миссию По сопровождению Головы Гидра Помните да? Где ты просто Идешь Идешь И ничего не происходит Здесь примерно То же самое Как она выглядит? Ты спускаешься По винтовой лестнице Долго спускаешься Чувствуешь себя Принцем Персии У вас сзади Местами нужно пройти Через боковые подземелья Небольшие такие Через одно подземелье Небольшое Чтобы открыть решетку И снова вниз Внизу видно свечение И только мы к нему подходим Как с подземли Начинает вылезать Какие-то тентакли С зубами И пешки говорят Мол Рвать надо когти Ну и собственно Рвем Весь вот этот вот Долгий-долгий путь Теперь нужно повторить Только снизу вверх Пока с подземли Бесконечно прут Эти живые сорняки Бить их смысла нет никакого Вот и вся миссия То есть Вся сложность тут Исключительно в убийстве тролля Но и тут тоже беда Которая часто встречается В основном сюжете Теряется смысл всего действа Нам как бы сказали Разузнать что там такое В итоге мы выбежали Из Эверфола Жопа в мыле И с криком Если бы мы знали что это такое Мы не знаем что это такое Отчитываемся перед главой Гильдии пешек А та просто пожимает плечами Говорит Бло Ну ладно И все Понимаете Вот скажите мне Это интересно Это интригующе Может это задел На неожиданный поворот Отчасти Но не конкретно Это миссия То есть даже Не миссия конкретно Просто само место Эверфол В общем Че ходил Зачем ходил Хер поймешь Но зато прибегает Посланник и говорит Наш герцог Так его розеток Услышал Что ты гидре башку Того Отрубил Ну ты царь конечно Теперь ты назначен Драконим загонщиком И поучаствуешь В охоте на него Ба Да неужели что ли Я согласен И главный грач Так тебе пишут Теперь вы участвуете В охоте на дракона Я думаю Неужели сейчас буду Наконец таки Бить дракона Ага Ну да Хрен там Это как выяснилось Всего лишь Три разгоночных Таких задания Но Все таки Какой никакой Прогресс Кстати Вот казалось бы Логично Но как же нелепо Мне выдали бумагу Документ Что я Такой то Являюсь Загонщиком Дракона Дата подпись И если положить Этот предмет Чтобы не засирать Далеко не бездонный И не ограниченный Точнее Ограниченный весом Инвентарь Всякой хренью Вот Если эту самую бумажку Положить на склад И подойти К вестодателю То он скажет тебе Не-не-не-не-не Без бумажки Ты букашка Я все понимаю Конечно Но бумажка Очень нужна Жить без бумажки Не могу Ну и что же ты герой Легендарный воскреший Давай бумажку Сюр да и только По бумажке Мне полагалось Три задания Первое Отбить форт Пока я Воландался По Эверфолу Мерзкие гоблинцы Захватили Какой то форт И теперь угорают Там Нужно разобраться Ну ладно Пошел разбираться И это Задание Мне колом В одном месте встало Как обычно У меня совпало На всякие Эпические события Я попадал Исключительно ночью Когда вообще Нихера не видно И темно Как в жопе у циклопа Кстати циклоп там Меня тоже ждал И не один Два циклопа Толпа гоблинов И еще две баллисты По мне херачат А рядом ходят Тупые пешки Не способны даже Уйти с их линии огня Удач В этом темно-сером Балагане Я просто не заметил Что мне сказали Открыть ворота И показали где В итоге я зачистил Все что мог И даже прошел Небольшое подземелье Но перся в тупик Я реально полчаса Не мог понять Чего от меня хочет игра Представляете Мои впечатления Да? Ночь Улица Фонарь говной Воняет романтика Потом Правда Наконец До перла Что же нужно делать И тогда В форт Ворвались стражники И осталось только Добить гоблинцев Потом Открывается дверь В замок И нужно его зачистить Вот тут Циклоп Меня эпичнейшим образом Скинул с башни Мне прям Очень понравилось Это конечно Смерть Это нужно все Заново проходить Да Но как же Это круто смотрится Никогда не надоедает Это видеть Хотя да Было нелегко Если честно Учитывая что Автосохранение Тут далеко И вообще Лучше сохраняться После каждого боя Что как-то тоже Долговато Это видимо Консольные корни Сказываются Да и пилить назад Небыстро Через эту темноту Вырви глаз Продакшн Мое любимое Так еще и со скоростью Первой Дарк Соулс Впрочем Я привык Тут могу похвалить Удобное управление Бегом Он активируется По нажатию Левого стика Благодаря чему В бою нет никаких проблем В отличие от Зельды У которой на левой стик скрытность Кстати Именно в этот момент Я вспомнил Что уже проходил Ведь один такой Не понятый глупцами А понятый лишь мудрецами Щит Девер Спекопс называется Его тоже нельзя критиковать Можно только хвалить Потому что Когда ты хвалишь То что кому-то нравится Они и не заикнутся даже О сомнительной объективности Но если ты ругаешь То ты точно не объективен По определению И вообще Не имеешь права Но я отвлекся Ну и в итоге Добрался я до главного гоблина Он одурью орет Что мир умрет Всем конец Дракон пришел А вы все лохи И честное слово Постановочка катсцен Здесь Откровенно так себе Очень грустно все И часто неправдоподобно Бывают хорошие И красивые Но вот Множество второстепенных Или таких вот Не очень важных Это уровень Того же Нерви интернайтс 2 К тому же Игра почему-то считает Своим долгом Указать себе Катсценой На любую открывающуюся Рычажную дверь Врата И прочее На любую Открыл Какой-нибудь там Не знаю Забор Да В подземелье Камера тебе На это укажет Это Очень странный Стиль И очень старый Я помню В Принце Персии Такое же было В игре 2001 года Начало Позапрошлого Десятилетия Да Ну и в целом Подходишь Например К форту Камера Как ты его На эти Неумело Так объезжает И И все И это вот зачем Где режиссура Где какие-нибудь там Действия Ничего этого нет Благо так Не везде Ну и в общем Ты победун Вот тебе победил Да иди докладывай Герцогу Тут же можно подобрать И второй кристалл Телепортации Кстати С кристаллами Тут вещь удобная Если ты забудешь Их забрать То игра услужливо Тебе о них напомнит Мол Эй Болван Кристалл А Точно Спасибо Вот За такие мелочи Я игру и люблю Было бы Неплохо Согласитесь Пару слов Сказать об интерфейсе В конце От концов Когда я о нем Размышляю У меня создается Ощущение Что я рассказываю Какой-то игре Начало нулевых Я вот только что Об этом сказал Да Уж больно Здесь все громоздко И не информативно Потому что С годами Геймплейные решения Менялись Как раз таки В сторону удобства Интуитивности Информативности Правда Не везде Стоит признать Один интерфейс Обливиона Чего стоил До сих пор Содраганием вспоминаю Вот интерфейс Моровинду Другое дело Но мы сейчас Не о них К слову о свитках Раз уж начали В Скайриме Он тоже был так себе А почему Потому что Консоль Да вот мы и подобрались К части проблемы Как ты не крути Догма Это не мультиплатформа Может вторая часть И будет Но первая Точно нет Ее портировали Но точно так же Как первый Дарк Соус Управление На клавиатуре Сделано максимально Неудобно Вообще Забудьте про клавиатур Используйте геймпад Коль уж запустили игру Или Если вы совсем Ушупороты То как вам Переключение Между персонажами На инсерт И пейдж ап А? Кстати Вот некоторые говорят Что это вот ты мол Такой богатый Можешь себе позволить Геймпад Блогер Зажрался совсем Да? А у нормального Рабочего людо Тут такая Вихри Враждебные Веют над нами Да? У нормального Рабочего людо Может не быть Денег на такие вещи Серьезно? Я довольно часто это слышу Я не богатый Моему геймпаду 11 лет Но даже реплика Стоит не дороже Чем один раз пиццу Заказать Ребят В любом случае Если уж вы играете На компьютере То просто смиритесь Что большинство Кроссплатформ Не говоря уже об эксклюзивах Даже и портированных Разработаны Под геймпад Ну а дальше уж Как хотите Так вот В любом случае В игре постоянно Просматриваются Натурально Консольные решения Типичные для многих Игр платформы Интерфейс это касается В первую очередь Разумеется Он громоздкий С минимумом подсказок Далеко не везде интуитивный Вот например На селект Открывается инвентарь Левая верхняя часть Занята табличкой С названием И описанием Выбранного квеста Что в случае Нашего интерфейса Удобно Но больно уж Она крупная Можно было сделать Ее значительно меньше Ниже Список пешек Их состояние Класс Уровень Нагруженность Наша тоже А еще ниже Огромная Больше квестовая Полупрозрачная Табличка На которой Всего лишь Одна строчка Написана Для управления Используйте Такие то кнопки Справа Одна большая доска Инвентарь Между нашими И пешками Переключения На бампера Ну или Пейджап Если вы Из этих Инвентарь Представлен Плиткой С кучей вкладок Спасибо Хоть плиткой Но плиток Всего Три Ряда По четыре Ячейки Дальше Уже Прокрутка Вниз Вкладок Видно Тоже Только четыре В чем проблема В том что Чуть ниже Идет Описание Это ладно А еще ниже Идет Еще одно Пустое Пространство С громадными Кнопками Подсказками В управлении Я понимаю Оно не всегда В играх Интуитивное И раньше В консольных Эксклюзивах Видимо Это было нормой Постоянно Держать подсказки На экране Но мне казалось Эта практика Изжила себя Еще в начале Десятых Годов Вот поди ж ты У меня плохо С геометрическим Воображением Но даже я Вижу Что убери ты Вот эти вот Никому не нужные Подсказки И освободиться Треть экрана Сделай Ячейки Чуть-чуть Меньше И можно будет Разместить Огромное количество Этих самых Ячеек В принципе Современные игры Стараются так и делать Но опять же Не все К сожалению Я не ругаю Догму за такой Интерфейс Но и Удобным его Тоже назвать Не могу Даже по меркам 2012 года Но все равно Это все еще Удобнее Чем список Наоборот Сделали бы Переключение вкладками На персонажей А бамперами Разделаю инвентаря А то ведь Тоже уж Больно много Нажатий Приходится совершать Такое ощущение Что капкейки Раньше РПГ Просто не делали Что же они там В Monster Hunter World Отворили Просто вот Интересно Самое удивительное Вот что Есть например Разделы Снадобья Инструменты Специальные Другое Уже интересно Да К чему Множить сущности Потом Оружие Снаряжение Отдельно для головы Потом для туловища Ног и рук А затем плащи И следом бижутерия Немало разделов Да Так вот Если соединять вещи То бишь Крафтить Можно прямо здесь Хотя я не рекомендую То ты например Не сможешь ничего Надеть на себя Или снять Чтобы сделать это Тебе придется Перейти в интерфейс Снаряжения Что игра тебе Предлагает сделать Внизу даже вкладка Есть Переход в снаряжение Это отдельный экран Для одевания персонажей И пройти туда Можно либо Либо открыв инвентарь Пролистав вкладки До низу И через него Уже зайти на нужный экран Либо нажав старт И в меню выборов снаряжения Это быстрее Так как по умолчанию Достаточно просто Нажать кнопку вправо Притом Быстрой кнопки Для снаряжения Нет Что самое удивительное Ее нет и на клавиатуре Я могу понять Когда в некоторые игры Удобнее играть Именно из-за горячих клавиш Вот тот же Скайрим Или Хогвартс Легаси Управление интерфейсом Клавомышью Просто удобнее Но тут подобного нет Снаряжение Здесь открывает Нормальный Привычный нам Экран С вращающейся Куклой персонажа Всеми ее данными Классом Рангом Класса Уровнем Опытом Очками жизни Выносливости Сопротивлением И прочим Ну и снаряжением Правда Опять внизу Огромная табличка С крохотной подсказкой Какая прелесть Тут тоже бы Поработать над эргономикой Но опустим Этот момент уже Здесь нет вкладок С расходниками Только снаряга И вот тут уже Можно надевать Снимать как на себя Так и на пешек Снаряжение доспехов Сделано любопытно Есть доспехи А есть поддетая Под них одежда Она тоже полезная Дает статы Но самое интересное Это именно Визуальная комбинация Надетого Благодаря чему Получается создать Весьма вызывающих Или просто Круто выглядящих Персонажей И самое приятное Хоть статы защиты И прочего Влияют разумеется На геймплей Все же не могу сказать Что настолько Что по ним Стоит упарываться Я к тому Что здесь полный Fashion Souls Носи что нравится А не что Синее по статам Лучше уж Обратить внимание На сопротивляемость Она может зарешать Больше всего В глаза бросается Сразу некая Вульгарность одежды Здесь вполне Можно найти Такую одежду Как джинсы В средневековье Ну то ладно Гетры Или вот Нечто по сути Являющееся Стрингами Или пусть не Броненоливчиком Можно ходить В доспехах Светя при этом Трусами Жаль что не Сердечками И при том что Бронелифчиков тут Как таковых нет Игра прям так И толкает На создание Классических Таких анимешных Тяночек Одетых явно Не по погоде Впрочем Никто не мешает Нарядиться в рыцаря Возможные комбинации Меня это прям Удивило То есть Тут есть возможность Разгуляться И стойким Пуританом Вроде тебя И похабщиком С леонешитом Вроде меня Ты то ведь Не такой Правда же Ты то правильный Я надеюсь Ну и вот Оружие снаряжается Согласно классу Некоторые классы Дают выбор Например Магический лучник Но вторым оружие Можут взять Как посох Так и кинжалы К слову Все снаряжение На бегу Подзынькивает Постукивает Как положено В зависимости от материала Что приятно И почетно Как и то Что сразу После покупки вещей Тебе предлагают Перейти в интерфейс Снаряжения Притом Назад Тебе вернут К покупкам А не просто Выйдут из меню Торговли Это прям зачет Та же петрушка С покупкой навыков Купил Предложат Их тут же поменять И вот Такие вот моменты Я считаю Опять же Вниманием к мелочам Чему Опять же Это скажу Стоило бы Поучиться многим В том числе Современным играм Есть и другие Подобные мелочи К примеру Кнопка отмены Здесь отмена Всегда и везде В то же время Как в некоторых играх В некоторых меню Она почему-то Работает не так Здесь это удобно Правда Тут же Это кнопка Инициации Диалога И использования Так что Можно нечаянно Вновь начать Скажем разговор Но это не раздражает Однако Не могу Того же Сказать вообще Про все Вот этот чехарда С двумя частично Дублирующими Друг друга Меню Вообще Непонятно Можно же Было все Сделать намного Удобнее Ну подсмотрите Хотя бы Своих коллег По Японии Да Dark Souls Я про него Тоже касается И иных интерфейсов Вот к примеру Панель заданий Она также Открывается Через старт Отдельной кнопки Нет Что неудобно Разделения На ведьмачьи Задания И обычные Нет Разделения На главные Квесты И второстепенные Тоже нет Хотя очень часто Индикации, сложности заданий Нет Ну ладно Это по вкусу Но нет и временных Индикаций Ну почти нет Например Будет задание Где за 4 дня Нужно найти Доказательство Невиновности человека Нам каждый день Будут в скобочках Писать напротив задания Сколько дней осталось Но лучше бы Ввели обычный таймер Хотя С другой стороны Зачем Если здесь нет Иных подобных заданий Непонятно Какие задания Являются на время А какие нет Конечно Это все тоже Вкусовщина Но Почему бы не упросить Жизнь игроку Здесь же речь не идет О неком хардкоре Хардкор Он там В боях Кстати Его там нет Разве что В сложном режиме Может быть То что Существует Возможность Перехода Между заданием И картой Я узнал В середине игры Конечно Мне никто Об этом не сказал Я случайно узнал Смотрите В задании Можно нажать Y И перейти На место На карте Удобно А назад Можно Кнопок же нет Можно Как выяснилось Сначала нужно Открыть на X Легенду Сменить метки карты На метки квестов Выбрать нужный И скрохотно По размерам списка Который постоянно Сбрасывается Еще Почему-то При включении И снова Нажать на Y А что Проще нельзя было сделать Учитывая Что активное задание На карте Не меняет никто Странно Сама по себе Карта К слову Вообще Неудобна У нее есть Это самая Легенда Это хорошо Есть Зум И он такой Что Что он есть Что его нет Вообще Короче Никакой Что еще хуже Карту нельзя нормально Двигать Это максимально Неудобно Чтобы подвинуть Карту Нужно курсором Упереться в край И если мышка Это хотя бы быстро Делается То стиком Сами понимаете Медленно И уныло Я даже не знаю Это даже не анахронизм Это вообще Не помню такого В играх Если честно Это просто Очень неудачное Странное решение Карта должна Двигаться И должна двигаться Нормально А не вот так вот Сама карта Поделена На конкретную местность Карту области И карту мира Переключения между ними Удобные На бампера На карте Также есть Пометки на квесты Даже на неактивные Тоже хорошо Плюс Ты сам можешь Ставить до трех Пометок За раз Красивым таким Рощерком Пера Есть также Мини карта Которую можно настроить Чтобы она вращалась Или не вращалась Вот это Удобно К сожалению Карта плохо Адаптируется И в том же Гран Сорене Искать черную кошку То еще в удовольствие Это если по карте А не по памяти Что касается диалогов Интерфейс в них Максимально примитивный Но честно говоря Странно было бы В этом обвинять игру Какие диалоги Такой и интерфейс Точнее Какую роль Они играют в геймплее К слову Пока ты вовлечен в диалог Время замирает Что удобно Можно идти пить чай Ну то есть Люди будут ходить вокруг Конечно Но время суток Замрет И ночь не наступит Что в этой игре Как по мне Критично Сами диалоги Сделаны прям как в Зельде После каждой сказанной фразы Необходимо жать кнопку Чтобы продолжить спич С другой стороны Ты не пропустишь детали Правда Я упускал Диалоги здесь унылые Спать хотелось Благо их здесь Не так что прям много Ну и взаимодействие С главными НПС игры Трактирщиками разумеется Здесь сделано Вполне прилично Но не идеально Как вы знаете У них не только Покупка навыков Но и склады Если вдруг не знали То вот я вам говорю Им ты сгружаешь Весь нажитый Непосильным мародерством Скарб И было бы неплохо Сделать кнопку Отдать все Например Или бронировать Передачу некоторых предметов Как это сделано В Молтенблейк 2 Чтобы нечаянно Что-нибудь ни то Не отдать Или не продать И очень пригодилась бы Кнопка быстрого переключения Между Забрать и положить Иначе Это отдельные строчки В диалоге Это не критично Но все же Кстати что интересно Интендантов Можно встретить и в лагерях Но им можно только Отдать предметы на хранение В общий к счастью склад А забрать нельзя Это только в городе Но кстати Когда дело доходит До взаимодействия С подобными НПС Подключается Наша локализация Она исключительно Текстовая И шрифт здесь Настолько Вот я не люблю Это слово Но всратый Что прям боль Моя дырка задница Я постараюсь Найти вам футаж Вот что вы сейчас видите Отдохнуть стоит 3003 монеты Нет Последняя тройка Это З Отдохнуть стоит 300 З 300 золотых То бишь Просто написано Без пробелов Одним шрифтом И капсом Не знаю как В англоязычной версии Обстоят дела Но уверен что В оригинале С этим нет проблем Из-за специфики языка Ох уж эти японцы Не жалеют они нас Славян Да В игре Нет ни одной ушанки Представляете Ну и так же Остается неясным Назначение фоторежима Да Я видел их Не так что прям много Но все что видел Оно так или иначе Сводится к одному и тому же В догме Очень странный Фоторежим С минимумом возможностей Для выбора Положения кадра И прочего Вот что он есть Что его нет Честное слово Да еще и с наложением текста Проще Потому что Принтскрин сделать Правда И так же Хочется поругать Сохранение Это делается На селект В меню Что в целом Довольно удобно Но вот Само сохранение Долгое Это уже не имеет Отношения к интерфейсу Я думаю Это тоже Консольный пережиток Просто Сохраняться приходится Часто Иначе Накуканет Придется начинать Заново Есть К слову Еще подробная Ладно Ладно Нет Быстрой клавиши Той же карты Учитывая Сколько С ней Приходится Свиряться Это просто Звездец Нет Быстрых Панелей Для предметов Типа Лечилок Но Лечилки Ладно Ты их просто Пьешь А вот Например Трактат Громовержца Оружий Расходник Применять его Из инвентаря Это такая себе Идея Тоже Про Всякие Там Масляные Стрелы Могу Сказать Очень Не хватает Визуальной Индикации Скиллов То есть Иконок На панели Их Применения Только Текст Вот Что мешало Ну Обыденная Жи вещь Не хватает Индикации Выносливости Друзей Хотя Это уже Не критично Также Не лишним Была бы Индикация Времени Суток Не обязательно Прямо Часы Полноценные Но Просто Визуальное Отображение Раз уж тут Ночь Отдельная Часть Геймплея Однако Должен сказать Что Бывало И хуже Ладушки Что в игре С торговлей С экономикой С крафтом В конце концов А я вам Сейчас расскажу Как на духу Ничего Не скрою Начну С фарма Про фарм Опыта Мы говорить Не будем Какой-то нужды В нем В игре Нет Во всяком Случа Для основной Компании И я уже Зелье И прочее Нужно ли Все это Собирать В карманы Ну Конечно Нужно Из чего Ты будешь Варить Целебные Пузырьки Чем Будешь Улучшать Свои Тыкалки И лупилки Я тебя Спрашиваю Так что Гуляя По фронтиру Стоит Озаботиться Глубокими Карманами В принципе В игре Удобно Подсвечены Все предметы С которыми Можно Взаимодействовать Притом Они Не отвлекают И не Выделяются Так что Выглядит Глупо Ненавязчиво Так Намекают Что Можно Подойти И Провзаимодействовать Это Касается И сбора Ресурсов Ну Кроме Рубных Жил Их Там И так Видно Обычная Всякая Там Трава Растет На полях И в лесах В основном Кстати В лесах Рядом С крупными Деревьями Пешки Считают Своим Долгом Полмиллиарда Раз Напомнить Тебе Об этом Так что Не пропустишь Даже Если Захочешь Часто Из скал Торчит Особая Порода К которой Можно Подойти С киркой Для этого Кирку Нужно Иметь Гусара Молчать Кирка Это Не женское Имя Хотя Погодите Есть же Имя Кира А Ка Это Уменьшительно Ласкательно Похабный Суффикс Ладно Что-то Я совсем Не о том Хоть Перебивать Голоса В голове О чем Бежья Тебе Нужна Кирка В инвентаре С ней Можешь Добывать Породу Удобнее Всего Это Делать В пещерах Там Это Добра Навалом Что Касается Клыков Рогов Зубов Копыт То Понятное Дело Добываются Они Охотой На Их Носителей Иногда Это Просто Дикие Животные Зайцы Кабаны Птицы Олени Но Чаще Это Именно Противники Чем Круче Противник Тем Трофеи Но Это Обычный Расклад Он Часто В играх Встречается Буквально Регулярно Вот Чего Я Раньше Не Встречал Так Это Например Многократный Обыск Одного Места Часто Это Пеньки Или Полежалые Деревья Ну Либо Кучки Какой Нибудь Там Грязи Или Баракла Персонаж Может Порыться В таком От Трех До Пяти Или Даже Шести Раз Если Не Ошибаясь Притом Вынешь Ты Оттуда Достаточно Рандомные Вещи Как Например Грибы Так И Ветки Тематические Вещи То есть Нет Такого Что Из Залежей Например Дерево Ты Вынешь Супер Меч Хотя Всякое Бывает В жиле Это Могут Быть Как Камешки Так И Руда Причем Разная Руда И Задумка Интересная Но Знаете Ли Было Очень Неплохо Если Бы Тебе Помогали В Сборе Пешки Я Уже Говорил Об Этом Иначе Это Все Как То Растягивается Тебе Приходится По Пять Раз Обыскивать Бревно Хотя С тобой Еще Трое Идут Но Если Пешки Вдруг Соберутся То Все Вместе Вынут Не Больше Одной Вещи И Они Не Станут Делать Это Одновременно С Однако В Demon's Souls Ты Не Мог Передать Никому Вещи Кроме Как В Nexus А Тут И Пешки Есть И Интенданты Правда Передача Вещей Пешкам Сделана Неудобно Тут Бы Снова Пригодилась Кнопка Быстрой Передачи Но Ее Нет Перегруженный Персонаж Бежит Медленнее Как В спринте Так И Без Него И Быстрее Устает Ну И Регенерирует Усталось Тоже Медленнее Потому Удобнее Бегать Налегке Ну И Вот Опять Была 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 Команда На Сбор Предметов Для Пешек Или Если Б Пешку Можно Было Назначить Сборщиком То Можно Было Бы Таскать За Собой Такого Тяжеловеса Потускуна Насильника Чтобы Он Таскал И Носил За Себя Увы Это Лишь Мечтах Впрочем Нагрузка Здесь В отличие Демон Солс Не Бесит Именно По Названным Причинам Максимум Ты Способен Нести 50 Килограм А Если Персонаж Крупный То И Поднять Может Как я Понял Больше И Выносливость У него Тоже Больше Что Нестандартный Подход Скажу Я Вам Если Ты Перегружен То Все Равно Можешь Передвигаться Тебе Не Скайрим Ты Просто Не Можешь Больше Ничего Поднять Зато Вот На Склад Можно Сгрузить Аж 7 Тон И Я Б Посмотрел На Того Кому Этого Будет Мало Ладно Вот Ты Припер Все Это Скажем Положил В Банк Дальше Что А Дальше Игра Говорит Тебе Экспериментируй Все В Твоих Руках И Действительно Что Как Не Эксперименты Скрасит Крафтовые Будни Олдскульные Такие Эксперименты Записью На Бумажку Ведь Здесь Нет Рецептов Тем Более Быстрых Рецептов Не Если Ты Уже Что То Скрафтил То При Скрещивании Тех Предметов Игра Уже Скажет Что Получится Заранее И Даже Скажет Если Эту Же Вещь Можно Получить Как То Иначе Но Не Скажет Как Но Вот Хочешь Ты К Пример Быстро Наварить Целебных Настой И Если Ты Не Помнишь Из Чего Они Делаются От Травы Здесь Дохрена И Она Похожа Друг На Друг Визуально То Придется Тебе Методом Тыка Снова Искать И Это Максимально Неудобно Что Мешало Сделать Быстрые Рецепты Или Хотя Просто Текстовые Рецепты Хотя Просто Где В журнале Через Банк Потому Что Там Как Раз Открывается Широкое На Весь Экран Практически Окно Плюс Есть Доступ Вообще Ко Всему Что Ты В Банк Внес Нет Беда В том Что Крафт В игре Практически Мусорный Ты Можешь Скрафтить Пару Полезных Вещей Типа Универсального Ключа Но Все Это Можно Недорого Купить К Чему В игре Тысяча Один Способ Крафта Кирки Который Больше Одной Просто Не Нужно Я Не Понимаю Как Не Понимая Назначение Прорвы Зелий Кроме Лечащих Ладно Возможно На Повышенной Сложности Они И Нужны Но На Обычной Вся Эта Алхимия Просто Ни К чему Она Неудобна И Бессмысленна Все Проще Купить А Покупается Все Это В двух Шагах От Гостиницы Гран Сурена Там Обосновались Торговцы Железом И Трапами Конечно Свои Торговцы Есть И В Касардисе И Даже В Лагерях Но Их Инвентарь Скуден Настолько Что Порой Тебе Предлагают Купить Ржавое Оружие Даже Не Знаем Как Тут Отказать Еще Игра Намекает Что Есть Мол Такие Бродячие Торговцы У Которых Можно Найти Редкие Вещи О Да Всего Этих Торговцев Аж Двое Один Торгует Начальными Шмотками И Теми Самыми Ржавыми Тыкалками А Второй Точнее Вторая Нужна Скорее Для Созерцания Потому Что Это Гиперболизированный Эмансипай Если Вы Понимаете О чем Я Стимуляция Фантазии А не Кошелька Красивая Хранительница Твоего Огня Торгующая Таким же Барахлом Как и Ее Коллега Они Ходят Между Городами Точнее Городом И Деревней И Время От Времени Заходят Собственно В Гран Сурен Предлагая На них Забить Вообще Нет смысла Рассматривать Другие Места Кроме Столицы Для Отоваривания Здесь Есть Два Основных Торговца Не Берем В расчет Аптекаршу Ибо Важность Не Так уж Велика И Лысого Потому Что Камни Телепортации Вещь Нужная Но Три Штуки Это Все Что У Него Можно Купить И Также Забудем Про Барбершоп О нем Я Уже Сказал Оружие Вот Что Нужно В игре В первую Очередь Один Единственный Торговец На Всю Игру Вот Он Сперва Его Репертуар Скудин Но С Текут Рекой В Твой Кошелек И Если Не Разбазаривать Их Как Я На Прокачку Разных Классов То Должно Хватить Намного Вкусного В крайнем Случае Можно Пошнырять По Городу Поискать Тайники Тебе Никто И Слова Не Скажет Все Найденное Можно Как Купить Так И Продать У Торговцев Здесь Система Кассы Набирай Что Нравится А Потом Расплачивайся За Все Сразу В Конце Главное Помнить Что Есть Шмотки Подходящие Только Определенному Полу Которых Два Прямо Здесь У Торговца Можно И Даже Нужно Улучшать Шмотки Любые Кроме Бижутерии Если Вы Думали Куда Отнести Всю Добытую Руду То Ответ Прост Хоринис Ну Или Хотя Б Вот Этому Торговцу Удивительно То Что Улучшать Можно Сразу Ж Хоть До Максимального Третьего Уровня Были Б Ресурсы И Часто У Меня Их Не Хватало На Улучшение До Второго Уровня Например Но Сразу Хватало До Третьего Странная Система В Остальном Она Привычна Чем Выше Уровень Улучшения Тем Больше Заплати И Принеси Более Редкие Материалы Некоторые Типа Там Жопок Суккубов Я Вообще В игре Не встречал Ну Да И Шут С Ними Уже Сказал Что Визуально Доспехи И одежка Тут Вызывающе Красивы Но Каким-то Хреном Полагаю Что Очередную Акцию Невиданной Щедрости Типа Предзаказ Хотя Откуда Бы Короче Вот Мне В инвентарь Высыпали Явно Им Балансные Шмотки Королева Монашка Трактирщица Буквально В начале Игры Кстати Их статы Лучше Статов Крутейшей Брони Как я понял Именно В этих Шмотках Ходит Половина Крафтовых Пешек Это Вот Зачем Игра И так Не дружит С балансом А тут Такое Спустя Пол игры По подсказкам При загрузке Я узнал Что в городе Есть Еще один Торговец Магазин Черная Кошка Он Торгует Дико Дорогими Артефактами С очень Странными Но иногда Классными Статами Типа Лук Который Сильно Бьет Именно По Гидре Или Щит Убирающий Полностью Твою Физическую Силу И превращающий Ее В магическую Или Наоборот Кинжалы Светящиеся Рядом С кладом Прям Как Жало У Бильбо Полезность Большинства Тут Сомнительно Но Интригует Вторая Функция Торговца Делать Копии Вещей Я Нашел Этому В игре Одно Единственное Применение Об этом Позже Если Не Ошибся То Это Очень Редкая Фишка Ради Одного Единственного Действия Чего В игре Подозрительно Много Такая Концентрация Как раз Таки Указывает На Неопытность Команды И множество Экспериментальных Механик В стиле Авось Будет Круто И Повторюсь Это У меня С капкейками Не Вяжется Хотя Если Я Прав Что У них Нет Опыта Разработки Именно Подобных Игр Тогда Все Сходится Бывает И Так Да Все Ж Стрит Файтер И Ведьмак Немного Разные Жанры А Да Фактически Это Ведьмак А Никак Не Скай Рим И На Этом Гениальном Выводе Я Заканчиваю Свой Рассказ О Фарме И Торговля Я Сказал Что Нашел Черную Кошку Не Сразу Это Было Именно В Этот Момент Что Конечно Технически Не Пол Игры Но Значительная Ее Часть Тем Более По Времени Я Наиграл Уже Часов Так 35-40 Так Что Да Я Конечно Интересный Ризен Кстати Сказали Что Если Я Что То Важное Потеряю Например Бумаги То Мне Их В Ограниченном Три Штуки В Несколько Дней Но Сильно Дешевле У Одного Лысого Торговца К Слову Я Вот Все Зельду Вспоминаю Спутником Мне Уже Несколько Уровней Как Служить Некий Рыцарь С Двуручником И Суровой Мордой По Имени Линк Жаль У него Уши Не Застренные Как У Хайлийца И Прическа Немного Отправлюсь В Лордран Чтобы Отдохнуть Там От местного Уныния Некие Горожане Оказывается Мусит В воду Начинают Говорить Что Приход Дракона Это Нателли Хорошо Ну Классическая Такая Пятая Колонна Пердятлы Внутри Толпы Надо Разобраться Мол У них Будет Собрание В катакомбах Ну Пёрся Я В эти Катакомбы Довольно Долго Но Ещё Дольше Куковал В них Вот Что Сделано Просто Шикарно Так Это Нежить Если Помните Варкс Фаталис Зомби И Мумии Говорили Обрывки Фраз Однако Здесь Они Делают Это Ещё Страшнее Если Варксе Это Были Классические Завывания Умри То Здесь Это Похоже На Обрывки Воспоминаний При жизни Что-то Про Детей Про Смерть Про То Что Ничего Там Не Понимают Ну Потому Что Зачем Команде Два Лучника Дохожу До места Собрания И Слышу Как Местный Зазывало Орёт В то Время Как Космические Корабли Бороздят Большой Театр Мы Тут Понимаешь В Несовершенном Виде Существуем Дракон Приде Порядок Навиде В общем Стандартная Культистская Болтовня О несовершенстве Человека Перед Грядущим Божеством Пожирателем Мира Мог бы Не перец В такую Даль А поставить Например Запись Культистов Акба Скажем Или Какого Нибудь Ктулуху Они Все Одинаковые Мне Больше Интересно Другое А как Гражданские Прошли Сюда Через Толпы Зомби И Троллину Оказалось У них Там Есть Тайный Проход Прям К воротам Города Хорошо Что Это Объяснили Это Было Странно Это Конечно Не Не так Радикально Как Потайная Дверь Прямо В замке Как В том же Фаталисе Но Тоже Весело Да Короче Они Там Задумали Массовое Жертвоприношение И Все Митингующие Оказались Не Готовы К Такому Повороту События Они Да Выходили В катакомбы К культистам Просто Так Послушать Что Скажут И Потому Явно Оказались Недовольны Произошедшим Вот Посмотрите На лицо Этой Бабы Я Так И Вижу Что Она Хочет Сказать Кажется Я Зря Пришла Да Наверняка Руководит Ритуалом Никто Иной Как Дарт Сидиус Ну Во всяком Случа Этот Старика Ночи На него Смахивает Он Вызывает Орду Зомбей Зомбу Ордей А Мы По традиции Местных Катсцен Вместо Того Чтобы Действовать Еще На старте И порезать Следующих Зомбаков Стоим Рот Раскрыли Ой Ужас Наверное Какую пиццу Заказать Маргариту Или Пепперон А я Вспомнил Зачем Пришла Залордерон Или Как то Так Ну В общем Толпа Зомбаков Разминка Для кулаков Народная Мудрость Сам Придумал С другой Стороны Дверь Открывает Мэйсон Мужик Который Навел Меня На это Место А что Раньше Нельзя Вот так Вот Было Я Я Пёрся Сюда Как Дурак Через Клоаку Ну да Ладно Поймали За хвост Одного Убегающего Культиста И началось Как обычно Да я Ни при чём Я просто Посмотреть Пришёл Я сам В это Не верю Это был Пранк Лолки Мы просто Смеялись Да Но я Решил Это Ничто Что пощадить А то Он от страха Аж Мантию Обкекал Отошёл За угол И опачки Мэйсон Его Прирезал Со словами Либо Ты кекаешь С нами Либо Мы Кекаем Над тобой Сурово А ещё Он сказал Мне Что я Тряпка И вообще Больше Не мой Бро Ой Больно Надо Кто-то Вообще Был Пришёл Ушёл Чёт Куда берётся Ну и Третий Квест Мы тут Откопали Какие-то Скрижали Их нужно Перевести За переводом Я попёрся К тому Древнему Воскресшему С горы Кстати Пока шёл На меня Напали Бандиты Со словами Кошелёк Или Жизнь Втроём На Четырых Высокоуровневых Героев А ещё Стоило Войти С города Как прилетел Грифон Оба-на Подумал Штирлиц Пока Штирлиц Думал Грифон Помахал Хвостом И улетел Окей Значит Декорация Подумал Штирлиц Пришёл Я в гости Коллеги Спрашиваю Чё почём Вот скрижаль Чё тут сказано А он говорит Мол Да скрижаль От так вообще Говно Отвечаю Там анекдоты За 2010 год Накорябаны Её назначение Привести тебя Ко мне А Ясно Ход интересный Но Сука Видимо игра Не учла Что я нашёл Этого чухана Сильно раньше Доска фигня Грифон фигня Что тогда Не фигня вообще Не фигня Радость герцога Мне сказали Что он хочет Лично меня видеть А потому Давай бумагу И завершай Все квесты Честно говоря Устал уже от игры И да выполнять Квесты в стиле Собери воскрешающий Камень Уже не хотел Меня там Стращали Что столицу Я вижу Ещё не скоро А пофиг уже В результате Враки После катсцены Коронации Бегай по столице Сколько влезет И сколько вылезет Но Несколько квестов Да Отменее Целых три Все ведьмачи И некоторые другие Разумеется остались Например Квест на личных хейтеров Они там типа За тобой охотятся Оборачивайся И бойся теней Говорит тебе игра Да В результате Все как в жизни Так до конца игры Носа они не показали Не ну кто-то там Что-то вякал Про то Чтобы ночь Быть тень Вот это вот Все пока я бил толпу Непонятно кого В перемешку С непонятно кем Может там они тоже Затесались Среди гоблинов Не знаю В общем Теперь у меня Новое задание Сходи к ученому Он исследует руины Вообще Их там двое Но один засал Пойти внутрь И потерял второго И просит нас разобраться Должен сказать Руины эти очень хороши Они напомнили мне Руины из первого райзена Там тоже были Скрыты за водопадом Катакомбы Этот данж Очень красив Мне понравилось В конце Ссыклоп Которого я затоптал Конями Точнее двумя Выстрелами в глаз Подряд Даже не заметил его Но он уже успел Выпотрошить Искового ученого О чем я поспешил Доложить Ну раз такое дело Ответили мне Мы там Таблички с ним искали Теперь давай тысячи Ну круто Возвращаться придется Хотя зря я переживал Руины действительно Очень красивые И интересные По меркам игры Таблички только много Весит Пришлось заморочиться Кстати именно здесь Впервые погибла Элани Ее то ли сожрал То ли спихнул В пропасть Ссыклоп Короче Герцог доволен И наконец таки Приглашает на аудиенцию Ну и в кои-то веки Мне показали двор замка Весьма красивый К слову Но пустой Как и все в этой игре А дальше начала воротиться Какая-то лютейшая хрень Меня в дверях Встретил придворный шут И напялил на меня Шутовской колпак Который не снять И что это такое? Традиции? Или что? Вхожу я короче В зал в колпаке А там сплошные рыцари Ну разумеется Все ржут Король и тот хихикнул Но шутку оценил Кстати Король прям такой Статный Могучий Говорит Пихуй на твой колпак Отныне ты официально Драконоборец На службе короля А я стою и думаю Что это вообще было? Вот это вот с колпаком В этом что Какой-то экзистенциальный Смысл зарыт Или что Вот у японцев Юмор такой Чуждый мне Ну ладно На Перу кстати Почти все рыцари Недовольны Мол в стране Пиздец Мы тут рябчиков жуем Ну не жуй Кто тебя заставляет К слову Король лично сказал Что теперь Все дороги Мне открыты Вранье Только вот в замок Короче И то только днем Ходил в другие крепости Ни в одну не пустили Сказали что Тварь я дрожащий Права не имею Заебись привилегии Но зато У меня здесь теперь Новый квестодатель Королевский советник Он дает Два новых поручения Квест с поиском Доказательств невиновности И убийство Грифона Я разумеется Убийство оставил На сладкое Потому что Ну это же Это же как Грифон же Не просто там Какой-то хер с горы Да Лысый Которого в чем-то Обвиняют Но в результате Именно второй квест Оказался Интересным Ходит тут один Вот этот вот Лысый баклан Торговец Из полезного У него только Камни телепортации Так вот На него завели дело И он вот-вот Присядет на нары Говорит Помоги Я дам скидку Ну а че не помочь То помог Где-то на этом моменте У меня вот стоит Пометка 30 часов игры У меня случилась Ошибка Синхронизации С сохранением Хранящейся Вообще-то Не в облаке И мне игра Говорит Ну не могу загрузить Хотите начать заново? Ага И все И ни в какую Представляете Как я напугался Видит бог Второй раз проходить Это я не стану К счастью В итоге Ситуация нормализовалась И я побег Лупить Грифона Квест обещал Быть интересным Мы с отрядом рыцарей Занимаем позицию В чистом поле И выманиваем Грифона Я подумал Сейчас он прилетит Сам по скрипту Но нет Я стою Жду Ничего не происходит Типа давай Выманивай Грифона А что? Оказывается Нужно положить приманку Ааа Да Приманку И что это должно быть? И тут я понимаю Что либо Эта игра Это такой классический Олдскул В ведьмачьем стиле Где ты должен Выяснять Сильные и слабые Стороны врага В книжках Как вот Тот же ведьмак Да Но что-то я здесь Книжек-то и не видел Либо Мне кто-то из солдат Изначально сказал Что делать А я прослушал Ну либо вот Только что в голову пришло Пешки могли что-то Об этом сказать По теме В какой-то веке А субтитры я уже Выключил Да В общем Я проволандился По полям Минут 20 И подумал Что мне Все это уже просто Нахер не уперлось И пошел смотреть В прохождение Оказалось Приманка Это гоблин Что мешало сказать Об этом в игре Поймайте гоблина Ну блин Это так сложно что ли Ладушки Вот прилетел Грифон И произошел Не эпичный бой Как я ожидал А какая-то Невнятная беготня Большинство солдат Просто носились Туда-сюда Ведь у них нет луков А садился Грифон Весьма редко Грубо говоря Выносили его трое Максимум четверо Из десятка От остальных Толку Как от декораций Ну и Разумеется Только Грифон Почил как пахнет Жареными перьями Сразу съебался Мне говорят Лови его Лови Вы что охуели что ли Я кто по вашему Гаргулья Или Бэтмен Солдаты рванули в город Я почапал за ними Думал Они меня приведут Куда надо Ну логично Я за ними сюда бежал Я теперь за ними бегу К следующей точке Типа Они тоже ловят Грифона же По идее Ну хорошо Думаю Введите Парни прибежали в город И исчезли Ладно Подумал я Сейчас немножко Побегаю по другим делам И найду эту долбанную башню Блин Как же я ошибался В рот Мне экскалибур Отвлечемся Немножечко Хочу сказать О паре интересных мелочей В игре Например О тех Что связаны С анимацией Вот насколько В игре Посредственная графика Настолько же Неплохая анимация А главная Проработка мелочей Связанных с анимацией К примеру После рывка Персонаж Мгновение Тормозит ногами О землю То есть Присутствует Инерция движения На вскидку Помню только Одну игру С аналогичной мелочью Принцов Пежа Правда Это не одна игра Целый вагон Ну да ладно В игре есть возможность Быстрого подъема По лестнице Точнее Подъем тут один И он быстрый А также Есть быстрый спуск Учитывая что Лестница здесь Редко но метко Метров так Блин по 50 По 100 Это радует Круто сделан Бег персонажа Опять же Я про анимацию Хотя и управление Тоже радует Как быстрый бег Так и обычный При спуске с горы Анимация меняется На правильную С учетом неровности Опять же Очень не часто Подобные вижу В играх Обычно идут По склону И по ровной поверхности Одинаково Глаз прям радуется Правда Персонаж Почему-то бежит Как-то странно Полубоком Причем Что с вынутым оружием Что еще можно понять Так и с убранным Вот это уже странно К слову С вынутым оружием Бегать проще Так как камера Чуть отдаляется И пешки Получается Меньше в нее лезут Блин Вообще Жаль Нельзя регулировать Отдаление камеры Как в Скайриме После прыжка Идет красивый кувырок Прям паркур Мое почтение Его мало Но забраться Местами на скалу Пожалуйста Без проблем Особенно Меня порадовали Местные прыжки Блину После идиотских Таковых в Зельде Здесь это просто Отдушено Да еще и с тем самым Кувырком А также У классов есть пассивка Например Двойной прыжок Или Дебильная левитация Мага Нафиг не нужная Также неплохо Сделана система Освещения Темнота Друг молодежи И враг игрока В драгонс догму Благо Можно купить Или найти фонарь А потом К нему масло Фонарь здесь Незаменим Его можешь нести Не только ты Но и пешка Или все пешки Чтоб прям совсем Было светло Без фонаря Что на улице Что в пещере Просто непроглядная Жопь С фонарем Хоть глаза Не так мучается Правда Все же Это не сильно Спасает На этой Вашей руже Ну Хоть что-то Благо Есть пассивка На увеличение Светимости фонаря Одно из лучших Приобретений В игре Как по мне Потому что Игра Очень темная Фонарь может Разрядиться И так как USB порты Еще не придумали И даже Type-C Не найти Представляете То Заправляем мы Его маслом Масло валится Отовсюду Литрами Его можно Купить Задешево Или скрафтить Прямо на ходу Повсюду Стоят сосуды Из которых Можно черпануть Масло При наличии Пустой бутылки Судя по тому Насколько часто Встречаются Такие сосуды Разработчики И сами понимают Что игра До мерзия Не темная Ну Фишка Типа у них Такая Походу Ладно Хорошо Все бы ничего Фонарь не только В догме был И система Уже привычная Она тут явно К месту И она в принципе Сама по себе Хороша Но Управление Чтобы включить фонарь Нужно зайти в инвентарь Выбрать нужную вкладку На ней фонарь И активировать его Чтобы выключить Та же процедура Чтобы заправить Тоже Пешки активируют фонарь Сами Тут нареканий нет Иногда фонарь Гаснет От контакта с водой Там Подземное озеро Или вдруг Водопад И тогда Нужно по той же схеме Залезть в инвентарь Деактивировать его Закрыть инвентарь Снова залезть И активировать В принципе Все как в анекдоте Открывает сумочку Достает кошелку Закрывает сумочку Открывает кошелку Достает кошелек Закрывает кошелку Открывает сумочку Ладит туда Ну в общем Вот эти вот Лишние телодвижения Они зачем Почему бы не сделать Быструю клавишу Для фонаря Раз он Одна из важнейших частей Геймплея А оно походу Так и есть Недаром же тебе Игра регулярно Напоминает об этом Что нужно бы Всегда иметь Запасы масла Да Ну вообще Согласен конечно Бутер без масла Не бутер Однако В целом Система хорошая Это я уже не про бутер Если что Ну вот видите Похвалил игру А теперь можно и поругать У меня все по синусуэде Или по косинусуэде Не важно По пофигу Нусуэде Короче Давайте расскажу Как закончился Основной сюжет игры Будет весело Обещаю В общем После грифона Я решил сходить Сперва в замок Вдруг проход Именно оттуда Открылся Просто когда в город Входишь Метка на карте Меняется И указывает на выход В замке Разумеется Никаких тайных троп Не было Он изолирован морем Зато Я вспомнил Что взял побочный Как мне казалось Квест Как выяснилось Походу Не побочный Видите ли При первом посещении Замка Я на выходе Увидел герцогиню Которая там в цветах возилась Она такая О, ты воскресший Круто В общем Произошел такой разговор Непринужденный Ни к чему не обязывающий Ни на что не намекающий Вот Серьезно Ребят Вот кто играл Вы что-то в нем заметили Чего я не заметил Может я правду что упустил Ну серьезно Где там проявлены Любовные интересы Ну в жизни бы не подумал Так вот Потом я Взял побочку У ее служанки Ну как мне казалось Побочку Мол Госпожа хочет встретиться лично Ну вы же понимаете Да Только ночью У нее такого Очень давно не было Поэтому Тайна А то Сами понимаете Вообще я думал Что там что-то вроде заговора Потому что Вот Рядом Аналогичный квест Получил Тоже О встрече ночью Ну и пошел Краста В спальню герцогини Захожу такой Здрасте Вызывали Она как Давай ко мне клеиться Ёпта При том что Походу Нам тут подают Это как взаимное чувство Мол Герцог вообще Ко мне со свадьбы Не прикасался У него походу Солнце Всегда клонится К закату Щито Ладно У нас Шуры Мура С герцогиней Ладно Я женщина Я уже Давно тут Сэр Это меня не удивляет Но погодите А вот Со стола В котел Или вот это что А где зарождение Чувств Как-то не знаю Я аж охренел Вот честно Тем временем Событие развивается Стремительно Только мы были готовы Начать Заставлять меня Цензурировать ролик Как вдруг Голоса Сюда прется Его величество Чтобы величественно Пердолить свою жену Вот сто лет ждал Пока мы не пришли Да А рядом Уевается шут Намекает Что мешать не будет Но будет типа рядом Подсматривать решил Сука Вообще Мне этот шут Сразу не понравился Тварь скользкая Такой смелгоу Ряженый Ну то ладно Я короче Ныкаю за ширму Врывается герцог И вместо того Чтобы расстегивать Ширинку Как положено Хватает герцогиню За горло И давай Цитировать от Элла Молилась ли ты На ночь Буратино Или как там было Притом у него Изо рта слюна Прям вот идет Он несет бред Типа Прости Тося И душит ее Душит Короче вот похоже Будто то ли сам Обдолбался То ли что логично Его отравили Диверсия Царь убийства Кто-то хочет убить королеву Его руками Герцогиню точнее Ну логично же да А Эризен Как повелось В этой игре Стоит Варежку разинул Думал так ее и задушит Пока мы его так Ааа Делаем Но нет Дали нам выпрыгнуть Из-за ширмы С криком А вот он я Король успокоился Слюни всосались Смотрит на нас А холь мы тут Делай овощпи Ааа И тут герцогиня Не нашла ничего лучше Чем сказать что Мол так и так Дорогой любимый Я этому нищуку улыбнулась А он уже подумал Что сейчас я ему Отдаться готова Ворвался вот ко мне Стража А ну за жопу его Схватите Точнее ее Напомню я Как бы женщина По игре Не ну понятно Она пыталась выкрутиться Но вышло весело В итоге Нас сажают в тюрячку И до утра Порят плетью Хотя я предполагаю Что порят плетью Может еще чего делают Шрамов у нас Во всяком случае От плети не наблюдается Что здесь сказать Ну а герцогиня Смотрит и рыдает Ей видите ли Нас жалко Да ты не ссы У меня сердце вырвали Эта плеть мне как массаж И вообще Смотрите какая классная Заставка к Дарк Соулс Получилось А далее герцогиня Помогает нам сбежать Ну как сбежать Дает ключ И всем пофиг Что мы изнутри Открыли камеру И вышли Нас не ищут Погони нет Вообще Все забили нафиг Забавно Я тут же решил проверить У себя ли она Ну бывают квесты Такие знаете Когда персонаж Вдруг исчезает В никуда Пошел к ней И снова загремел В тюрягу А потом Возвращаясь от нее Точнее Из тюряги Имеется ввиду Да Нечаянно попал В сокровищницу А не рядом А там никого Ну вы поняли Как можно упустить Такой момент А потом пришел стражник Сука Не украсть Не поебаться В общем Тюрьма Мой дом родной И вот с этих пор Ни единого намека На отравление короля На одержимость Или заговор Против него Не будет Я думал Будет расследование Виновным окажется Шут Ну например Да Ни слова Как будто всем Пофиг вообще Ну то есть Что это было Ну не просто же так Он слюнями-то исходился Может я что упустил Скажите мне Ну а то просто Бред же какой-то Кстати Забавно Что комната Герцогини Стала для меня Сотой локацией Судя по ачивке Ну так К слову Дальше интереснее Один из побочных квестов О выселении Нищуков С их земель Мне квест отдателе Говорит Понимаешь За землю Деньги нужны Но Если тебе Жаль этих людей Можешь купить Землю сам Ох Я себе Такого Вообразил Эризен С земельным участком Собрать там Команду пешек О чем я думал В результате Отдал Восемьдесят тысяч И понял Что меня просто Развели Это формальность Я буквально Выкупил чужие долги И ничего не получил Взамен Ну что за Разводила Позже Я сопровождал Дочь Этого Торгаша Квест Кстати Интересный Я вам о нем Уже рассказал А вот еще Один Лесная колдунья Которой я Помог в начале Которой я носил Траву для варки Пива Теперь она Осаждается Очередными Баранами Винящими Ее в пришествии Дракона Потому что Ну кто же Во всем виноват Если не женщина Колдунья Знаете Эти вот Такие чисто Ведьмачьи приколы От линчевания Ее спасает Как всегда Воскресший Кто же еще Остальным Всем насрать Тут впервые Встретил голема Выглядит Очень круто Убивается Довольно легко И оказалось Что видимо Обигайл Пешка Но сама При этом Об этом Не догадывалась Так как Какие то потуги К воле И принятие решений Все же у нее были И она спрашивает Может ли она Стать человеком Вопрос Очень интересный Притом Он как-то Расширяет Сведения О лоре Драгонс Догмы И она Ведет нас К могиле Своей бабушки О которой Она рассказывала Что та умерла Бабушка Оказывается Никакой Разумеется Не бабушкой А таким же Воскрешем Из глубины веков Ее дух Говорит нам Что-то О возможности Даровать душу Пешке И как бы Ну замечательный Задел На какие то Сюжетные повороты Увы Ничего подобного Ни в лоре Как я понял Ни в геймплее Это вообще Никак не Отражено было А жаль Просто Обигайл Кстати подождите А как ее зовут Обигайл это звали Ведьма из Ведьмака Ну ладно Пусть будет Обигайл В общем Она теперь человек Ну более-менее И живет У нас дома В Касардисе Окей Я не против Все равно По миру Нашусь И дома не бываю Только коммунал К плате и порядок Ну а в итоге Я пришел к тому Что квестов Почти не осталось Да и устал я От них уже Пора добить Этого грифона И вот тут Я капитально Встрял Часа два Вот три Не знаю Может быть даже больше Носился По всему миру В попытках понять Как же подойти К месту Указанному на карте По логике Я искал Некое Связующее Подземелье Думал Пройти через Темнолесье Найти плотно реки Нихрена Я обыскал Всю карту Нашел кучу Пустых Ненужных мест Но только Неискомую башню Скажите У вас с этим Так же было? Мне правда Любопытно По-моему Максимально Неочевидно Ведь даже Дорогу Ни у кого Не спросить Нет Ни указателей Ничего Нет Второй раз Пошел гуглить И оказалось Что Крохотная Дорожка В неочевидной Части карты Которую я Упорно Почему-то Не замечал Это и есть Нужный путь Эээ Что? Не знаю Может и правда Я тут был слишком Уж невнимателен Но Я ожидал Ход в ту часть Локации Совсем Не в этой Части карты Ёпта Короче Я попал В башню Синей луны Но вместо Гвиндолина Встретил там Мужиков солдат Которые со мной Грифона гоняли И вот Как ты идешь На вершину башни Как убегаешь От грифона Спиной вперед Пытаешься Открыть ворота Или прикрываешь Их открытие Вот это сделано Очень круто Что хорошо Сочетается С самой Архитектурой башни Она именно Что Необычная По меркам игры Тут все В таком Классическом Видимо Готическом Стиле Замок он и везде Замок форт Он есть форт Они скучные Невзрачные Башня же Выделяется И это радует Грифон не показался Чем-то совсем уж сложным На башне Он не улетал На полчаса Как на земле Плюс еще Кристалл перемещения Дали Но вот Сам квест Тут игра Заставила меня Почувствовать себя Дебилом Кстати Путь сюда Лежит через локацию Где тебя сдувает Мощным ветром И игра говорит Мол Чем ты тяжелее Тем меньше сдувает Удивительно Но это еще одна Частично мусорная Частично Очень даже Интересная механика К сожалению Она просто Не доработана Но потенциал есть Просто Дайте тогда И мелким И легким Тоже бонусы И главное Почаще их используйте А вообще Настройки роста И веса Влияющие на геймплей Напрямую По идее Это же гениально Но Как я и говорил Почти все гениальное В догме Не доработано Потому выглядит В лучшем случае Нормально Хотя Должно выглядеть Шикарно Увы Следующее задание Наш старый знакомый Капитан Кстати ее зовут Мерседес Или Мерседес Ну я предпочитаю Мерседес Что-то там Расследует По поводу Заговора против королевства Я уж подумал Неужели Отравление короля Но Судя по всему Нет даже не близко Прихожу в форт Там рыцари бьют Других рыцарей Че к чему не ясно Непонятно А в крепости Как раз таки Мерседес И один из рыцарей Такой пафосный Он еще на банкете Громче всех Возмущался Что вместо того Чтоб тварей убивать Мы тут пиры пируем Короче Походу Он короля Вертел на вертеле И сам не против Стать королем Точнее Герцогом Ну да пофиг Вы понимаете О чем я А ты Говорит он Мерседес Вообще Никчемная Слабая Толк у тебя в ордене Ноль Лучше брата Его послали А в общем Тьфо На тебя Да Деморализует Так А потом У них начинается Дуэль За которой Мы должны Наблюдать Она скриптовая Они просто Обзывают Друг друга Но рыцарь Извините Не помню его имени Побеждает И максимально Стыдит Мерседес Мол Ты сопля Даже сопля Тебя морать Не Пшла отсюда Видишь Ризен С кем приходится Дело иметь Кстати А мы то что Ну Мы по традиции Стоим Нихера не делаем Что еще Не привыкли что ли Маскируемся Под пень И получается же По виду Ну точно Пень с глазами Луп-луп Луп-луп Алло Тут госизмена Алло Не Не канает Луп-луп В общем Мерседес Просто максимально Раздавлена Буквально Уничтожена Морально Я думал Это старт Квестовой линейки В конце которой Она вернется И отомстит Оскорбителю И изменнику Королевству Предателю Фактически Да Ну или хотя бы Просто мы сейчас Ее утешим А она скажет Тварь я дрожащая Или право имею И пойдет И зарежет этого урода Но нет Она говорит Мол я такая слабая Вообще ноль Без палочки И без дырочки И пошла я нафиг И пошла Все Саблю нам свою подарила Точнее шпагу Очень крутую кстати Больше мы ее В игре не встретим Не знаю Может она Обзор Пошла разоблачительный Переть на этого рыцаря Чем там обычная Обиженная занимается Да Очень странно Тут тебе задел На неплохую Квестовую линейку Да и Мерседес В принципе Один из немногих персонажей К которым привязаться успеваешь Ты ее Со старта игры Знаешь Плюс Она визуально красива Хотя это конечно Субъективно Но мне она нравится И притом Злодей такой статный То есть он не бросается Нас убивать Не брызжет слюной Типа Я на вас всех ненавижу Нет Но нет Все мимо Были они и нет их Такая уж игра И здесь это сплошь и рядом Че откуда берется Куда пропадает Сам Сенешаль не разберет Хотите кстати Второстепенного злодея Тут следующий Центральный квест Некий маг Спиздил из сокровищницы Мега кольцо волшебное Надо бы вернуть Ну да Как я пошел Денежек добыть Так в тюрьму Ну короче Прихожу в пещеру Там этот хрен Стращает Мол Вы все лохи А я тут супер маг Один выстрел Хлебало И он сбежал С криком Ладно Перегруппируюсь пойду Знаете куда сбежал В башню Синей Луны То есть буквально Два квеста подряд В ней Ну хорошо Она хотя бы интересная Попасть к нему было тяжело Очень много разбойников Мощных А сам маг Это пиздец Вот Не мат Просто констатация факта Битва с боссом Пафосная речь Во время которой Я делаю ему два выстрела в голову Ничего не происходит Речь заканчивается И маг просто умирает И катсцена Типа как он гибнет И теряет кольцо Что это было Я Че Не Не Я уже понял Что игра явно Не сильна В постановке Сюжета Но Бои-то вроде всегда Были драйвовые Но Просто абсурд какой-то А разговоров то было Да я Да смочу этого кольца Да вертел я вас всех В итоге Кольцо Пошел относить в казну И тут вдруг вспомнил Погодите Стоп Магическое кольцо На нем написано Что оно Ускоряет каст заклинаний Не знаю на сколько Но Тем не менее Тут же вроде как Можно делать копии вещей Дай думаю под меню И действительно Сумма аж 100 тысяч Блин за копию Но через сутки готовы И таки Да Квестодатель принял кольцо Охренеть Вот это Очень интересно сделано Но полагаю Это единственное место в игре Где эта функция Вообще используется Еще одна Мусорная Одноразовая механика С налетом гениальности Да Притом герцог Как ни в чем не бывало Будто я его жене Без трусов Про звезды не рассказывал Говорит мол Ты вообще царь Ты там помог И тут помог Пошли я тебя награжу И ведет в сокровищницу Когда я был там В прошлый раз Был там один сундук Было сказано Что он открывается Особым предметом Я уже догадался К чему все идет Думаю Сейчас меня за жопу-то схватит И да Когда я попал в тюрьму За то что я ее обнес Я загрузился Потому что Штраф поели Не пять тысяч А восемьдесят Блин Да я столько не украл Но тут главнюк говорит Бери все Что к полу не приколочено Опачки И еще Говорит Это значит Сак вот кольцо Что ты принес Оно Таки да Открывается Персундук В нем очень полезны Для тебя вещи Они тебе пригодятся Ща говорит Открою И тут бы подошел Звук Вап 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 К счастью Подмены не заподозрили Но это было близко Это реально Круто сделано Ценю Ценю Вот тут Хочу задать вопрос Вам не кажется Что основные квесты Здесь Как бы сказать Вообще Никакого отношения Часто Не имеют К происходящему Обнесли казну Выбыли герцогини Обнаружили грифона У нас тут Как бы пророчество О воскресшем Великий дракон Григорий Уже явился В мир Это вам не хухры-мухры Я конечно привык Что перед угрозой Алдуина И конца света Дуракин собирает Грибы для гербария По квесту Но то Скайрим Там холодно Там как бы Другой немножечко Стиль игры Да С другой стороны Справедливости ради Лорам это Можно объяснить Как бы Ты воскресший Так иди убивай Кто мешает Наша задача Подготовиться Ну то есть Качнуться в уровне Как следует Но это же не значит Что квесты Должны быть такие Да С тем же успехом Можно было сказать Вот тебе квест По убийству дракона Качни на фронтире Пятидесятый уровень И приходи Ну так игры просто Не делаются Во всяком случае Интересные игры Каково себя И позиционирует Драгонс Догма И потом Ладно просто Квесты не про то Они странные Нас не знакомят С персонажами А с кем знакомят Те пропадают Или не раскрываются События Также не раскрываются Будто разработчики Сами не верят Что в это Кто-то будет всерьез играть Или что дойдет До этого места Хотя встречаются Интересные моменты Вот этим игра Очень бесит Понимаете Видно же Что не дуралей Ее делают Что в интересность Они умеют Просто не умеют В РПГ хорошую Судя по всему Ну хоть поначалу Были квесты По теме дракона И воскрешек И по идее Пора уже ждать Именно как раз таки Вот этих квестов Игра уже долго длится А мы все херней страдаем И нам даже опять говорят Да делай все дела В столицу Ты вернешься Еще не скоро Мы и ту уже слышали Трындешь Ну ладно Миссия Доложили Что в дальний лагерь Вернулся Израненный разведчик Нужно расспросить Его в чем дело Прихожу в лагерь А там говорят Что мол Быстро беги назад В столице пиздец А разведчик тут Не был никакого Тебя наебали Ну я портуюсь Камнем гильдии И пытаюсь понять Что вообще случилось Я не сразу заметил В небе Василиска Ага Василиск Противник крутой Крупный как грифон Но еще каменит Честно говоря Я еле выжил Остался один Но ранил его И он просто улетел Ага Знакомая картина Сейчас пошлют его добивать Но нет Сказали Молодец Что убил его Что Он же улетел А знаете Вообще плевать Убил Так убил И реально Теперь походу Сюжет начинает вертеться Два квеста Крепость Грейт Волл Захватила Дарт Сидиус И мою любовницу Герцогиню Сослали в тюрьму И походу Герцог хочет ее Того Убить Подослав ассасинов Какая-то странная Многоходовочка Если честно Почему бы Тут прям не убить Кто ему что скажет Он же герцог В конце концов Всегда есть гас новичок Короче Пошел спасать Переодевшись стражником Квест интересный Сперва проникая в крепость Потом любовная катсцена Плавно переходящая В постельную Таки А потом нужно Сопровождать ее И защищать А пешкам Вход воспрещен И чем ее лечить Не ясно Но идем мы через тоннели Где пешки Нас таки догонят В итоге А еще Ее иногда придется Нести на руках Притом Не как бревно Как мы любим Да через плечо Перевалив А именно на руках Она все таки Так высоко И далеко прыгать Как мы Не умеет В общем Сделано интересно В конце ее Свита уводит Ее мол Я тут еду на родину Пошел тут герцог На три половых органа Рыдает Прям вот к нам хочет Ну вот Чисто романтика А мне извините Не до мурных Хожее дело У меня там Извините Ситхи Крепость захватили Кстати О крепости Крепость Как крепость Интересные бои С магами И нежитью Чуя он Кастовался бы Полгода Сидиус Лютует Мол Ты опоздал Смотрища Кто придет И действительно В чревоточину Влезает Громаднейший Просто дракон Детишки Размером Блин С башню Крепости И нахер Давит Сидиуса Со словами Достал Меня этот Диджей Но Говорит Так-то Он прав Я вам Тут Сем Кузькиного Отца Покажу Но Ты Долокин Если Хочешь Бросить Мне вызов Приходи И бросай И Смс Присылай Я прилечу Там Григорий Вообще Очень Философски Себя ведет Возможно Он из рода Присносущих Драконов Из Дарксалс Кто же знает Тогда Мудрец До хуя Короче Считает Нас Слабыми Но Не против Сразиться Как даст Лапой По башне И крепость Труху И дается Мне значится Квест Подготовиться К последней Битве А Что Уже все Что ли Серьезно Не Я не против Игра уже Поднадоела Порядком Но Сюжет Может Нет А ладно Не Ну серьезно Вот это Все Это весь сюжет Ну как бы Да Интриги В королевстве Престижные Рыцари Любовные Романы Все это Обрывается На полусловие Но мне уже Было пофиг Я шел Бить дракона И что здесь Сказать Дракон Григорий Это лучший Сука Дракон В компьютерных Играх Лучший Дракон Персонаж И лучший Дракон Боссфайт Возможно Я однажды Встречу Лучше Или равных Но пока Что он Лучший Все происходит Под шикарную Эпичную Музыку Мы пробираемся В крепость И она Показалась Мне похожей Ну точно Это же та самая крепость Что была в начале Где погиб Наш предшественник От Химеры Ну или не погиб А вот кстати И она Та самая Химера Притом Именно та самая Она уже Седая Такая Древняя Плюс За такую деталь Правда вот Не знаю Если Химеру убить Будет ли тут что-то Возможно Будет новая Не седая Не знаю Но далее Встреча с драконом Он стращает Нас своими разговорами Называет Людской рот Слабом Говорит Что всякие Гоблины И прочее Ведомы лишь страхом Но только Людской рот Этот страх Толкает К прогрессу И видимо Самосовершенствованию Но притом Люди Все равно Остаются Слабыми И пустыми И мы Не сильно То лучше Пешек Которыми Ты Довакин Управляешь Но раз уж Пришел Вот тебе Два стула Можешь Попробовать Свалить Отсюда Вместе С важным Тебе Человеком Или Убить Меня Тогда тебе Кирдык И тут Гоблины Выводят Пинками Герцогиню Ну Думаю Классический Выбор С последствиями Однако Бабам Это хорошо Конечно же Но Мертвый дракон Лучше Народная Мудрость Сам придумал Тем не менее Смертоубийство Как это не странно Хотя я уже успел Расстроиться Его не состоялось Герцогиня сбегает А дракон Со словами Задолбал ты уже Давай биться Начинает бой Я вот сейчас Как обычно По традиции Валяя дурака Рассказывая о происходящем Но должен сказать Что в совокупности По бою Музыке С событием Озвучке дракона И даже потому Что он говорит Миссия просто великолепна Часто даже хорошие игры Сдуваются к финалу И вместо эпичного эпика Показывает нам Какой-то вялый помидор Здесь прям Разгулялись на все деньги А вот сразу Так нельзя было Хочется спросить В общем Дракон просто громаднейший Что там твой медир Он как два медира И битва с ним В несколько стадий Сперва ты убегаешь В том числе Спиной вперед Но без препятствий А то мне до сих пор Те бочки И схватки судьбой И кается Постановка прям бодрая Потом дракон Застревает И его нужно бить Затем он начинает Летать И пытается Спалить нас всех Толково Что он тут Использует Свои природные преимущества Да? А не просто Тупит Как некоторые Мы же Вчетвером Пытаемся не сдохнуть И бегмя бежим По башне вверх Это уже Вторая стадия Далее Третья Забравшись на башню Мы прыгаем на дракона Прям в полете Вообще Все эти происходящие Сцены Невероятно Эпичны Но тут Эпикометр Просто взрывается Если б только еще Не эти плочные Подзагрузки Постоянные Мы удерживаемся На драконе В полете И стараемся Подползти к голове И нанести удар Григорию конечно Больно И он падает На громадную Арену Где начинается Последняя стадия Боя Жизни у дракона Просто дохера А уязвимая точка Всего одна Сердце Притом это Наше сердце И он летает Пышет огнем Но не скажу Что бой был с ним Прямо тяжелым Не просто было Целиться Без автоприцела Но вообще Магический лучник Наверное Тут был бы кстати Это еще что Я вообще сначала Мага хотел взять Под конец Но попробовал И понял Что маге таки дно Бой был эпичным Да Но не тяжелым Скорее затянутым Минут 15 Возможно 20 Его бил Но скучно мне не было Напряжение не спадало И вот Григорий повержен И даже на смертном Мадре Он не унимается Да Ты победил Но это ничего Не доказывает Вы слабый Управляемый Родач Пфу на вас Дракон умирает И наше сердце Возвращается к нам А также сердца Других воскресших Что еще живы Возвращается им И их истинный возраст Древний дед Просто рассыпается В прах На глазах Так как ему уже Тысяча лет в обед И конечно же Столько не живут Как же это круто Выглядит Ну и герцог Да Я забыл сказать Что о нем говорили Мол он тоже Драконоборец Тот же Эризен По крайней мере Я так понял Тут могу ошибаться Объяснять что-то Игра не торопится И в принципе В том что я услышал Есть какие-то Странные расхождения И хочется задать вопросы Но некому Но он не рассыпается В труху Зато максимально стареет Еле на ногах стоит А мы Довольные И в кои-то веки По-настоящему Живые Забираем с собой Герцогиню И Щищливые Возвращаемся в столицу Попутно Трахать в каждой палатке Хэппи Энд Притом Титры перемежаются Короткими катсценами Тоже интересно сделано Только вот Как оказалось Ни хрена Это не энд То что произошло Дальше Просто Натурально Сломало мне Мозг Я ж не сказал Об еще одном Важном аспекте игры О последнем Клянусь Графика Дизайн Атмосфера Да куда уж без этого Ну Что здесь сказать Графика Даже по меркам 12-го года Очень мягко выражаясь Звезд с неба Не хватает Я не назову ее Там говеной Или в этом духе Не Она просто слабенькая Видно что Консоль душит ее Ну оно и понятно Не надо мне сейчас Рассказывать что Консоль это как Бюджетный комп Я знаю Но это лишь причина Факта Я говорю Именно о факте Я бы сказал Что у нее Графика первого райзена И такая же Суховатая стилистика Но в райзене Решали Общий дизайн И атмосфера Плюс Наследство от готики Крутейшая Имитация жизни Населения Тут с этим всем Беда И графику Никто не прикрывает От взора критиков Вроде меня Понятное дело Что с годами Лучше не стало Переиздание На компудакторы В 16-м году Ничего не поменяло В графической части игры Кроме подтяжки Разрешения До 1080 И 4К При желании За что Спасибо конечно Но это разумеется Просто растяжка Не более того Но игре бы Стоило обзавестись HD ремастером Не думал Что когда-нибудь Подобное скажу За счет Маленького Экранчика свеча Игра может Смотреться Вполне красиво Но в 2024 году Драгонс Догма Первая Выглядит уже Как старый урюк А не как Спелое яблочко Но это не беда На самом деле Понятно что Не все игры Были красивы на старте Понятно что возраст Не делает их красивее Это данность На нее можно легко Закрыть глаза Если есть иные достоинства И обычно Когда я говорю Что у меня от игры Глаза болят Я имею ввиду Совсем не графику А скорее дизайн А он здесь В целом неплох Но в некоторых Аспектах Он отвратителен Ладно Фиг с ними Со скучными бастионами Одинаковыми Хотя погодите А почему фиг то с ними Они умеют Делать крутые подземелья То за водопадом Но крутой же Башня Синей Луны Отличная локация Просто видимо Задача не была поставлена Игра не знает Что ей в этих локациях делать Но беда не в этом Серость и темнота Вот Визуальный бич игры Во-первых Да Темнота Смена дня и ночи Это хорошо Это круто Это правильно Сложные ночные бои Тоже хорошая идея Почему бы и нет Ночь должна быть темной Согласен Но вот как-то так получилось Что все самые запоминающиеся события По причине их первости Происходили у меня именно ночью Первый бой в игре Ночью Первая встреча с торговцем на дороге Ночью Первая эпичная битва с тварью Ночью Все блин ночью Именно на ночь приходилось Целая прорва отличных битв Которые по идее Должны будоражить кровь А в результате Я как слепой крот Стою А меня просто со всех сторон Жмут Потому что не видно Нихрена А лампа не помогает Особо в таких случаях Да еще и на открытой местности Да еще и без возможности Ее быстро надеть Снять одним нажатием Заклинание света Не Не слышали Игре очень помог бы Контроль времени суток Чтобы можно было Либо разбить лагерь И переждать Либо найти Лагерь и переждать Я уж не говорю Что просто переждать Как в Скайриме Окей уж Реализм Ладно Но лагерей на карте Только два И они в ебенях Так-то Один прям рядом с городом Так что можно сказать Что его и нет вовсе И города Два В разных концах карты А в итоге Если у тебя нет Камней перемещения Ты просто застреваешь Ночью в опасном Каком-нибудь лесу А пока дойдешь Из города До места На котором остановился Снова стемнеет Плюс Слепящие засветы От заклинаний Чар Оружия И иных спецэффектов Игра в итоге Превращается в симулятор Нетопыря Щурящегося На пустоту При том что В игре нет Не то что стелса Как такового Там блин Пешки Которые спалят тебя Перед всеми Перед кем только можно Ну ладно Ночь Ночь бывает Только ночью Вы записывайте За мной Записывайте У меня много цитат Крутых Короче Игра До ныне Серая Серые Скалы Серые поля Да На них Колышется травка На это Не поскупились Хотя Ее не то что Прям много Но не забываем Третья плойка Все таки Но общий фон Серый Серые каменные Крепости Серый Гранд Сорен Здесь В натуре 50 оттенков серого На игру Как будто Фильтр накинули Ну вот Чисто Скайрим 11 года Солнце По идее Должно Освещать Эти серые будни Но оно Будто бы Редко Заглядывается На тебя Ты Чаще в тени Или Полутени Не сильно то спасает Почему то Я уже после игры Попробовал поставить Решейдер И просто посмотрите Как преображается Игра Небо и земля Да Ночи стали темнее Но это Малая плата За цвета Игре Будто бы С головы Сняли пыльный мешок Вот ей богу Было Стало Было Стало Ну зацените же Всего то для счастья Игре нужно было Добавить красок И насыщенности И уже совсем Другое впечатление А это всего лишь Решейдера Можно еще поставить HD текстуры И моды там Скажем На то Чтобы тебя Не слепили За свет От твоих Собственных чар Все же Коммунити У Догмы Пусть не лютует С количеством модов Но они есть И самый популярный Как раз таки ЕНБ от Руди Интересно почему Гораздо меньше проблем У игры с камерой Хоть поначалу Я и ожидал Гораздо худшего Признаюсь Да Иногда Она выдает Фортеляж Да хоть стой Хоть падай Но вообще Для такой Сыроватой В плане Отлаженности Геймплея игры Она очень даже Неплоха Особенно мне Понравилось Как она себя ведет В узких коридорах Бастионов И пещерах Коих тут немало Всяким демон соусом Есть чему Получиться Не правда ли Вот видите И игру не приходится Оправдывать Заявные косяки Могут Если захотят Просто кое-кто И не может И не хочет Кстати В бастионах И пещерах Освещение синхронизировано Со временем суток Что тоже Не в каждой игре Встретишь К слову Я был бы еще Больше рад Если бы пешки Постоянно Эту камеру Не перекрывали Но это уже Бедание камеры А тупого Искусственного интеллекта Он на атмосферу Не так уж Критично влияет А что влияет Если именно В негативную сторону Но например Отсутствие погоды При наличии смены суток Тут почему-то Нет смены погоды Но знаете В кои-то веки Это наверное К лучшему Вот ты попадаешь Постоянно на ночь Это одно А попадаешь постоянно Еще и под дождь Там туман Как в зельде Да еще и ночью Да еще и В общей этой серости Да Нет спасибо Очень не хватает Побочных квестов А главное Пещер или бастионов Ну данжей Короче Их натурально Раз-два я пчелся Мир игры Мал Но ладно Мал Он пуст В нем Совершенно Нечего делать Кроме как Гонять пинками Монстров По округе И это удивительно Столько же Положительных примеров Перед глазами У сапсомов Было Ничего это не вдруг Когда к визуальной Серости добавляется Еще и дизайнерская Серость Та самая Пустота локаций Отсутствие Контентного наполнения И даже Имитации наполнения Становится Совсем уж Скучно Спасибо Хоть животные бегают Ну хоть какая-то Симуляция Живого мира Также у игры Слишком уж много Неочевидных вещей Часто даже Механик Это при наличии Огромного количества Подсказок Я для того Чтобы показать вам ЕНБ Начал новую игру И еще раз Прочувствовал Это на себе Я задолбался За одну минуту По 20 подсказок Пролистывать Я словно Гарри Поттер Который Вот всю эту Гору писем Вылетевшую из камина Вынужден перечитывать Ну нельзя Так Вы чего Навязчиво Агрессивно Надоедливо Будто бы Спам вам на почту И очень мешают Консольные корни Я понимаю Плебеи-пекари Просили Бояре-разработчики Кинули им кусок Но как же он Смердит плойкой Постоянные подзагрузки Каждая локация Это отдельная ячейка Бешевного мира Нет Ну кроме общего Иногда При смене локаций В одной катсцене Будет загрузка Новой локации Как в случае с драконом Что знаете ли Очень бьет По динамике Финальной битвы Огромные подсказки На что нажать Как будто у нас Очень много вариантов Да У нас же так много Кнопок На геймпаде При попытке Начать новую игру Ты перезапишешь Сохранение старой Сохранение Кстати одно Если кто-то скажет Что это просто Такой дизайн А не консольный Пережиток То лучше молчить Право слово Ну а про озвучку Я вообще ничего Говорить не буду Там где персонажи Раскрываются Она хороша Дракон хорош Сидюз хорош Но на самом деле Здесь та же проблема Что и с именами Я по имени Помню только дракона Потому что он Из России прилетел А за именами остальных Я лазил на википедию Для вас Или в собственные заметки Это не потому Что у меня беда с памятью Я вот сейчас Например во второго Талоса играю Я могу назвать вам Половина города Поименно Хотя имена у них Вычурные Без единой стилистики Там личности С характерами Которых нам раскрывают В догме Серые тени Серой игры О которых мы Как правило Знаем лишь то Что они существуют Подводя Градиатмос черту Графика Дизайн Атмосфера Три коня Три столпа Точнее Можно сказать Что это не та Опора игры Которой она достойна Ну Что поделать Не всем же быть Ведьмаком Да Ну что Давайте заканчивать Этот балаган Сейчас я расскажу вам Чем кончается игра Мы на финишной прямой Хотя если честно По идее Должен быть конец Я еще помню себя Как в тот момент Я посмел заикнуться Мол Жаль что это все Ну да Я был еще под впечатлением От шикарной финальной битвы Дракона Григория А также его загадочных речей И все гадал Дадут ли мне побегать еще Понаслаждаться Хвалебными одами В мою честь В честь героя Ризана Да Ох Ирония Правда Герцогиня кстати Поселилась у меня дома И теперь там Натуральная женская общага То есть там еще ведь Ведьма живет Хотя я не против Но вот пока мы с ней По палаткам ласкали Друг друга И столицы Повеяло чем-то смрадным Видимо там Моргенштерн Дает концерт В честь победы Над драконом И действительно Смерть дракона Мало того что Состарила герцога Точнее вернула ему Его истинный возраст Так еще и Не слабо так Порушила столицу Но то что Предстало перед взором Это нечто Скажу я вам Под очень красивую музыку Фактически за главную Тему игры Но без вокала И она получилась Очень гнетущей Грустной Вот под эту музыку Мы бредем По темному городу Где теперь Вечная ночь И серый такой Едкий будто бы туман Что же произошло Ответ быстро Становится ясен В центре города Зияющая дыра Громадная дыра Прямо там Где стояла гостиница Буквально треть Города провалилась Под землю В Эверфолл Подавленные жители Бродят по руинам Причитая что Хоть мы и победили Ситуация такая Что и жить то не хочется Невероятно Гнетущую атмосферу Портят разве что Геймплейные мелочи Во первых Все описанное мной Оно показное На самом деле Прохожие спокойно гуляет Прямо около дыры Вообще не обращая На нее внимания Ну только парочка Там стоят на нее Смотрят и грустят Вот говорят то Что я сейчас сказал А так вообще Грустными они не выглядят Особенно если Их диалогами не дергать Более того Торговцы продолжают торговать Треть города Просто исчезла Наверняка Множество погибших Да блин Граница дыры Прямо около их лавок Они даже не шелохнулись Вот это я понимаю Призвание Кстати Вся снаряга Что ты с собой брал На дракона Теперь улучшена до максимума И заклина его пламенем Что бы это ни значило Знаете что заклинуло меня Ммм В общем Не знаю как это называется Но в чем-то похожем Жены встречают мужей В постели Ну да ладно Еще и смешного Гостиница ушла под землю Но не закрывать же Из-за этого бизнес Ну правда Трактирщик обосновался Трактирщик обосновался В гильдии пешек Далековато Но все же хорошо Что он есть Вопрос А как он не погиб То Ну видимо в момент Обрушения Пассать выходил И похоже Ссал он вместе С владельцем Черной кошки Который не только выжил Но и весь свой Лувр с собой Прихватил А вы говорите Перегруз В общем Рыцари говорят Что мол Мы тут разберемся Ты иди Проведай герцога Захожу я к нему И встречаю Такого знаете Полого вендрика Ну в общем Этот иссохший старичок Проклинает мне На чем свет стоит И неуклюже Пытается убить Мол Ты тварь такая Ты дракона убил Пока ты не пришел Я был молод И свеж Я не старел Кстати я так и не понял По лору Он тоже воскресший что ли Ну да ладно А потом он говорит Нет Ты не убил дракона Ты сговорился с ним Чтобы забрать Мое королевство Это ты настал на меня Это проклятие Дед путается в показания Как видите Если он сам не старел То вот кукуха у него Походу прохудилась Уже давно Ну а теперь она Так же истлела без следа И мы походу Вопали Потому что разумеется Этому герцогу Верят на слово И что-то там проверять Искать доказательства А может мы оклеветали человека А зачем Да Вот тебе и благодарность За убийство дракона Все как обычно Стража взять этого предателя Он напал на меня Ну и стража конечно же Спешит отпиздить Великого героя Потому что в мгновении Изменившийся герцог Не может ведь соврать На меня бросаются все И если быстро не удрать Или заблудиться При побеге как я Забьют палками Особенно мне понравился момент Когда мы выбегаем Из замка в город И нас встречает рыцарь У которого мы Две трети игры Брали квесты И который Вечно хвалил нас За героизм Эта гнида Улыбаясь заявляет Что мол Так я и знал Что ты злодей Ах ты Сука Конопатая Пусочек говна В доспехах Лыцарь Без страха И упрека Ой Эризен Ты замочил гидру Эризен Ты замочил грифона Ух ты Эризен Ты замочил мега мага И вернул кольцо герцогу Ты мой герой Хочу у тебя детей Через несколько часов А я всегда знал Что ты гнида Ты мне сразу не понравился Вот оно Истинное человеческое лицо Улыбается тебе в глаза А сам только и ждет Когда с поводка спустят Хер моржовый Импотент Пастеризованный Чтобы тебе жопа Треснул аж до самой хари Я не могу Я занесу этого Ублюдка В список идиотов Он там займет Почетнейшее место Как же меня с него бомбит Вы бы знали В общем Добегает погоня До дыры А оттуда начинает Валить рой гарпий Все разбегаются А мы как обычно А че вообще происходит Соплю жуем Стоим Пока одна гарпия Нас не сбрасывает вниз И срабатывает Контролируемое падение Мы цепляемся Каким-то чудом Антигравитация видимо Эризенская За камешек И появляемся На обломках Эверфола Уходящих вниз Там мы встречаем пешку Чей хозяин Приказал ей ждать Тут Пока они принесут Нужные вещи Уже при написании сценария Я понял Что эта пешка По имени Квинс Это та самая пешка Того мужика Из пролога Во как Тогда я этого не понял В общем Задача такая Вот руины Эверфола Мы прыгаем вниз И цепляемся За разные этажи Заходим в гробницы И разоряем боссов Собирая с них Воскрешающие камни Нужно 20 штук С этого момента Игра начинает Напоминать Такую знаете ММО Сначала все шло хорошо Я подумал Что еще даже Жаль что нельзя Вернуться к торговцам Ой ну что ты Иван Ты что Ждешь проработки На тебя уже Все снаружи забили Что первое Разыскиваемое лицо Не Ты о чем Ну как бы Да Вот эта вот линия С типа твоим предательством Она обрывается на этом Класс Правда Че это вообще было Зачем оно было Я что Опять чего-то гениального Не понял В этой игре Ну я в любом случае Тогда этого еще всего Не знал И начал спускаться Потихоньку И первый босс В подземелье Был злобоглаз В статистике Я видел их наличие Мол убито 0 злобоглазов Но раньше Я их не встречал Оказывается Это он насылал Тут в оверфоле Раньше Вот этих вот Подземных червей Это был очень Крутой бой Чуть ли не более Запарный Чем с Григорием Хотя не такой Эпичный Конечно Затем Одно подземелье Другое подземелье Где-то уже на третьем Или на четвертом Я стал замечать Что подземелье Повторяется Закралась даже Мысль Что здесь Очередное подземелье Чаш Как в Бладборн С автогенерацией Но походу нет Они статичны Просто ассеты Копируются Прям вот просто Почистую По итогу Куча однотипных Помещений И не в каждом Ты босс есть Ну и большинство Боссов Это как бы Такой набор Для тех Кто заскучал Мы не будем Придумывать новых боссов Мы тебе Старых Отсыпем Но сразу Горстку К примеру Вот тебе Одновременно Тролль Циклоп И Голем А вот Гидра и Нежить А вот Лич Который Сука Заебал Меня Каменить И куча Мощных Рыцарей Смерти Потому Я и говорю Игра Стала напоминать ММО Где ты Вынужден Фармить Эти долбанные Камни К тому же Вот эта фишка С падением Она неплоха Но Это Скажем так Не самое Удобное Решение В отсутствие Внятной Телепортации По этажам Мне даже Пришлось Записывать Название В блокнот Они там Все В одну Дуду Зал Отчаяния Зал Потерь Зал Уныния А нет Зала Пенной Вечеринки Я не нашел А знаете Кого нашел Дракона Да непростого Протодракона Рейд Босс Не очень Понял схему Но походу В разных Мирах Игроки Бьют его И полоска ХП у него Одна на все Миры То есть Его что Игроки Бьют Неделями Целой Толпой Я кажется Вот только что Говорил про ММО Вы то серьезно Нет Как идея В принципе Такой Эндгейм Контент Может быть Даже Неплохо Но я Разбираться Не стал Я отказался Участвовать В этом Балагане Мне еще ДЛС Проходить А я Уже Задолбался Время От времени Встречал В оверфоле Пешек Торговцев С какими То Совсем Крутыми Артефактами Двои Были Легкими Дальше Шел Просто Песец Оружие Почти Не наносило Урона Плюс На доске Заданий Появилось Совсем Уж Какое Безобразие Поиск Метки Разлома 1 Вместе Указанном Квестом Поиск Метки Разлома 2 Поиск Метки Разлома 3 И так Еще Шесть Штук Что Это Значит Что Где Искать А Главное Зачем Но Я Намек Понял Это Реально Такая ММО Где Нужно Фармить Уровень И шмот Неделями Идите Вы Все На гору К хуям Подумал Я И взломал Деньги Читэнджином И купил Нормальный Шмот Я Себя Не на Помойке Нашел Чтоб Торчать В этой Гробнице Унынии Еще Несколько Дней Идите Нафиг Видит Бог Я В это Играть Больше Не сяду Я Просто хочу Уже Посмотреть Чем Все Кончится Бойтесь Своих Желаний Да И Вот Наконец Последний Камень Собран Квинс Говорит Ты точно Готов Сюда Ты Больше Не Вернешься Ну да Ну да Я Это Уже Дважды Или Трижды За игру Слышал И Всегда Возвращался Подумал Я Но Куда Сюда На Руины Эверфол Давай Уже Концовку Я Хочу Посмотреть Как восстановят Город И Мое Доброе Имя Но Как бы Вот Послушайте Я прыгаю В разлом И оказываюсь Где-то В измерении Ну На небесах Короче За облаками Где Некий Мужик В робе Зовущийся Сенешалем Говорит Что Он Меня И ждал Что Оказывается Я был Специально Создан Для того Чтобы Стать Правителем Мира Не как Там Герцог Шивый Какой-то Нет Как Бог Что Дракон Существует В мире Только Для того Чтобы Закалить Нас Создать Воскресшего И выковать Из него Настоящую Могучую Личность А теперь Эта Личность То есть Я Должен Отказаться От земной Жизни И сразиться За небесный Престол С нынешним Сенешалем И я С квадратными Глазами Начинаю Биться И Вот Помните Бой С тем Магом Вот Та же История Сука Финальный Бой С Богом Бой С Богом Финальный Я выношу его С двух выстрелов Пока он еще Две минуты Болтает Потом умирает Снова Катсцена Снова Схватка В кавычках Еще кружок Хекарный бабай Куда я попал Я что Таблетки принять Забыл или что Да А далее Очень крутая сцена Нам говорят Может быть Ты не хочешь Всего этого Я могу Вернуть тебя В мир живых И ты будешь Обычным человеком Решай И тут мы видим Фигуры Всех знакомых Нам личностей Некоторые Что-то говорят нам Что может быть Оно и правильно К чему это божественность Просто жить с любимым Это уже счастье Здесь и наша подруга И герцогини И староста деревни И мерседес Здесь все С кем мы общались Из значимых персонажей Кто-то убеждает Нас вернуться Кто-то молчит Но все бегут Нас пиздить Честно говоря От этой толпы Сбежать Это довольно тяжело Но это такое испытание Отбиться От собственных сомнений Вот тут Бесспорно Очень глубокая аллегория Мое почтение Да и вообще Я люблю Иллюзорные миры Аллегорические миры Подобные вот явления С тенями из прошлого Или воспоминаниями Или иллюзиями Мне очень понравилась Эта сцена Максимально Атмосферна И эпична Прям как Битва с драконом К сожалению Вот бой Конечно все Портит Ну да ладно В итоге Я таки добегаю До мужика И он скидывает капюшон И оказывается Тем самым мужиком Из пролога Вот уж чего Я точно не ожидал Я уж о нем и забыл Нафиг Оказывается он не сдох Он именно что победил Как я понял И достиг не просто Могущества А богоподобия Он не просто Создает пешек Как мы Он вообще Может создавать Разумную жизнь Теперь понятно Что имел ввиду дракон Задвигая нам Про детерминизм А еще Сенешаль толсто намекает На мультивселенную В мире догмы То есть В куче миров В куче версий Воскресшего Уже классика Но никогда Не надоедает Ну и в итоге Он говорит Извини за все эти фокусы Я должен был тебя проверить Ты крут Ты теперь бог На тебе меч Богоборец Убей меня То я уже устал А ты здесь теперь главный Жди нового Воскресшего Который тебя заменит Мы протыкаем его клинком Можно задать ему вопросы Какие-то Что есть это Что есть то Он на них ответит Прямо Без вот этой вот мудрости Напускной Да Это очень круто Но в итоге Все равно Мы его убиваем И он с благодарностью Обретает покой Теперь мы Новый Сенешаль Бог этого мира Очень атмосферная сцена И крышесносящий финал Вот уж чего не ждешь Так это Вознесение До богоподобия Я всего лишь Хотел убить дракона Полагаю Это именно тот Доработанный финал В Дарк Эризон Скорее всего В оригинале На драконе Все и заканчивалось Но Как бы круто Все это не выглядело В списке заданий Теперь значится Быть Сенешалем Провести вечность В этом месте И Это походу Правда Притом Другие задания Не отменяются Что забавно Там Да все еще Принеси 50 жопок Томмута Но не выполнить их Не даже Зайти в инвентарь Ты больше не можешь Даже фонарь Не выключишь Если он у тебя Был включен Ты теперь один На облаках Со своей пешкой Навсегда Возможностей Выбрать раннюю точку Сохранения Нет Потому что Сохранение Одно на всю игру Есть возможность Сев на трон Вернуться в мир живых Но только в виде Бестелесного призрака С которым Никто не взаимодействует И только в две локации Касардис И Гран Сорен Никуда переместиться Больше ты не можешь Там ты невидим Неосезаем Но можешь спокойно Например Убивать остальных Хоть весь город Вырежи Никаких санкций Ну оно и понятно Ты же божество Да еще и невидимое Только вот толку ноль При перезагрузке Локации Все будут живы Да и непонятно Твое ли это время Или твой ли мир В твоем доме Никого нет Ни ведьмы Ни герцогини Гран Сорен Не разрушен Над миром Нет зловонной дымки И ты просто Дух Жесть Игра сломала мне мозг Но еще забавнее Знаете что При появлении меня В форме призрака В Касардисе Игра услужливо Подсказывает мне Каждый раз Что на пристани Вы можете Отправиться На остров Да То самое DLC Только Да Я не могу Понимаете Потому что я не существую И я не могу Загрузить Раннее сохранение Только начать игру Заново На повышенной сложности И тем же персонажем Или просто с нуля На обычной Я Мягко говоря Сыт Этой игрой По горло Чтоб проходить ее Еще раз Ради DLC Но подумал Ну мало ли Может можно будет Сразу плыть На тот остров И для начала Я решил погуглить вопрос А с какого уровня Лучше туда плыть И судя по всем Комментариям Как нашим Так и зарубежным Мой 50 Там как слону дробина Желательно 80 100 120 И как я понял Из красочных Описаний Остров представляет Из себя Ничто иное Как очередное ММО Хоть и с новыми Боссами Которых нужно фармить Ради очередных Камней Статуэток И прочего Скарба Ну и Также ради Уровней бабла Это наверное Развлечение Еще на неделю Ну уж нет Вот хватит Спасибо большое Я уж как-нибудь Обойдусь без этого Те кто захотят Сказать мне Что не пройдя DLC Я считай Игры не попробовал А потому Не могу ее Объективно оценивать Я могу Ответить вам так Кто не медитировал Над лором Дарксоус Минимум полгода Все равно что не играл Вы спросите Чего А я отвечу Да шучу я Расслабьтесь Играйте как хотите Если без какой-то Механики Или квеста Ты все равно что Игру не прошел То они Получается Основополагающие Значит их Должны отчетливо Показывать К ним должны Отчетливо вести У нас должна быть Возможность В случае DLC Начать игру С какого-то момента Например вернуться В город Воплоти И идти в DLC А если Они факультативны Все эти механики Квесты То я переживу Если вдруг Ее не увижу И лицемерно Говорить что Из-за этого Я пороху не нюхал Нанюхался уже 53 часа Только им и дышал А теперь я хочу На свежий воздух Такая вот игра Dragon's Dogma Dark Arisen Друзья мои Вообще Удивительно С момента прохождения До момента Написания сценария Прошло полторы недели И походу Я остыл Я заявлял Что в жизни Больше не сяду За эту игру Но теперь Ощущаю Какую-то Странную Тягу Вернуться Какую-то Противоестественную Для себя Тягу Я бы сказал Да Скорее всего Я буду ворчать Но Не знаю Я в любом случае Рад что Дал шанс Этой игре В ней есть Определенный шарм Иногда Тонкий Едва уловимый Сдобренные Прорвы Недоработок И тупника В свою очередь Присыпанных Гениальностью Говорю же Игра контрастов Ощущение Что это Большая игра Эксперимент Какая механика Сработает Какая нет Потенциал Для расширения Огромный Увы В основном Именно потенциал И кроме него Саму игру Под грудой Недоделанных Механик И идей Найти сложно Я не удивлюсь Если помимо Фанатского мнения Будет популярно Мнение Что Драгонс Догма Фу Мать вашу Что конечно Максимально Не круто Потому что Сама по себе Игра Не фу Ее идея Не фу Но вот как это Все реализовано Это фу Без сомнения И потому я С охотой Буду ждать Второй части Очень уж хочется Посмотреть Какую работу Над ошибками Они проделали И что еще Придумали эти Хитрые Талантливые Японцы Но клянусь И не шалям Второй игре Те же косяки Я не прощу Она кстати Должна выйти В конце февраля 24 года Ну то есть Уже вот-вот Ну что Держим за них кулаки Тут определенно Есть за что болеть Кривая Косая Непонятная Но блин Это одна из самых Необычных игр В моей практике Да По-своему Но необычных Есть над чем задуматься Ну че Все Я поздравляю всех Кто дослушал до этого момента И не умер от старости Я горжусь вами И попробую однажды взять реванш До скорого Субтитры подогнал «Симон»